Да, раненого бойца можно конвертить в Мекка, в Мекка это понятно. Для тех, кто смотрит в записи, во-первых, 8 частей мучений и страданий на Ютубе есть. Четвертый уровень сложности максимальный, Iron Man и 21 галка XCOM Enemy Within. В преддверии, еще неделя осталась до выхода второго XCOM, было решено все-таки попробовать пройти в полный такой челлендж, да. И это черт знает какой трай. Тай, где-то пятая миссия получается, или шестая, что-то в этом роде. У нас есть одно ранение на штурмовике, это средняя тарелка, из которой получится много-много бабла, на которой мы построим электросанцию вторую мастерскую, может быть даже, кстати, школу офицеров. Два тяжа, один отстрелялся рокетом, у второго ракета есть. Убили один пак из, господи, как они, кальмаров, в общем, этих, щупалец. Нашли маленький пачок сектоидов, это очень повезло. Одного убили, остался один. Отстрелялся с фланга, соответственно, наш лейминг получил киллз. И он стоит сейчас в фулл кавери, и я предлагаю просто всеми остальными пытаться пробить этого сектоида, ну, потому что он все равно будет стрелять, так или иначе. Правда, здесь хэвик не алло. Сюда его подводить не хочется, под полуукрытие тоже не хочется. Но есть опция подойти к гренку кинуть еще. Например, штурмовиком подойти вот сюда вот и докинуть гранату, в конце концов. Но не факт, кстати, что он отсюда гранату докинет. Так, это у нас вопрос, раз, два, три, четыре клетки, да? Четыре, максимум пять. Ой, это вообще никак. То есть пять клеток поможет. Но не факт. Ну, в любом случае, мне нужно давать зону для хэвика, поэтому я лучше подойду. Если сниму укрытие хотя бы, я сниму укрытие. А, не, попадаю немножко, задеваю, отлично. Тогда освободили хорошее место для хэвика, для стрельбы, фулл кавер. Сняли укрытие, увеличили вероятность попадания еще на 20 единиц. Кого мы качаем? Женечку или Безумного Фиба? Кто у нас по Фиба? Точнее, конечно. Две медали ему еще дали. Да, лучше, конечно, Фиба. Надо киллсы было записывать, ё-моё. Фиба, кажется, по-опытней. Дмитрия Михайлова мы потеряли. Вот, 80%. Безумный дизайнер. Стреляет, попадает. И получает повышение, что немаловажно. Слушайте, только что был звук еще сектоидов. Мне очень повезло с этой... Идет второй месяц, то есть тут могут быть и фингманы, и летуны. Ну и, собственно, вот эти вот летающие создания. Повезло, потому что два пак сектоидов. И... Давай, перезарядочку. Overwatch. Перезарядочку, Overwatch. Сейчас послушаем, с какого направления они там шумели. Это сектоиды. Ну, что-то не слышно. Это какой XCOM? Ну, это XCOM. Тот, который Enemy Unknown, Enemy Within. Это может шуметь аутсайдер. А могут и сектоиды. Похоже, что сектоиды, блин. Не хочется лезть туда. Потому что мне придется тогда разбираться с... Тремя людьми. Давайте, ну. Да, сектоиды внутри. Учитывая то, что здесь раздолбана стенка, и за ней... Как раз, ну, здесь командный центр, типа, находится. А здесь находится аутсайдер. Сектоиды, в принципе, могут быть и за тарелкой. Поэтому я возьму Лемминга, и потихонечку пойдем... Пойдем обходить тарелку. Тарелку. Чтобы и не спулить... Не спулить аутсайдера. И проверить, может, мы сектоидов сможем убить. Отдельно. А, нет, выходят. Да, они там же стоят. Овервотчи, ребята, овервотчи! Пошли! Женечка ответный огонь ведет. Найт ведет. Женечка мажет. Найт попадает. Вот молодец, а. Так, ну... То он ушел за угол. Хорошо. Значит, перегруппировываемся, чтобы нас не фланганули. На это я, пожалуй, вот сюда вот выведу. Чтоб он смог... Если что, потом флангануть. Здесь фулл кавер. Здесь фулл кавер. Штурмашу что делать? Непонятно пока что. Давайте на пистолет его оставлю. И вот вопрос. Сделать ли овервотчи или подавить... Овервотчи просто могут не помочь. Он находится вот здесь вот. В свой ход он, скорее всего... Ой, не здесь он находится. А, нет, здесь, здесь, здесь. Он зашел сюда. Дверь открыта, тем более. В следующий ход он, скорее всего, выходит в этот... К этому углу. И уже начинает стрелять по... По хэвику. А этого не хочу. Поэтому давайте сделаем 4 ханкердауна. Посмотрим... Посмотрим, как себя поведет сектоид. Он может вообще не выйти. Они часто трусят. Да, и он не выходит, гад. Можно, конечно, штурмаша послать. В обход. Ну, чтоб он краешком, потом с раннган и с дробашом... Да, наверное, так и сделаем. Тут пока ждем. Он может себя проявить. Давай, скотина. Щебечет, щебечет. Но... Не показывается. Повторюсь, овервотч меня здесь не спасает. То есть, он... Мне либо хэвика надо отводить, но отводить его непонятно куда. Там только полуукрытие. А дерево хорошо удар держит. Ладно, гад. Ну, есть, конечно, рокет. Могу накрыть. Но я хотел бы рокет оставить на аутсайдера. Как бы мне зайти... Наверное, вот здесь вот с тыла зайду. Увижу. Скорее всего, он здесь стоит. Я его с угла увижу и спровоцирую на дальнейшее действие. Правда, может меня сейчас увидеть. Если я дальше пройду. Не торопимся. Не торопимся, не торопимся. Тем более, миссия очень важная. Это последняя миссия без Сокола. Так. Опа. Он обошел. Он уже в командном центре находится. В теории, может выйти... Обойти меня с той стороны. Так, 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 ребят. Нужно сейчас Лемминга... Леммингом проверить этот угол для начала. Хреново проверил. Ой, хреново проверил. Ой, ошибка. О, вот так вот. Ну, хотя бы так. Овер или ханкер? Овер или ханкер? Давай этому овер. Этому ханкер. Ну, вот, а штурмовик уже, как бы, не помогает. Раз и два. С богом. Га. Главное же он сидит на овервотче. Скотина. Ладно, проверяем Леммингом. Ханкер. 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 Здесь за угол завернут. Просто посмотреть. Никого. Это понятно, да. Бом-бом. Очень осторожно. Подобное оборудование может быть крайне нестабильно. Где? Близко к этому, да? Ближе, чем к остальным. Вот он. Увидели. Щебечет. Я его не вижу из-за глухой обороны. Ну. Направо вроде ушел по звуку. Так, хорошо, значит, Лемминг в теории может... Ты же не видишь никого, да? Не видишь. Смотрите, в чем сложность. Вот здесь находится аутсайдер. И мне не хочется туда подходить. Тут фулл кавер, но эта хрень взрывается. Давай так. Он вроде сейчас не без овервотча. Но я его все равно не вижу. Стоит ли здесь забегать? Не стоит. Я также аутсайдера спалю. Не успею ее зайти в это здание. Спалю аутсайдера. Так что, пожалуй... О, это полуукрытие еще. Фигня. Ладно, ханкер. Ждем от него либо выстрел, либо чтобы... Ну, мне увидеть точно, где он находится, например. Взяли, конечно, выстрел промах, но... Где он сидит? Не, ребят, я жду. Я жду. Жду до более точных данных. Иначе это риск. Во, давай, давай, давай. Где ты там? А, в здании. В комнате. Ну, он от точки от точки бегает, видимо. Ну, хорошо, давай тогда попробуем штурмовиком подойти ближе. То есть, я вот так вот... Вот так опасно. Нет, он может здесь стоять даже за углом. Фланганет, думаешь? Ну, в принципе, сейчас тебя на Overwatch может сбрить. Дверь закрыта еще. То, что эта дама слышала, типа, внутри, не факт, что внутри. Дверь-то закрыта. Этот гад стоит здесь. Где-то. Может быть, здесь за углом. Может быть, здесь за углом. Оказалось, что, типа, он здесь. Дверь закрыта. Так что бежать штурмовиком это значит напороться на Overwatch. Хорошо, какие другие варианты есть? Ну, я могу двоих убить. То есть, аутсайдер плюс. То есть, подводить хэвика второго, скажем, к штурмовику. Пулить этим товарищем вот так вот. И уже мочить как-то с двух сторон. Поехали. Перезарядись пока. Скотина. Такие хитрые, а. Вот чувствуется, что человек... грамотный искусственный интеллект пилил. Причем, я уже неоднократно говорил, что он может сидеть там два хода, три, десять ходов. Вы можете не двигаться. И можете продолжать не двигаться, а он может выйти, например. Или наоборот, вы совершаете какие-то движения, которые провоцируют его на... на действие. Он также может услышать вас, например. И... изменить позицию. Уже такое было несколько раз. Умные твари. Так, хэвик этот с ракетой хорошо стоит. Будем вести лемминга. Ориентировочно вот... А вот так это опасно. Что он с угла может выйти? И флангануть меня сразу же. Ну, выбираем между леммингом и... Давай Overwatch тогда. Всеми. Блин. Охреново. Главное, чтобы он сейчас не вышел. С фланга. Он за углом стоит, скорее всего, где-то. Вот за одним из этих углов. Так, как бы мне встать так, чтобы я ее увидел. Вот так-то вроде бы. Нифига подобного. Охоту на сектоиды. Представляете, как... как-то долго. Ну, я могу саркадить. Я могу сейчас взять, пробежать. Вероятность, что я его замечу, приближается к соточке. То есть он либо здесь стоит, может даже здесь стоять. Но, скорее всего, мне кажется, вот либо здесь, либо здесь. Он стоит. Скотина на Overwatch. Он попадет в меня с вероятностью 55, блин, процентов. Подойти с той стороны я могу к нему. И странно, что я это не сделал. Я же могу обойти вот так вот, открыть эту дверь. Таким образом, я подойду к тому углу без... Блин. Почему я так раньше не сделаю? Давай. Сейчас надо просто увезти вот этого товарища нафиг. Фу, хорошо. Так, Хэвика тоже, наверное, подведем. Но он не успеет до сюда дойти, в любом случае. Я на всякий случай делаю Overwatch. На случай, там, четвертый пак, может, какой-то. Но вроде не должно быть. Все, и мы тогда подойдем к нему и за угла посмотрим. То есть он не успеет выстрелить. Мы его увидим раньше, чем он среагирует. Заходим раз. Подходим до вас. Дверь пока не открываем. Нам важно успеть следующим ходом дойти до вот этого угла. Именно отсюда я его буду просматривать. Но с этого же угла, блин, я аутсайдера могу спулить. И я его спулю. Лучше, наверное, бежать с тяжем, а не штурмовиком. Потому что штурм может... Оп, да, вот он сидит, скотина. Я не спорил аутсайдера. Мы фибоначчи же качаем. Да, качаем фибоначчи. Тра-та-та-та-та-та-та. Отлично. Можно было, конечно, сделать все значительно быстрее. Там, раз в девять. Но это было бы 50 на 50. По вероятностям. Так, хэви кабы подвести. Но отсюда все равно не дострельну. Гренка есть. В общем-то, не такая большая проблема гранаты убить. Все, ориентировочно остался один. Аутсайдер, который стоит вот здесь вот. Как его спулить, только не совсем понятно. Кем? Наверное, дальними. Чтобы он мог к ближним подойти. Ладно, давайте я... Ну так, давай. Опа! Ха, прикольно. Отсюда не видно. Ну тогда хэвика выводим под рокет. Так скажем. И в следующий ход кем-то заходим внутрь. Лейбингом, скорее всего, дальше проходим. Убить аутсайдера вообще кем угодно можно. То есть тут и дробаш есть, и два хэвика, и гранаты, и... Не понял. Неужели... А, или он здесь. Ну, в прошлый раз он был здесь. Мне казалось, что аутсайдеры... Ладно. Хрен с тобой. Подходим. Да, там обычно командиры просто сидят. Мне казалось, что аутсайдер... Сейчас я совсем ничего не понял. Это что, четвертый пак? Так, открываем сначала здесь. Бортовой компьютер чужих это просто праздник какой-то. Везите его скорее к нам. И постарайтесь, пожалуйста, ничего не сломать. Я что-то вообще не понимаю. Такого ни разу не было. В тарелке до того, как ты захватил аутсайдера, аутсайдер всегда появляется в фиксированном... Ну, в смысле, он всегда скриптовый. Он не гуляет по тарелке. Может, конечно, он появится дальше, когда я дойду сюда. Нет, его здесь нет. Черт возьми, такое впервые вообще. А мне показывает, что он типа где-то справа. Но он не может быть справа. Он же... Ладно, хорошо. Хорошо. Стоит ли его обходить? Я думаю, что да, надо делиться. Что он будет в этом помещении. Если я всеми буду здесь, он зайдет, и как раз его с фланга можно будет обойти. Учитывая то, что я был уже здесь... Блин, а вдруг он ходит реально? It's alive. Ладно, ок. Да не проблема, чего, убьем. И так. Просто неожиданно. Вчера у меня в средней тарелке как раз право был. Да. Ну вот он, собственно, во второй... во втором энергоотеке находится. Здесь подходим аккуратно, раз. Подходим аккуратно, два. Здесь не менее аккуратно подходим, три. и четыре. Кому он ближе? Надо поехать. Там вроде еще одна дверь должна быть, я должен до нее добежать. Да, так и есть. Ну, обходим просто. Он может, конечно, на улицу выбежать, там стенка снята. Все-таки эту ножку пять раз стреляли, поэтому... Да, слышу, слышу. Подходим здесь хэвиком. Здесь тоже, наверное, на фул даже подбегу. Да, можно не на фул. Он, сейчас дверь не открылась. Все. Так, килл сдаем безумному дизайнеру. Лейминг и так прокачан, а безумный должен левелапаться. Женя открывает дверь. Смотрим. А вот и он. Таргет аквайр. Оп, и выбегает на наших. Правда, да я понял. Ну, значит, наверное, Женька будет его убивать просто. Хотя, безумный-то добегает. не, он не добегает нормально. Так, Женю оставим вообще напоследок, потому что она может рокетом решить. давайте тогда штурмовичком, ран-н-ган, все дела. Я ракеты просто не хочу, потому что, ну, а зачем портить вот это вот все имущество? Готово. 8 человек, средняя тарелка, много денег, ранение у штурмовика, которого, кстати, зря сейчас в конце. Ну, ладно. Два повышения. Капрал. Может, школу офицеров дадут? Нет. Спринтер, конечно же. И штурмовик, Леминг штурмовик. Нет у меня второго снайпера. Элериум мамного. Плохо, плохо. Школу офицеров надо же делать. Сейчас надо будет электростанцию, мастерскую. Возможно, третью электростанцию. Ты не думал о том, что в первых миссиях забить на снайперов, а докачать их позже, пока их докачиваешь до общего, умерешь несколько раз? В смысле, докачивать до общего как раз проще всего в самом начале. И они нужны как раз к... Чем раньше, тем лучше. Значительно упрощают. Игру. Так, значит, здесь делаем мастерскую. Не можем, потому что инженеров не хватает. Здрасте. Давай лифт запилим. Леммингов, я думаю, надо все равно купить. Ну, потому что снайперов нет. Можно продавать, конечно, поврежденные там всякие компоненты эти, которые в ближайшее время не понадобятся. и деньги, видите, есть. Вторая энергостанция. Да, давай построим, все равно пригодится. По бойцам. Сокол через 8 дней к нам только вернется. Он не шибко точный. Это не самый лучший снайпер. Два тяжа, хорошо. Главное, чтобы Сокол к следующей миссии вернулся. Одно дело тарелка, другое, когда чрезвычайно. Лучевое 15 ученых, 26 дней. Очень хорошо. Идем. Что еще? Медалей нет. Да, тут сейчас миссии, миссии, миссии. Причем надо брать инжей. Лаборатория готова. Было сколько там, 26 дней? 24. Как-то странно. Тем более, день один прошел. Должно было быть на 20% быстрее. Да, зато у Сокола прохладная история, вряд ли сектой до их вытерпит. Но Сокол, несмотря на свою меткость, он очень часто попадал. Понятное дело, что на дистанции это все сгладится, и что когда там 200-300 выстрелов он за свою карьеру, надеюсь, сделает, все придет в более-менее такую норму, да? Но где новобранцы? Давайте новобранцы мне. О, предвестник. это еще одна миссия, которую я скипал с ингменами. А, колонны. Это я на отдался на ней в прошлый раз. Имея снайпера с общим видом, двух хэвиков. Идите к черту. Так, ой, сокол не вернулся. Два инжа, что же вы делаете со мной, а? Два инжа, но в любом случае надо выбирать Францию. Потому что это даст, по крайней мере, возможность с инжей сделать, ой, в смысле, эту мастерскую сделать. Не скипай. Вчера, видимо, тебя не было на этой миссии. Не скипай. Туда полетела команда из двух тяжей с точного снайпера с общим видом. Еще был саппорт, толковый саппорт. А, нет, два саппорта, тяж и снайпер. Все, я на этом траве закончился. Да, те, кто говорят, не скипай, явно играли на изи игру. Или просто не играли. Или забыли. Не знаю уж, как у них так получается легко. Итак, смотрим на новичков. Есть ли толковые? 29.80. Мораль никакая, но сложность миссии, кстати, чрезвычайная. Но учитывая то, что есть два хэвика и есть потребность во втором снайпере, я возьму одного лемминга. Вопрос, только кого из трех следующих офицеров брать? Ну, точно не Найт, либо этот штурмаж, либо этот саппорт. По точности, по морали одинаково. Наверное, саппорта возьму и за медикиты, и за отравления. Так, хорошо. Саппорт, девочка, мальчик, мальчик. Давайте тогда мы его сделаем просто выделяющимся. Берем медикит. Может, даже парочку. А у кого медпакет есть? Кто-то там медпакет зажал. Лемминг, что ли? Хитрючий. Так, давать ли скоуп леммингу? Учитывая точность 80, скоуп, мне кажется, более выгодный, чем гранатка. Потому что он не просто может киллс сделать на короткой дистанции, гарантированный, но и может команде, в принципе, помочь такой точностью неплохой. ракета у меня и так есть. Мне не хватает как раз стреляющих людей. Давайте этой японской даме дадим цель. 80 плюс 10. Вообще, шикарный обрак. Главное, чтобы снайпер был. Сложность миссии чрезвычайна. Это значит, нас ждет 4 пака по 3 человека. скорее всего. Ну, если там этих кальмаров не будет, которые подвое только летают. По бойцам. По способностям только спринт добавился у Фиба. Мораль немножко возросла. А так как осталась одна ракета, неплохая точность, так и есть. Женька без... Странно, что ей повышение не дали. Она 8 человек убила, ни одного поэта самая. Все в рядовых ходит. Окей. Привет, Скотикс. Привет всем, кто в чатике здесь. У нас тяжелые времена, блин, настали. Но они всегда в Экскоме непростые, начиная с первой же миссии, но... Без снайпера очень тяжело. Очень тяжело играть без него. Берем Хошимота и берем Ярона Рабина. Всего две ракеты, ё-моё. Ой, всего две ракеты. Две ракеты, пара гранат, лемминг, скоуп и сап. Так, в средней точности. Будет нарезка гуфов? Да ты что? Кто будет восемь частей пересматривать? Там большая часть из гуфов стоит. Хотя поезд можно было конечно нарезать. Да нет, вряд ли. Надо собраться. Какие акценты по предстоящей миссии? Смотрим на карту, вспоминаем её особенности, прислушиваемся к типу врагов, понимаем приблизительно где и кто находится. Один фраг как минимум даём Хошемота. Ну я думаю что она если выживет в любом случае кого-то да убьёт с меткости 90. С первым приоритетом качаем безумного, потому что нам нужны звания школы офицеров уже начало второго месяца у меня школы офицеров нет. Поехали. Уже есть нарезка цена ошибки да да за двумя инженерами летим такое унижение просто чёрт ну и как тут без снайпера с общим видом гуфался на этой миссии это капец Вас понял, рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Не подставляйтесь. Карта идеальная, если у вас есть пара снайперов с общим видом да пара хэвиков. То есть простреливается она от начала и до конца, невзирая практически ни на какие препятствия. Кроме там одного автобуса, который находится где-то посередине карты. Но снайпера нет. Если я подойду сюда, я скорее всего с пулю пак. При этом полных укрытий до этой машины синий нет. Есть дальше там отличное укрытие, но до него еще дольше бежать. Поэтому скорее всего надо подбегать двумя хэвиками, кидать туда нафиг дым. Чтобы не в ханкере у thing-менов. Или подождем, послушаем. Может подождем, послушаем. Полуукрытие, полуукрытие. Тут вряд ли кого-то спулем. О, вот это правильно. А вдруг там не thing-мены, да? Меня просто в прошлый раз thing-мены убили. Я вот и думаю. Послушаем. Давай, overwatch. Сектой. Шикардос. Ой, как хорошо. Так. Сектой, да? Ой, как приятно. Работаем. Ой, не спулили. Хорошо. Ой, хорошо. Господи, как. Второго подводить не буду, потому что пак может сидеть здесь. Шуешь лучше в следующий ход. Так у меня будет у хэвика выстрел ракетой сразу же. А, видите? А я говорил. Кажется, мы здесь не олимпи. Да, оп, выходят. Два, два, три. Нет, пути поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Погревач, погревач. Мишкин. Да. Спасибо за стримы. Хорош попал. Передаю привет из Питера тебе. Женьке отдельное спасибо за ее терпение и понимание. И с прошедшим ее ДР. С прошедшим ее ДР. Давай включай бобра и поменьше гуфов. Забудь про русский авось. Тут на шару не прокатит точка. Давай все четко проходи точка. Возьми себя в руки. Да. Лучше не скажешь. Слушайте, я бы подошел за фулл кавер, но помню, что здесь шумели. Один сектоид ранен. Блин, где укрытие нормально найти? Неужели... Я не хочу форсировать. Я не хочу сюда бежать. Я не побегу туда. Я лучше встану как-нибудь вот так вот и задымлю. Ёпп, РСАТ. Литоны. Как она увидела? Ну это рокет, пацаны. Плебасы рокет. Пробуем закинуть ракетам. Вот это идеально. Безумно. Ему как раз фраги нужны. Давай. Встали просто идеально. Главное попади, друг. Хорош! Так, сейчас дымить. Дымить, дымить и еще раз дым. Или просто уйти вот здесь вот. Нет, тебя на овервотч. Нет, просто уйди. Ты вообще в ханкер можешь сесть, а ты можешь отойти и дым кинуть. Ой, как идеально сейчас будет. Вообще, вы не представляете, как я тут вообще... Просто отлично. Чтобы все прям было прикрыто. Все... Ну ладно, двух, двоих. А хэвиком на ханкер обязательно. Можно было дальше с апом уйти. Так было бы надежнее. Ханкер, ханкер. Вероятность попадения у них 15%. Будут стрелять один, максимум двое. Идут. Подходит тот, кто бафнут. Стреляет. Не попадает. Ну потому что ханкер за полукрытием. Он поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Отлично. Мочи их, Михаил. Да. Желаю снайпера на 80. А лучше двух. Двух точно лучше, спасибо. Во-первых, я могу кинуть гренку, его неплохо прострелить. Во-вторых, я его могу флангануть. Но он-то только один ходил, а их там трое. Стало быть, один бафает, один стоит на овервотче, другой подошел. То есть, близко подходить мне опасно. Наверное, стоит этим хэвиком закинуть гренку и расстрелять теми двумя. Пока дым еще работает. Что-то по вероятности-то у нас. И так хорошо, да. Давай греночку. Сейчас я подведу еще сапом. Или вот этого, может быть, подведу лучше. Потому что он точнее, ему фраг нужен. Но не факт, что он отсюда увидит. Да увидит. Увидел. Ну давай, 90% меткость, давай работаем. Хорош. Один килл с перспективному товарищу дали. Здесь я, пожалуй, потихоньку буду обходить. Овер. Здесь лучше... Особенно с меткостью такой, лучше ханкер. То есть, если стрелять буду, то скорее стрелять будет по леймингу. Сейчас будет снова баф и выходит вот, собственно, третий, который притаился в прошлый раз. Не, не выходит, испугался. Щебечет. Щебечет, щебечет. Тачка горит. Это не важно. Так. Что мы знаем? Мы знаем, что это даже не половина. Мы убили фактически только пак летунов. И одного из пакосиктоидов. Они вроде вот этот, когда говорят... Они отступают. Ну, то есть, перегруппироваются и отступают. Но фиг их знает. Конечно, хочется подойти вот сюда вот. Ну, не нравятся мне вот эти вот полукрытия, понимаете? Не нравится то, что я... Да, давай леймингом лучше сюда. Хэвиком бы тоже по-хорошему туда же. Или вот так вот прикрывает лучше. Да. Так она и ракетой может пострелять. Тут ханкер. Тут тоже ханкер. Подходить или не подходить? Не подходить. Овер. Буду на чеку. Он раненый был. На два хита. Но сейчас у него уже три хита. А уже четыре. Четыре из пяти. Может высунуться уже. Не выходит, гад. Не выходит. Аккуратно. Пробуем подойти. Опасно. Ладно, давай вот так вот отсюда мы добежим. Давай ханкер. Тут овер. Тут ханкер. Не торопимся. Не торопимся. Я даже анимацию не вижу. Они далеко. Чем дальше я иду. Тем выше вероятность спулить новый пак. Хотя бы до этой точки добраться будет ок. Эй, слышите? Какие же они бесячие-то, а? Можно, конечно, так подойти им. Так я могу увидеть его с угла. Второй хэвик, если что, прикроет ракетой. Не видно. Тут я не добегаю. Какая жесть. Так хочется добежать. Вы бы знали, как хочется до фулл кавера добежать. Ладно, надо бежать сюда. Леммингом. Точнее, не сюда, а, наверное, вот так вот лучше. А это вот сюда, да. Понимаю, что может быть фланг. Но, судя по всему, он далеко. И он не фланганет меня. Там что-то есть. Он совсем недалеко, он сразу за машиной. Овервоч сработает, когда я буду бежать. С высокой вероятностью сработает овер. Он... Они вот здесь сидят. Ну, или угол, и вот так вот второй бафает. Там ничего нет, ничего нет. Ну, с богом, пацаны. Поехали! Да. Вижу. Того, кого бафают, это уже хорошо. Второй момент. Я бы хотел этого товарища оставить одного. И... Ну, потому что тут больше нормальных укрытий нет. Оббежать не получится. А я буду полезен у хэвиков на разведке. Чтоб они не тратили ходы. То есть тут мы точно ханкерим. Здесь пока тоже ханкер идет. Вот сейчас он должен действовать. Мы его спалили, он меня спалил. Давай. Нет, стоит на овервочи. Вот подлец, а! Ну, как, как, как с такими вообще можно... Понятно, что у него полуукрытие. Понятно, что у меня положительная вероятность. Бла-бла-бла. Но даже учитывая 35%, по перспективному леммингу снайперу, вы знаете, мне не хочется. Не хочется лишний раз рисковать. Да, я могу... Но самый безопасный... А, я даже не могу подойти. Он меня здесь на овере спалит. Жесть. То есть лучшее, что я могу сделать, это в следующий ход подойти, скажем, сюда, сюда и сюда. И вчетвером по нему пострелять. В надежду на то, что я попаду. Иначе... 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 Это монетка. Да. Так и есть. Поэтому готовимся к перестрелке. Просто убей его леммингом, и это не монетка, а 70%. Нет, нет, нет. Смотри. Ситуация какая. 70% ты его не убьешь с одного выстрела. Он по тебе будет сострелять. Там, 35%. И вообще, про монетку я говорил, когда бежал. Принимал решение бежать. Вот это реально монетка. 55%. Ну, практически, да? То есть ему надо попасть. Достаточно попасть. Один раз. Ну, как правило. То есть оружие позволяет. Мне нужно попасть два раза. Ну... Да, вероятность разная. Но... Короче... Невнимательно слушаем. Надо рисковать. Надо рисковать это... Знаете, когда надо рисковать? Когда ты 80 раз первую миссию не проходил, тебе кажется, что надо рисковать. А если ты начинаешь реально оценивать... Да, он все там же. Я подбегаю с апом в надежде проверить овервотч. Вижу его. Хорошо. Что мы по вероятности у нас... 50%. Подбегаю хэвиком. Не вижу. Это уже не очень. Ну, вот здесь вот можно подбежать. Но это плохая тема. Потому что я могу спалить пак дальше. Это на одну клетку дальше. Ладно, поехали. Раз. Мимо. Здесь нельзя сидеть. Служусь. Потому что сейчас будут по мне стрелять. Я подвожу так... Ну, под следующий ход, короче говоря. Он же сейчас будет поэтому стрелять. И я могу в теории... Ну, в теории уже у него не будет овервотча. Я могу двигаться дальше. Сейчас стрельба. У меня было 70%. Я не попал. У него сейчас 35. Внимательно. Я в порядке. Фух. Пронесло. Теперь у нас с вами есть возможность реально подойти. Но сделать это нужно так элегантно, да? И так изящно, чтобы не спалить еще один пак. Нереально. Это делать без риска. Опять гуфы говорят. Ёпра, сэтэн. Ну, там разбираются. Короче. Я, пожалуй, здесь делаю ханкер. И попробую все-таки его спровоцировать на выход. Поближе. Он не подходит. Он просто стреляет. Так, а рокет вообще я достану до туда? Достану, если что. Ну, окей. Я предлагаю идти. Куда? Куда? Там опасно. Продолжение следует... 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 как это только с моим каналом такая хрень и может возобновить сейчас отправиться может быть поможешь ночью как это только с моим каналом такая до есть возможность с моим да это не массовые проблемы как вчера это просто короче у нас ситуация не изменилась абсолютно ребята посмотрите это тупырь стоит и стреляет по мне поставляет стреляет и стреляет стреляет я наверное даже на него потрачу рокет если сейчас не попаду то есть я подойду так постреляю 49 раз я постреляю так но уже не убьет скорее всего три хита снял постреляют 3 а я вижу флангового чувака 80 процентов да есть же безумный фиба сейчас двоих может убить давай хорош получше получает повышение вот это врыв но если что и ракеты хотел просто дошмальнуть оставшиеся а так и ракету сэкономил и дизайнера прокачал так едем дальше а я услышал сектоида подождите там еще что ли пак сектоида это такой подарок ой витя здесь видите привет тебе пламенный прямо по курсе сектоидом надо слева подвести лемминга до сектоида мне очень повезло на этой миссии что летуны появились ну как бы пачка и сразу под рокет а следующий пак был сектоидов и следующий тоже сектоиды очень похоже на это главное вот до full каверов добежать с богом пацаны это половина карты приблизительно они за этим до слышали слышали как бы это лучше сделать то ненадежно укрытие направо надо вот сюда вот как-то уходить я могу спулить так ну видите добегая до этого видка тоже добегает по желанию следующий ход пойдут а может они не пригодится я наверно леммингом сначала за машину загляну сейчас посмотрим может к ним ближе и мы точнее увидим а 2 еще разок тут же не каждый раз показывает направление через ход давай нет нет нифига так давай просто поближе тогда раз поближе 2 верующим я хочу вот сюда вот хэвиков поставить ну что они тогда точно рокетом накрывать будет плюс а по летуны еще пак есть четвертый пак будет летунов сейчас особенно внимательным так сначала идет фиба с богом фух не спунил отлично тогда 2 подводим может спулить с правой части но маловероятно все хэвики на позиции сейчас мы должны обойти сектоидов отсюда скорее всего опасно она пулем да да пулем куда ж деваться никого твою ж налево вот сектоиды бегут овервочи ребята овервочи кто-нибудь никто никого 3 сектоида 3 сектоида можно словить на овервочах в принципе и наверное это правильно да с богом давайте ребят синхронно и точно синхронно и точно поехали нет фигня ошибка от меня 35 процентов фух повезло или туны так я предлагаю гренку сразу закидывать чтобы это full cover нейтрализовать видит только один сап при этом подбегать а вот тут full cover же есть еще один давай тогда хашимота он точный десятым так себе точность конечно отсюда я не увижу так не торопись не торопись ракету на летунов сто процентов да да может обведем под бафера где он там но обвести это значит вероятность пулит летунов хорошие можно под ханкером постоять наверное это правильно пока что ходить не хочу там овервоч один стрелять маловероятно возможно машинку убьем стреляет гад непонятно где третий или туны там я могу подойти сюда у меня фланганет тогда может флангануть я хочу просто ракеты и гранаты достать по нему они просто машину убить как мне нравится эта перестрелка с вероятностью меньше 50 процентов ракета с той позиции не запустишь считай чат да ну как то запущу конечно позиция не самая лучшая согласен значит так так ханкер 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 ой два пока осталось сектоиды летуны только половина убитым он стоит на овере не с вами делать то снайпера так не хватает вас бы он с общим видом этого просто унизил бы причем с самого начала карт он бы стоял и все это простреливала общины изичах вот отсюда просто стояла стрелял бы так ладно давай еще ханкер хотя бы надо с овервоча его снять и надо еще чтоб слева не обошел блин стреляет или то но услышим посмотрим не обходит ли следующий упырь не обходит но я могу кинуть и поставить на овервоч двоих то есть чтобы он да давай так сделаем там довольно точные товарищи потому что если он будет отстреливаться еще по фулл каверу он он взорвется машина горит здесь стоп он на овервочи же стоит правильным овервочи врач с богом все равно так вероятность равно будет выше чем по фулл кавера стрелять давай беги но если стреляет то не попади просто на 35 процентов ну стреляет капец ух на единичку ну связать взорвется сейчас хорошо женщина получает повышение за эту махинацию у нас остается двое плюс еще пак летунов женщина ранена а нет ни женщина ранена лейминг ранен подводим так чтобы было сейчас сейчас точную новичку встаю на 4 давайте давай час 1 должен подходить тот который на виду стоял 1 вот бафают а второй подходит давай скотина слева что что будешь делать они отступили возможно лейминга завести под эту штуку папа подсвечивать потому что рокет накрывает практически всю сам то есть обойти его не смогут ракетчик спасет но тогда я скорее всего скорее всего я полю летунов этих надо было на ханкере тоже составить на так рисковать но уверю уже вообще не стоит честно овер ставить ранение там еще было в этой как не до тут добежать вот я только не понимаю это же это же тоже риск блин а сейчас overwatch имеет смысл нет не имеет но не тот смысл который мне нужен там что-то есть пишу ай успели я на рывке вероятность 35 ух пробежал пробежал вроде и летунов вроде не использовал ах вы скотина вот отсюда сюда да там карты конец уже не совсем но да так overwatch значит нас overwatch укрытие здесь есть они этот хренов уже укрытием что делать флангануть можно было второго надо было сюда заводить да где его прятать этого второго и ума и уже негде он обойти меня не сможет никак тогда еще один ход летуны могут быть например здесь то есть я не могу так спокойно братья подоходить смотрим на того кто бафает этого фланговать можем кстати слышу летунов и сейчас хашимота будет пытаться он видите что делает это ее звездный шанс и звездный час 75 и давай двоих сразу 75 ну 70 ну 75 ну да вот не может оказывается может так не точно будут стрелять тут овер не срабу не должен сработать может сработает блин лучше перестраховаться михаил давай повер раз они могут сейчас менять диспозицию надо сделать так чтобы но не поменяют скорее всего назад вот сюда вот и будет стрелять да ладно просто стрелять лемминг хашимота с точностью 80 был похоронен ой там второй же overwatch куда я тороплюсь нельзя ой нельзя мишин ой какая грязь ну вот я не попал 75 он попал 35 все и усё и сидя там гады на овере и хрен к ним ты подойдешь ну я не вижу с никаких вариантов кроме как на рывке я понимаю что мой вруч я понимаю что по мне будет стрелять но как бы другого-то выхода нет не тратить же на них рокет снова пытаюсь флангануть ну она ранена была если бы не я не получил ранение было бы не 75 а 90 пошел баф опять его сейчас фланговать могу и и буду а как иначе что ой 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 давайте под ракету давайте достать только достать прошу тебя по боль а ее параса ты но вот это грязь конечно надо сейчас сидеть в ханкере этим скорее всего этим точно в ханкере сидеть что даже если он попадет со своей великолепной точностью 69 процентов по сектой до его летуны уничтожат просто уничтожат надо как-то хэвика подвести по-хитрому но так чтобы его самого не забрали это практически нереально блин только вот с этими местами поменять это не факт что будет но будет лучше будет лучше да можно конечно хэвиками да это чушь что ты лезешь то сейчас главное хэвиков сохраним ханкер ханкер и ханкер стреляют машину первую зажгли а те на overwatch их сидят скоты так что я по ракете по ракете только один одного я цепляю неизвестная за угол ваш канал на сумму 100 рублей я за угол икс чоми саверы то угами соры формы english лить меспиак фром мая арт ханкер я провоцирую подойти на хэвиков поближе то есть я захожу за угол чтобы они подходили ближе или подлетали сверху машина взрывается не своевременно должна была тогда когда они этот подлетает сверху этот вроде тоже должен подходить стреляет ой это как так но я добился бы того чего хотел двоих допустим я заберу скорее всего да заберу машину подожгу оставаться там не смогу чем там два стоят на овере меткость это забей тут я его не убью короче я думаю надо надо кидать рокет на двоих этих и бежать саппортом просто а рокет машину уничтожает значит все просто бежать 2 overwatch причем 35 45 если я кстати краешком пройду вот так вот у меня может кто-то не заметит хотя в любом случае заметят варианты но вариант если 2 летун находится где-то здесь я его накрываю уроки там так что не задеваю кабину ну скажем вот так вот этим стреляю по летуну и помогаю хэвиком точным но для этих манипуляций мне нужно точно знать где находится 2 и надо бежать надо просто бежать с богом вот он ой могу их троих убить не попадает ес беги беги ран форест рад ой робин и сектует не стрелял шикардос запомнил где он стоял я кажется могу сделать так что взорвется и машина соответственно летун тоже которую кабины и вот эти вот двое вот так вот если стрельну вот так вот скорее да максимально далеко ну ладно то ладно а с этим то что делать перестреливаться михаил или подставить сапа вместо нам же фиба нужен нужен фиба но фиба не тот кто бросает пацана 60 процентов 0 крит капец я в любом случае не убью еще не поздно для ханкера 60 процентов твою же дивизию витя стрелять или не стрелять скажи если ты смотришь стрим ситуация какая если ты попадешь то скорее всего он свалит потому что едва его других другу умерли он ранен и он может свалить но если ты не попадешь то смогут 50 процентном случае стрелять по себе они по саппорту то есть я могу сделать ханкер и могу стрелять разрешил перестреливаться с полукрытия стрелял бы с грузовика там есть полукрытия вот-вот-вот а ты миша 20 беги глупец там даже преподавание гуф ну не бежать а ханкерить имеется ввиду ладно ведь решил бежать не нам его судить ну что ж ты подставил саппорта ведь летун не стреляй пожалуйста не стреляй прошу не стреляй не надо стреляет по сапу на один хит и с ой локерок так сектоиды пока там развлекается у нас есть возможность убить этого гада женичка да все стреляют тут нет вариантов стреляем раз были кстати варианты не не было вариантов главное чтоб сектоид меня здесь не заметил 75 давай хорош осталось сапом добиться да с вероятностью 42 мне надо подходить пацаны надо подходить максимальным 58 блин как же я хочу чтоб ты попала я снился на один хит так не расслабляемся два сектоида все еще осталось о господи фух какая грязь просто просто жуткая я спускаюсь перезаряжаюсь там короче здесь назад тоже ханкер релот нам все равно нужно как-то к ним выходить в идеале с фланга скорее всего просто тремя подойду с пулю сапом сейчас мы убедимся что они стоят нормально да они стоят также то есть я вот отсюда вот уже флангую мне по идее нужно флангу им сегодня мы с тобой флангу им нужно максимально увеличить шансы на попадание потому кто а там ей по второму и по одному и по второму короче скорее всего побегу одним срывком чтобы вероятность была 35 да так же короче да дело как в прошлый раз жалко что до 2 не поместится в болин может видите побежать он-то точно попадет и убьет да подлечить не лишним будет самый меткий то меня видим он кстати и самый резвый но мне не хочется видите подставлять то есть я лучше агру сниму одним а постреляю я так а витя вообще добежит витя с высокой долей вероятности добежит просто убить бафером убить бафера вероятно что мне будет плохо 35 процентов что нибудь слышали что побежали поехали погрочь 35 35 35 и промахивается хорошо я даже думаю что не стоит лезть то есть стоит лезть когда уже я не попаду в топ в таком случае стоит лезть а пока лезть на мой взгляд не стоит сейчас из-за угла выглянем посмотрим выстрелим не попадем ход пропустим пробежим давай да видим опять эту картину маслом блин 50 процентов ёшки матрешки ладно стреляй все равно бежать нельзя пока надо дождаться когда этот стрельнет поэтому тридцать пять и после этого бежать флангану и дженька может сволочь блин попал опять а да ладно так все ну теперь блин все вообще вообще все так то уверен может быть все таки ханкер даун все дела как с меткостью 72 я могу подойти могу пострелять но блин а если нет да все получится работаем внимание работает амон о не работает амон я подставил хэвиков только что короче я стреляю яс минус один так один раз по 35 один раз один раз скотина только попробую попасть блин козлина ладно это был сап он был не очень племинга даже больше жалко чем сапом стреляем 75 стреляем 80 слава тебе господин все в порядке два трупа выносите школа офицеров есть ужасных ну хэвики хэвики теперь у нас сканер или конечно сканер конечно сканер берет женечка фибоначо безумный ему дали прозвище бандит и конечно же шедер рокет школа офицеров быстро строим быстро и мастерскую строю откуда деньги михаил трупы сбагриваем 250 на школу офицеров и столько же нужно на этих можно вот так отлично удобно зато два инжа да дело не в инжак дело в возможности построить мастерскую все хватило прибыли новые инженеры должен сказать мы от помощи не откажемся школа офицеров раз блин у меня тут с лифтом проблемы и с местами проблемы ладно успеваю все равно сокол сейчас вернется будет у нас два клевых тяжи и не очень точный снайпер мне нужен лейминг я только что похоронил лейминга на на 80 можно взять конечно вот эту вот семидесятку но это не топич я кстати взял мгновенные допросы в самом начале но играю через ту же самую школу офицеров лучевое оружие короче не то вообще сделал зря послушал надо было играть как играл как привык электростанция готова сокол возвращается в строй копаем еще энергостанция ой лучевое оружие уже скоро через 12 дней ничего себе 12 дней лучевое оружие так давайте еще четыре лейминга пожалуйста какие четыре лейминга тебе нужно сейчас мастерскую пилить тебя бабла нет сейчас миссия на глобусе отмечены места где сейчас пытаются похитить четыре инжа конечно хочется германия юар сша смотрим по ситуации как у нас германия юар сша сша и так канада выходит юар и так нигерия выходит германия отлично франция ну хотя там у россии короче одинаково наберем инжа естественно чрезвычайно так соколик в розовом даем ему скауп который был у лейминга который сдох возможно еще медкомплект нужно будет взять высокого точность ну 87 главное что есть общий вид и давайте попробуем понять кого же нам дальше брать либо мы берем типа лейминга но у нас а у нас новый этап новобранцы пришли не пришли пришли да посмотрим давайте восьмидесятку это старые я же заказал вас что я не понял фибоначчи поддержал ваш канал на сумму 100 рублей важная инфа так сейчас в чате будет тестироваться приложение под айфон это как не бунте пожалуйста нашего прыгера за спам второе миша не ставь снайпера во вверх на пистолете даже если он попадет снятый один хит не решил проблему а мертвый снайпер может проиграть игру ханкер вырезана цензурой ханкер даун да я понял совет прикольно но приложение для айфона но у нас правда не так много пользователей айфона да немного смотрите пацаны вопрос либо мы берем штурмовика либо берем лемминга берем лемминга пацаны я решил берем льюиса томасом не берем штурмовика к черту всем кого из двух у этого больше очков здоровья это вот подругу берем с дробашом окей можно аптечку дать кстати и потому что смены могут быть будет тяжело ребят не забываем что появился сканер не забываем что появилась вторая рокета шедер рокет до безумного надо качать то есть сокол безумный на страховке женечка а потом уже какой-то невнятный штурмовик не забываем что появились летунные фингманы тогда это чрезвычайно это миссия по количеству такая же до 12 человек но хорошо хоть соколик вернулся соколом ритм игры будет совсем ну то есть будет просто каждый ход дополнительно еще дополнительный выстрел поэтому будем аккуратны штурмовик идет на разведку хэвики прикрывают ракетами безумный в первую очередь качается на сокола нет сокол в первую очередь касая качается безумный под подстраховывает женщина подстраховывать следующий поехали садимся теперь у нас по списку германия как я не люблю это вот с той самой крышей ну теоретически до сокола конечно можно поставить и он половину улицы будет простреливать но они другая миссия о слушать во первых учитывая общий вид и сокола я наверно начну вот с левой части знаю что часть врагов значительно как правило находится внутри здания но тут как бы все отлично простреливается то есть ставим снайпера сюда кидаем сканчик и начинается заварушка full cover full cover full cover возможно штурмовиком ой летун и или нет не это финн и финн и ссори так у кого скан у тебя же скан женщин не хочу просто пулить раньше времени здесь хорошо еще рокет за залетает фигмены фигмены то и сектоидов слышал пока ладно давай ты сюда никого второго хэвика назад я не хочу давайте штурмовиком просто буду отбегать вот сюда вот ну вот вот в эту сторону они все равно очень часто вы выходят на куда-то нужно хэвик одеть летун и справа кажется мы здесь не одни хочу кидаем скан это практически ну не до конца конечно но достаточно далеко работаем смотрим есть сикеры это хорошо тем более заранее замеченный пак не так далеко не такой опасный 67 правда меткость у соколика но зато первым стреляем попадает красавчик уже минус один так надо делать запись этот скрывается помним про то что у нас дробаш а у нас же скан работает хренас 2 он скроется что будем делать но ранган я не хочу если честно блин может overwatch поставить просто сразу я не хочу сюда под ранганом с этим с дробашом лучше вот сюда вот и overwatch только надо переключиться на дробаш то есть если он и будет что-то делать он скорее будет сжать хэвика а тут два overwatchа но я надеюсь что он стрелять не будет гад overwatch окей ладно это попроще во первых снайпер стреляет 47 видимо из разницы уровней но все равно попадает сокол повышение получает он вот я уже говорил сегодня разок что несмотря на вероятность вот у тэй была точность там запредельная под соточку она мазала будь здоров соколик попадает когда надо 100 процентов инфа крутой очень крутой слева секторами фильм мэн или туны и пак секторами как то так давайте штурмовиком подойдем дальше здесь хорошо стоит давай вот так вот по крайней мере будем шальные выходы контролировать перезавидись лучше мэн или туны и пак секторами я не тороплюсь перезарядили соберу очень секторами блин уроки то есть в общем то я иду сюда на самом деле непонятно зачем нет почему я знаю зачем я иду я хочу спулить пак секторами и вывести их на на вот эту вот тему длинную для общего вида просто если я пойду внутрь у меня снайпер начинает работать значительно хуже хотя он будет частично простреливать но хочу просто убедиться в том что здесь реально никого нет что маловероятно кстати а потом будем заходить хэвик хэвик открываем дверь ракета ракета снайпер там стреляет это уже можно будет по грамотному сделать но я пытаюсь найти пак а пока ты нет нет пока я выйду с этой стороны чтобы площадь посмотри кто и ты слева же я слышу да вот этого я и хотел это я хотел увидеть а йо-моё чё с пистолетами на overwatch ну потому что думал что дистанция будет другая ой твои же дивизия ну снайпер тут пасует я думаю снайпер надо наоборот выводить сейчас куда-нибудь вот сюда вот хэвиков подводить сюда помогать а тебе бежать ой бежать ну либо сюда и в ханкер скорее всего это более правильный способ они все равно тебя не байдут с богом тут нормальных укрытий дальше нет в чем проблема ну ага баф отсюда пошел ребят во первых я их не вижу один стоит здесь еще мне кажется над дёру давать просто на дёру я не могу дать только на фу я могу флангануть и вполне возможно даже снайпер увидит но я скорее всего вижу двоих хэвики мне не помогут надо по этой стороне бежать вот сюда сюда скажем надеется что да отлично надеется что сейчас болин этот хэвик вообще не о чем он давай вот так вот поставим хоть гипотетически оверу очень может быть сокол главная надежда тебя вот вывели специально вот под себя этот пак из полу укрытия понимаю ой тасс мэда по центру или третий сектоид меня обходит не не может быть так не может быть все кто и подходит вижу фулл кавер и не стреляет сокол сокол не видит его пресса т а ну да там фулл кавер что делать он может стоять на овервочем он и стоит скорее всего на овервочем а где второй второй рядышком рокет может запулять а давай рокет сделаем идея это была хорошая только ренджа не хватит еще фигмены могут быть я здесь фигмены получается по звуку слушать если я снайпер оставил там где ну или перевел бы чуть правее я мог бы бафера отстрелить ну что пора снайпера переводить этому пора пора выводить его на эту линию это еще один потраченный ход как быть вот так вот у меня может не заметить заметят может срывком туда сразу 35 процентов михаил 35 процентов но все равно надо на хэвиков его воде их выводить правильно под рокет надо снайпер же не увидит вообще никак то есть штурм у нас бежит блин бежит он тогда под два овера подставится если ты бежишь куда-нибудь вообще вниз ну или сюда под ханкер след будет только один с вероятностью выше ой как тяжело можно вообще сделал трансган и убить его с фланга но тогда я гуфуюсь от следующего не надо переживать ход то есть надо бежать сюда ханкер ловить один овервотч нет даже не увидел отлично тогда я даже сделаю вот так женечка отступает так так full cover over а тут лучше ханкер потому что угол очень острый позиция плохая до хэвиков ой господи а обычные сектоиды я так мучаюсь с ними подходит этот гад тут полу укрытие уже хорошо там тоже полу укрытие этом фуловое слышали тунов снайпер видит обоих вот это шикарно 67 47 но я думаю о ракете потому что здесь укрытие и хочется чтобы снайпер если попал бы убил поэтому я запускаю эконом вариант ракеты шедер рокет может гренку тогда гренка не достанет ракета это наше все раз они не флангуют хэвика никак тут вот забор идет по ой сразу минус минус один у этого укрытия нет но это подарок судьбы я считаю 87 соколик давай 2 хорош остается один сектоид но участка викда немножко подставлен так чутка нифига не подставлен там этот бафер сидит черт знает где он никаким макар вообще не успевая дойти забей жди сейчас надо снайпера вернуть вот под хэвика верхнего права потому что то скотина сидит боится где-то вот здесь вот с ну так они обычно делают ты стрелял когда обзор него круто наверное что я возвращаю снайпа то может в принципе пробежать сюда и хотелось бы сначала убедиться в том что он сидит именно там с контракте пока не хочется сейчас подождем бывает что и выходит после таких тем мэри гуляет по площади и не забываем про поклитонов подходить сюда к нему так не хочется вы бы знали что полуукрытие можно попытаться фингменов пока не на да давайте фингменов попробуем взять вот они три человека стиляги разбегаются рокет достанет но не достанет на самом деле он из-за угла второго это конечно же ошибка снайпер никого не видит достаю а гренкой но так давай может две гренки реально их уложим две гренки есть троих закроешь двоих макс двоих тоже неплохо а у этого стеночку снимем поехали раз не выбора нет особо то есть оставлять таких точных пацанов живых на следующий ход это так у этого стенку сняли хорошо дальше второй хэвик прям отсюда может в общем-то гренку закинуть не не достает он может в теории он может по аркадничать пробежать туда чуть дальше и вы понимаете можно с раннган побежать но это очень рискованно тем более с дробаша я не попаду хочется все-таки убить троих сразу же отсюда может достанешь тебя флангануть могут дальние тебя у них сколько ходов все 14 до 1 2 3 4 5 6 7 не не флангует но угол будет очень острый кидая 2 гранаты по трем дробашом но ты ты же не знаешь где лет он и еще находится сейчас ты подойдешь что-то окна стекла понимаешь мы знаем что литоны где-то здесь по звукам и ты бежишь вперед ладно мы забиваем на сектоиды который стоит на овервотч или там что-то там делать ладно бог с ним но как можно игнорировать новый пак я не знаю то есть ты попробуй самого так как по забегать без сейвов а потом расскажешь как как тебе получилось так что скорее всего надо подходить вот так вот кидать гренку хреново подошел хреново кину ошибка вот теперь печально уже все черт блин что же я сделал сушек по клеткам ты не посчитал штурмовик должна спасать а теперь уже должен подбегать сюда с ранан ган стрелять по крайней мере поэтому подставляется против следующего только не с пистолетом главное чтоб я летунов низки не спунил болен костель ты понимаешь на о чем я говорю вот сейчас даже на примере я тебе показываю что ты был неправ со своим ранан ганом сраным извините пожалуйста подбегаю туда такие эксперт вообще не играет нихрена не знает нифига я рискую я терплю они там советуют как я вас ненавижу есть один под общий вид летун я щас будет массовые смерти надо подставлять штурмашам сокол попадает красавчик почти убил летуна так ну что мы делаем то какая у нас тут вероятность этого гуфа им это тоже с критом слушайте все не так плохо вот вопрос по хэйвику его просто этот флангует а может спасти хэйвика этот левый не может грязь какая грязь но после фолма я должен хэйвика уводить за угол штурм у меня отдается ахэйвика надо спасать потому что у нее ракета у нее граната и она еще с этим воспользоваться не может я ее ставлю вот сюда потому что ракету надо будет пустить следующий раз но здесь трындец скорее всего поэтому 88 до и все-таки по летуну точности неплохая с критом я летуна почти убью а могу даже убить кто опаснее они одинаковые по точности разные только по способностям что лучше 88 или 100 или 72 100 этого вьем практически гарантированно даже если на русскую рулетку это по дэмэджем конечно же лету надо добивать с богом ханкер нельзя после раны гана что вы советуете опять блин так этот убегает машина не взорвется очень острый угол штурм уже обречен очень повезло не попал он держись держись только не по хэйвику держись не продержался сейчас три летуна еще будет стрелять если кто это еще выходит вот тебя не хватало капец летун у один отступил видит хэйвика не видит видит не попади 35 ой держитесь пацаны после два еще ой твою ж налево есть овервотч давайте тихо ты вообще улетай 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 коллега он телепортируется к снайперу ну конечно саппорт не живет но по крайней мере у меня сейчас будет ракеты взрывы блин главное вспомнить все значит здесь двое скорее всего под одну ракету здесь вот там их трое но четверо на самом деле да всем еще не так хорошо но понятное дело что мы сначала должны снайпом убивать вот этого упыря чем по нему 70 лучше вообще подойти вот так вот и и его добить гарантированно потому что ну как бы по-другому то как это один а не там больше нету это же стелепортировался то есть нас остается после этого один да один остается один а можем все-таки троих накрыть да куда там обзор закрыт но это точно надо сносить это раз у женщин стреляет молодец хэви китащи да с главное что 2 попал сделал минус 2 не лучше наверное лету на верхнего этого стильмена потому что этот очень с хорошей вероятностью флангует тот вообще может отступить опять же по что последним остается так главное попади попади так чтобы ты же задеваешь что вода задеваешь я вижу работаем давай безумен красавчик повышение главное не попади вот та сволочь которая сидит последняя главное чтоб она сейчас не попала летит будет атаковать держитесь пацаны держитесь попал на 2 хита хорошо так снайпер видит снайпер не видит у нас есть гренки можем закидать снайпера увожу это точно последний гад здесь есть гренка здесь гренки нет что делать тем не я бы это вас увел бы вообще потому что он не попадет уже никак или в ханкер был лучше сел да в ханкер тут навесиком гранатку бы кинул ну просто чтобы он не расслаблялся женечка его не видит он ее не видит но можно было кстати женечку сюда отступить надо было надо было отступить я сглупил это была ошибка здесь ханкер здесь перезарядка но я надеюсь что он но у него не должно хватить ходов на облет он скорее на overwatch встанет да он так и сделал но теперь снайпер 47 пробует 50 на 50 сокол ну блин мигустом видит ну тут ханкерим продолжаем тут я думаю надо тоже ханкерить хотя тут угол такой трындец может отойти и скан кинуть так чтобы не надо было даже выходить и мы узнали где он куда он точно ходит там фулкавер очень проблема ну вырубочная понял я в прошлый раз догадался что ты такой хитрый ну соколик снова 47 не забываю про сектоид 1 а это чей труп вот это вот лужица какой сектоид 1 1 о чем речь в общем меня создается иногда впечатление что вы невнимательно смотрите трансляции опять его ручь сокол ну ты должен третья попытка 47 процентов хорош яс 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 отдали конечно лиминга отдали ой какого лимга отдали саппорта получили ранение хэвиком но нет серьезная то есть он отдохнет 10 дней я думаю 8 дней а и все повышения грохот женички дали чили на дом это прозвище сокола точность 84 уже хорошо магниносный рефлекс или реаниматор скорее реаниматор хотя молниеносные для крыши вообще отлично заходить будут а скоп он менять не собирается вообще снайпер с общим видом находится далеко от противников и молниеносные рефлексы могут пригодиться только тогда когда снайпер занимает крышу находится над противниками и там чтобы не поймал он шального выстрела ли чтобы самому снимать но уже 84 меткость это мало это мало мне кажется рефлекс полезней от всяких мелочей застрахованным буду так женечка сержант тут низкий силуэт или осколочные но мне больше конечно осколочные нравится ракеты они надежнее тем более я не прячусь принципиально за полу укрытия пусть они идут лесом и безумный лейтенант и получил тут либо две гренки либо при стрельбе по целям учитывая его меткость 82 и гипотетически что мы там хэви да не гренки чего-то две гренки плюс уже делали выбор мы в этом месте награды трупы фрагменты инжим до связи командир школа офицеров скоро там все дорого будет об ой как это так получилось не сейчас если миссия совета в этом как раз миссия совета то может мы и не гуф ну что-то много стран по выходила как так как так то вообще обычно выходит по дефолту три во второй месяц я нигде миссии не фейлил вас понял мы посмотрим что это за контакт только я сомневаюсь что он имеет хоть какое-то отношение к нло ну как бы тут четыре страны они выходят а вот это 4 допустимые страны для выхода для гуфа но мы скоро узнаем в этом месяце если да раздам хотя бы медали что там никогда не паникует если убьют почему южная америка потому что повелся на совет из чатика а потом начал играть по другому плану ой господи ты боже мой значит 44 пытаемся мастерскую забабахать где-то нужно 100 баксов найти сейчас миссия с одним хэвиком но скорее всего дай бог штурмаж вернется за четыре дня да да паника паника о малый скот и и на земле блин может и не зря может получится малый скаут чё там по лиммингом то вообще вообще никак там даже семидесятников кажется нет там все такие дно просто они есть льюис томаса берем льюис томаса 70 может что получится паникер конечно но это маленький скаут соответственно два пока но продвинутых поможет и три кстати не говорят что 2 вроде так берем томасом из офицеров у нас только штурмовик ну в принципе он поможет как раз дробашом келс и соколу один келс этому все остальное соколом он должен настреливать дай боже уже пять операций 17 килл софт каждой миссии настрелял в среднем больше чем ну там три с половиной до или сколько-то ну чуть меньше трех с половиной поехали что мадин готовимся к высадке бразильские власти денег дадут много сразу после этого хватит и на мастерскую и на первое усовершенствование в школе офицеров но все это может быть зря хорошее место для начала в том плане что я с угла и снайпер открывается очень хороший вид поэтому скорее всего я пойду лиммингом сюда а не будем торопиться сканы еще есть не забываем литун им фильмы и два пока соответственно ну хорошо чем у женьку даже сюда поставить вижен будет вообще сумасшедший но все разнесет так ой в смысле же не поставить сокола конечно же какую женю главное что на четырех новичков и новую первую миссию денег хватит да так литун и справа да определенно есть определенный минус в том что я вот тут как бы короче я посылаю штурмаша направо этого пока сюда хэвика сюда надо как-то речку эту форсировать остальными потому что здесь только полу укрытием можно общем-то скан кинуть наверх туда главное чтобы он не упал внутрь ну хотя бы вот так вот да и я вижу уже и на ложечку прямо по курсу ну понятно ну понятно что мы можем более менее спокойно бежать вперед и в тарелке шум не нравится мне это все не нравится то что с разных сторон движуха намечается это всегда и шанс оба пока спулить ну или что второй подойдет пока ты с первым разбираешься ну это главная причина исследуем а сокол пока сидит отлично ему для общего вида он и тарелку простреливает до слева летуны я слышу все понятно они в тарелке давайте с них начнем вот а вот они они сами начали три летуна томас на овервотч пытается пострелять хрена с два я понял не разлетаемся пацаны не разлетаемся овервотч еще пара овервотчей женечка и сокол ой хэвик убил женя попала и убила ничего себе так ладно рокет накрывает только одного у снайпера общий вид по обоим тот фулл кавери стреляю по левому скритом поехали раз хорош снайпер отрабатывая как надо могу полететь с ранган но напоминаю что есть второй пак а учитывая то что у меня ракеты есть послушаем две гранаты может закинем а реально тут лемминг прокачается как раз ай доброе дело сделаем нет это не то дело вот так вот просто подойдите чуть-чуть поближе это раз элементом 2 нишкилс нужен а гранат уже особо не жалко так как ракеты по крайней мере хорошо на спулили первый пак и на овервотча 1 и сокол не не промазал и лемминг добил третьего добром второй пак thing мэда не забываем но непонятно где предвидимся лучше может быть я не оси киры а мне ежесная с этот скан есть что я не хочу сконтратить опа и пак фигменов один только на овервотче капец вот я попал я не услышал сикеров и надо запомнить что не взбитым маленьком нло так 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 капец я попал весь рокет никак рокет надо сюда кидать на 1 а он принципе рокет не кинет и ну как в принципе не кинет вот так вот закинет если сикеры рядышком они на втором ярусе штурмовику надо рашить раши делать ранан ган снайпер что видит все стало резко хреново как вы понимаете первых два два сикеры и 3 фигмена хэвик при этом ваш хотел так вот может снять а может этого сзади он двоих вот так вот задевает наверно это идеальный вариант ну что того я с ранган уничтожаю правда меня жрать будут вот один овервотча снайпа не факт что кстати жрать на этот ход будет да точно так надо делать поехали аккуратненько не промахнись а и убил сикера одного умница женечка надо будет ее сегодня похвалить так помню что три пака ранган пошел шевелей шевели копытами да проходим к нему наверное вот так вот пистолет надо будет переключиться обязательно и пытаемся убить вот таких ситуациях до решает тут два овервотча снайпер и сапна скорее всего будет жрать хэвика но это неизбежно практически если не будут жрать то с кончик кинем сейчас он может сейчас подойти просто вплотную я не вижу может он к снайперу бежал это возможно не вижу тоже так есть тоже нет таскан ты понятный попробуй без кана сначала но похоже не получится скан делаю на да второй сканды ну сюда где он может быть в опасном месте рядом а вот он где естественно пытаемся отстрелить его снайпом 74 скритом хорош повышение сокла такая тима так не хочется ее хранить так остался один внутри и у нас есть рокет у нас есть штурмовик гранатки в общем все у нас есть блин реально так обидно уже сейчас хэвик лавала в сокол лавала такая команда сколачивается по не потихонечку конечно же но были люди лучше конечно эти весьма 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 хороши подходим к тарелке штурмовика скорее всего сзади буду обводить чтобы он с тыла мог отбежать и минус 4 страны до такая вот жизнь это формате так имеет ли смысл снайпер подводить да я не имеет если он выйдет сюда его и так увижу пулить я буду леммингом томасом скорее всего снизу могу сейчас даже спалить его случайно но не спалил пожалуй хватит сокол красавчик да снайпер общий вид прям поэтому я так ратую когда новый трай начинается за то чтобы за то чтобы человек с меткостью 70 плюс а вот и он стал снайпером не очень хорошая ситуация я буду стенку стрелять закрыт блин неужели вот так куда хочу снайпером добить и не хочу рисковать в общем хорош там все равно повышение но xp идет же сверху отличная работа возвращаемся домой паника конечно нет никак не влияет 3 лава лапа у сокола было 84 93 не 87 было у нему дает смотрите реаниматор и спасатель медпакет восстанавливает парализатор берем конечно же точность уже 103 со снайперским женщина берет сапресс томас саппорт не дают ни второго снайпера завете бесполезно я уже но сколько бабла дали сколько дали бабла 84 было говорят столько не прибавляет видимо он не обновилась после прошлого лава лапа максимум что добавляют вроде это 7 или 8 300 300 голды 400 уже на руках все хорошо только это проигрыш ваш школу офицеров запилить что модуль спутниковый да все равно здесь а школу офицеров и так делается ну я имею ввиду мастерскую запилить а зачем если 11 инжей так хватает купи леммингов купи тебе повезет максимум 10 говорят нифига себе вот это повезло свезло так связала если еще безумный вернется в ряды ладно новобранцы три дня 5 инжей за две цели нифига себе такие заказы как же жалко этот рай гуфать как его жалко гуфать 2 2 скоб на 5 инжей и мастерская не нужна за 250 везет тебе да я так не считаю смотрим на леммингов 60 60 55 55 65 6 кто откуда их берут реально никого даже близко к среднему значению нет ну то есть 65 самая топича это забей короче то хотя я сейчас давай еще рекрутов может по одному заказывать ооо проща что ли да проща пацаны может паника снизится я не знаю в каком регионе она же не не снижается паника не снижается было бы в наградах это забей это гг может сразу я тогда до конец месяца я в любом случае зачем мне терять сейчас время на этой хорошей трой давай дальше террор может затащить террора во втором месяце не бывает кажется террор кажется в третьем месяце только еще будет горит террор там же следующая миссия дредноут не не сразу а террор 99 во втором тогда полетели ребят не будем сдаваться тем более миссии хорошие цены у нас хорошие правда тяж не вернулся но вернулся штурмовик гораздо более ой нет он не сильно точнее вообще томаса надо наверно саппорта качать он точный у него хп нормально и саппорта мне нет так что сейв сделай проверь чтобы не терять время так нет нельзя так делать саппорт у нас будет розовенький нежно розовенький цвета лосося офицерка шесть дней до террор выпадает на отчетный месяц пока базу не возьмешь тогда будет каждый ну есть тогда вероятно что если мы пойдем на террор ой там надо же еще вспомнить специфику чтобы мы там поспасали как можно больше народу там 17 или всех типа одного это минимум чтобы паника снизилась или не снизилась на единичку если там 7 то в регионе кажется снижается вот эту информацию надо поискать кто кто знает или кто может найти как снижается паника после террора в зависимости от людей за сейвленных так что мне здесь нужно здесь мутанты мэн и все по скрипту 75 процентов северен с файв паник редакшин и концы нифига себе 2 в континенте если больше половины то три в кантри один на континенте не понял если больше пятидесяти три паник в стране один на континенте короче нужно больше половин спасать для того чтобы сейф был хороший а если а если мы хоть кого-то спасаем то два паники две паники в стране но в континенте ноль короче нужно спасать больше полови больше половины надо спасать больше половины надо спасать так лучевое оружие еще доделывается блин какой-то смотрите если просто будет террор а он скорее всего будет в одном из проблемных реги не факт короче надо чтобы террор был либо в северной америки либо в африке не такая же высокая вероятность ё-моё ну хотя если взять за утверждение что террор как правило в странах с наивысшим уровнем паники ну так по логике я не уверен что это так то террор должен быть в стране которая сейчас попе посмотрим когда я спас 14 из 18 была от ли оценка отлично потом хорошо но там может быть разные градации так кого мы берем с собой сокол женечка саппорт томас и штурмаж штурмаж по точнее вот это вот тем более она не паникует никаких дробовиков скупы аккуратное продвижение цель наверное надо взять то цели важнее чем гренки и не всегда тут есть будет в самом начале особенно момент когда гренка 1 понадобится может одной ракетой сыт не будешь надо укрыть это снимать периодически хорошо значит сап у нас соответственно с медики там которого нет а почему потому что не помню почему я то ли то ли я потерял до сериал покупаем медикид как минимум сейчас надо основательно подготовиться ребят 15-16 жею же с ума сойти а это еще двух добавит после этого может 2 штурма спасать проще кого спасать там такие расстояния что тебе нельзя бежать дальше ты пробежишь дальше на рангане и спулишь еще там надо просто точно стрелять по скриптовым падающим сверху тебе на голову людям не более того штурмовику оставлю гренку вообще сокол топовые он будет половину фрагов делать и женька на подстраховку есть жалко второго хэвика нет но мне еще одного хэви когда-то после этой миссии если пройду точнее когда пройду когда пройду ну вроде все а женщина у нас способностям же а сапресс появился сапресс и скану сканта пофиг скан здесь не нужен вообще друзья внизу это проща это поезд это дредноут это она два ученых 2 инжа 200 баксов какой демонополус что вы несете томас и вандерберг что с много пацанов розовым как-то несерьезным да пофиг главное что сокол будет соку вообще белым должен быть это же снайпер почему я изменил себе красавчик это не белый серый ноутбокс на готова работаем меткость реально хорошо добавили девяточку это прям мух особенно когда вот идет на грани когда вот к соточке ты подходишь по меткости каждый такой вот boost он очень важно потому что 20 единиц это полное укрытие 40 единиц это полное укрытие если ты наберешь меткость не дай бог 140 то твой снайпер не будет промазывать промахиваться практически никогда ну что синематик ё-моё ладно движки игры это вас за мной прислали я смотрю вы дерзкие ничего не боитесь вот чё он сразу пятым с нами не пошел зачем пистолет кидать не сложнее чем людей мозгов 0 они скоро поймут что я сбежал к тому же я прихватил с собой эту штуку для китайца он хорошо говорит по-русски заберете меня с собой ой как в первый раз сейчас будет проща патронов нету я бы ему дал пистолет вообще пусть хоть что-то ставит пасектоидом так ну мы помним где кто мы проводим тут сразу овер тут так вот так так да прошлый раз у меня тут было не шесть опять человек этой миссии насколько я помню да был падают штурм один падают 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 номер один овервотч пошли четыре штуки по правому молодцы 5 хитов снайпер сокол болин чёрт побери ладно хоть пробили и то ладно гренкой можно добить начинаем хэриком потому что он стоит отлично это раз сокол пытается прострелить ну 80 давай даже даже из пистоля пил 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 готов изи эксп я сверх что задание было проще некуда доставить оборудование куда сказали так смотрите здесь есть одна особенность следующий барсук появляется один появляется если ты вот сюда вот зайдешь или вот как то так а второй если ты вот ну вот как то так пересечешь можно в теории не агрись двоих одновременно сейчас дыму уйдет не хочу отравиться на каком-то рандоме смутона будет интересно ух так я подхожу вот так вот здесь раз пока 2 снайпер пожалуй сразу сюда 3 классно кстати хэрик получится сразу и звание 75 точностей мораль хорошая так а этот то падает у нас дай бог памяти там сюда он падает давай вот так вот захватит раз сюда можно подвести 234 я оборвал немало жизни но сейчас у нас общий враг штурм один к вам движется противник готовьтесь скрипты скрипты ё-моё а чё стрелять будем женщка сокол ванберт томас о снайпер снайпер сейчас будет блин соколик ну и 2 при этом не упал видите это очень хорошо соколик ну ты же второй раз косячишь но нельзя так сто процентов меткой стопроцентный крит инфа сто процентов давай потому овервотч понятно что было не 100 а там сколько больше 80 но внимание штурма а вот и 2 час на вас выйдет подразделение чужих а как так получилось не понял я же не двигался вперед вообще вот это поворот овервотчем пацаны нет женечка только два хита снимает ну снайпер убьет просто снайпер не мажет если не на овервотче и поднюю не в укрытие человек у соколика сейчас уже точно 103 103 вуаля я все равно этот рай запорол скорее всего если конечно не будет если будет террор если я его пройду очень хорошо может быть как-нибудь не будем забегать вперед пока отрабатываем прощу экспо деньги инжи ученые так пулем следующего ориентировочно здесь харика надо вниз будет спускать пожалуй не сейчас ладно последний надо перезарядиться снайпером будет спутник не вариант а да нет конечно во первых мы не успеваем его хотя нет успеваем его построить но там инфляции я тогда умру в следующем месяце а их двоем так этого двоечка мимо мимо сокол попал хорошо но не убил ладно того мы флангуем перезарядка блин все не так просто зря пошел не перезарядившись я могу этого добить двигаться нельзя уже не так хорошо всем так сюда нужно гренка чтобы убирать сто процентов инфа или хэвика оставить на чё без патронов ну в принципе я могу этим убить соколиком правого до бескрита ты единичку отнимешь у него не больше я лучше соколиком тогда просто пострелять по нижнему если там русская рулетка сработает итак фигня рановато будет подожди подожди можем ли мы выстроить последовательность на основе ракеты хэвика в своем конце не можем потому что граната не можем вот гренка есть значит и кидаешь гренку у этого пытаешься прострелить раз кем кого нет до этого этого увы так снайпер без патронов да ладно наверное именно поэтому я на пистолет переключился и начал оценивать сколько он урона нанесет по человеку с укрытием и без ой господи ну тут два он снимет а не три это чем дело то есть я должен стрелять сапом но это все печально и но они вне рокет потрачу просто гренку потрачу хэвиком давай тогда ты стреляй по правому да добей вопрос просто добей хорош снайпер может пострелять по левому но там будет единичка урона поэтому толку от этого практически нет хотя может быть и два не знаю это один урону ну у нас остается хэвик который гарантированно убивает его гренкой только так получается рокет таким образом засейвили гренки потратили ну стрелять дженчика я не хочу 76 как бы это извините даже и и рокет хуже был бы чем гренка убиваем так так ход на перезарядку мог бы снять рефлексы снайпером да ну как бы а смысл хэвиком чуть поближе чтобы было не 76 а там 85 все равно я не стал рисковать тем более там два рефлекса я побегу и сразу получу два выстрела рефлексы сниму только первые а второй уже будет с хорошей вероятностью это же сингманы понимаете у них легкий плазмер они точнее на десяточку чем сиктоиды это уже сорок пять процентов поэтому глупость это зря ты так сделал бы срок гранаты надо было добивать короче следующий стоп а там же пак у нас там же нас пак из двух темменов которые не поскриптован сразу разбегается скальчик может тогда закинем до скальчик хорошая тема только надо поближе подойти ты же до сюда отсюда не докинешь скан туда на грани они не должны спулиться если вот сюда подойдем так и есть ой не хочу сейчас кинем скан увидим сингменов попробуем снайпером выцелить убить сразу одного потому что там нет у них укрытия да и в принципе скан на этой миссии больше не незачем ну не нужен то есть тут только один пак который типа стоит насколько я помню остальные все скриптовые падают да вон одного правда но я вижу двоих но как бы может даже стоит хэвиком отступить а нет вижу но снайпа тогда да теперь есть блин хреново надо было его не надо было его туда уводить так но пока работает вижу 1 сразу стопроцентный крит стопроцентная метка с минусуем 1 с очень высокой вероятностью кажется даже даун минус 1 остается 2 шипит причем он-то меня не видит и чисто в теории я могу отступить хэвиком скажем вот сюда например да я могу хэвиком в ханкер сесть это вообще классно этим сюда два овервочи то есть он может даже не увидит он не успеет подойти но правда сейчас скан закончится насколько я понимаю он на урочи должен сидеть не бежит скотина да ладно ты не увидишь никого кого видишь а хэвика отравит это плохо да и сканы нет капец так общий вид снайпер есть 82 без крита может его обезоружить лучшим хэвика надо лечить уже тут можно флангануть с одной стороны и не фланганешь ты его никак и и ранджа даже может не хватить и можно просто кинуть туда шедер рокет но я не хочу сидеть в ядем хотя и так отравлен какая разница надо делать короче шредер не париться добивать снайпом одна ракета у нас и так под мутона есть пофиг давай не будем выпендриваться давай шедер рокет поехал сак он без жри сейчас добиваем снайпером сокол конечно миллион xxp получает готово я могу уже сейчас учитывая неуязвимость слушайте вот мне так и не ответили на вопрос наличие аптечки делать неуязвимым к этому к яду или нужно чтобы там она была активна то есть чтоб там заряд еще был один или просто наличие аптечки делать неуязвимым то есть могу ли я подойти подлечить его в яде нет говорят да говорят нет понятно спасибо за ценные советы я теперь все понял да нет вот вы ну баса сейчас второй хит уже кашляю главное не паникой лечим мы помним что слушайте а я же могу снайпера вывести куда-нибудь сюда хреновая идея михаил более острый угол тебе особо не поможет пулемет надо хэвика опять возвращать а джинке сейчас очень много зависит в том плане что она должна будет кидать ракету пускать ракету по-царски сейчас самый сложный момент на мой взгляд в этой миссии так женщинку повыше чтобы вижена было побольше ой возвращаюсь ханкер то можешь пробежать сюда ладно леминга бы а может и нет кстати мы можем посмотреть палка двух концах с одной стороны если мы будем сидеть за укрытием и кинем дым то мы спровоцируем и мутона и сын мэна к гранате и отравлению очередному то есть саппорт тут со своим дымом он может даже боком выйти мне так что наверное его лучше просто подводить и пусть он постреляет следующий раз меня в прошлый раз фланговали на этом полу укрытием сюда я могу типа подойти более-менее спокойно ох не хочу сюда точно не хочу идти штурмовик вообще такой бесполезный в данной конкретной ситуации а ну хотя он может подойти вот прям сюда и с ранан ган хотя бы что-то сделать ладно побеги вроде не должны еще спулить так а хэвик то накроет с этой позиции рокета мутоном накроет большинстве случаев и этот угол закрывает тот угол накрывает обзор правда закрыт но здесь он должен периодически появляться почему не появляется ладно там будет штурм не столь важно штурма потихоньку обходим обводим он тоже не должен сейчас полить вот на этой точке но на этой точно он уже полет с богом сейчас за full cover соответственно штурмашом и все номер watch блин так и хочет сюда подойти ну подходи раз хочется все равно ты подставляешь штурмовика нет ты подставляешь свой фланг если не убьешь тиммэна это да но руки застреливаешь настреливаешь ничего переживаешь нет не согрелись ладно так и быть нет да да и да с богом да сколько можно когда уже не ладно подхожу уже как надо работаем ладно штурмовик у нас будет фигмэна контролить у аркадом у аркада капец готовьтесь к вылету да понеслась очень зеленый сигнал мы таких еще не получали сейчас получим а слушать он же меня на overwatch увидит о вот и подстраховал называется куда я полез ты их убил уже алё говорит дарак раб вот ты краб короче смотрите там overwatch им все очень плохо что снайп видит только одного хэвик естественно рокетом до туда не дострельнет это ощущение кого не видит может дым кинуть сюда я тогда в дыму такой тыг дым тыг дым но это пожалуй правильное действие то есть я должен снайпером снимать дальнего или до снимаю снимаем 8350 болин тяжел конечно выбор час не забывай про сканер виск а каким макаром сканер помогает если эти товарищи их нет на карте они появляются когда ты подходишь на определенную клетку они скриптовые ты кидаешь сканер там никого нет подходишь на эту клетку они появляются нафига сканер зачем сканер к чему вообще сканер я еще раз повторяю сканер в этой миссии только на один пак который единственный вот здесь вот стоит по центру туда мы кинули там и убили а сейчас за какой сканер к черту сканер что-то несешь короче можно сопреснуть его снизим точность блин там или жертвовать этим не нельзя жертвовать надо сопрессить ну не рокет же это самое тратить правильно на давай сопресс 30 процентов точности снимет слушайте а чисто в теории то я же от мутона ухожу на одну клетку от вижена вот сюда вот если я спущусь то мутон мне все равно будет видеть конечно же мир что моих нафиг не нужен я бы его отдал вот так вот или забежал бы вот как-нибудь вот так вот вот так вот нет это будет хрень короче штурмивиком хочу 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 убить тэнгмена на самом деле и защитить хэвика в том плане что мутон когда подбежит он будет видеть хэвика не дай бог грянку кинет дым и рывок шанс попасть крайне мало сейчас проблемы не в штурмовике мне он нафиг не нужен я все это дело творю для того чтобы убить тэнгмена в конце концов не потратить при этом ракету чтобы он меня на следующий ход не фланганул не убил как прошлый раз женю с этой позиции стопроцентным критом и при этом чтобы этот мутон не просто бежал и видя цель хэвика он не дострели до него так что нормально нам просто нужно убить тэнгмена нам нужно просто убить тэнгмена наверно вот так он отбежать кинуть дым или не кинуть ну вот он будет стрелять у него плазмер у него тоже 85 65 будет 45 дайв мэн говорит яд будет поливать скорее всего я могу тупо выстрелить по нему как бы это без без риска вообще если я побегу вот он меня может снять и тогда если мэн выживет и этот выживет короче надо класть этого штурмаша отдавать его я дымом частично накрою это место куда может побежать штурм как ты видишь но но вот за эту могилку если побегу слушайте это правильно да давай а если что я сделаю равном галис там будет вероятность не невероятные вернусь к нему и добью дайте сейчас не убьют просто ой капец дым беги на рывке ранганом какая чушь какой рывок как как я могу ранганом бежать на рывке если блин он стоит рядышком я же не могу ему приказать чтобы ты оббежал вот так вот вернулся к нему на оранжевой зоне господи какие блин эксперты ёшки матрёшки будь здорово правда говорю шаг сделай вижу нам утону попасть должен да это бабушка на 2 сказала хотя какая к черту разница правда ведь все равно дым это может сработать правильно гениально вот кто это это хоть и кажется подсказал хотя ты просто просто чудо все теперь мы гарантированно убиваем этого упыря более того мы можем слушать я не буду сейчас рисковать на рангане чтоб типа меняющий мутон после этого не убил потому что дым будет действовать укрытие базовое есть а так я ну прям сто процентов убью да бан хате надо дать убили хорошо дело за малым за мутоном он стреляет с фланга скорее всего мне попадает убивает не паникуем все нормально ой хэвик пустой так хэвик рокетом туда не достанет достанет почему нет но не увидим но можем подсветить да сейчас короче рокет потом леммингом подходим снайп для снайпера под куда нет блин не что же вы со мной делаете так гады это может быть все это может быть все блин надо подставлять под мутоном бедолагу но там ее же новый пак с пулю я попробую ему подставить томасом твою налево ну как так ну это капец хэвика вообще нужно сэйвить перезаряжаться отступать назад но как ракеты промазала повер watch снайпера он не убьет вообще никак не убьет хэвик сейчас может терпеть соколик умница умница 6 хитов сносит главный этот ход пережить капец не граната главное не граната ну и стреляешь и мажешь уху чемпион так соколик 53 меткость может парализатор сделать а для парализатор 43 нет что-то не нравится мне там в ханкере не посидишь здесь не постреляешь парализатор кажется а он в любом случае парализатор подождите если не попаду я же не по не парализую его и тем более грянка могут может кинуть мне надо стрелять стрелять как-то еле чё творится на сокола что он творит так ладно ключевые пацаны продолжают качаться отдали штурмаша ну как бы там 2 такой же не очень двигаемся дальше господи осталось не так много главное сейчас не торопись сильно нам необходимо подвести снайпера таким образом чтобы он простреливал и бежал побежал но дальше я помню достаточно хорошо где кто появляется и главное после чего так здесь тоже можно подойти без пулы еще паком перезерегись соколиком пул будет здесь уже а соколика я могу подвести кажется вот так вот если даже не ближе кажется под full cover могу его подвести он так и так вроде разруливает подбегаем дай бог чтобы террор был в проблемной стране да это бог они не спулились я снайперы подведу под full cover после этого кажется они полятся я подожду еще и не стоит и давай хэвиком все-таки встану жена на позицию по крайней мере по одному этим не сильно подхожу все равно в следующий ход ну не не использовал отлично ну тогда шикардос ща 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 там гренки нет мне бы лучше сразу флангануть его ладно я томаса тогда подвожу сюда ты на овере с винтовочкой ой слушайте я же сейчас мог не я не использовал еще верхнего сейчас сектоит и фильм мэн а хэвик куда да непонятно давай сюда отсюда ты точно постреляешь со штрафом на постреляешь с богом осторожно девочки и мальчики похоже скоро у вас будут гости это 1 это 2 сокол первым стреляет же ну хотя сокол медленно стреляет все сокол пока там отстреливал бах такой слоупок сейчас мы ему попробуем дать 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 этого сектоида бери сектоида 93 меткость согласен а дальше то идти опасным хэвиком давайте сапресс сделаем просто и попробуем убрать вот этого пацана до укрытия просто нет ладно давай так ну меткость у нее вообще хреново сейчас все в укрытии чем может сделать можно верующий станет ну там даже лучше не не смотреть такие шансы что не понял а я понял подходим сюда так как не мог вот и на клетку ближе встать вот такой не очень вообще сокол давай-ка еще разок парализу его давай парализатором пью-пью и сейчас мы сможем перезарядиться хэвиком без серьезного риска для здоровья ну и тут постреляем чего уж там добром остался последний хэммен который упадет по скрипту на крышу вот сюда вот мы его гарантированно гуфаем инфа соточкам наш друг пусть бежит уже дальше по данным разве последним движется противник готовьтесь я готов в первый раз эту миссию вообще так проходить дико особенно когда мутон появляется все кажется женька добила его добегаем уже на этом ходу с богом какой-то рай интересный а интрига сохраняется еще можем выиграть но с моим прошлым покончено точнее не выиграть а пережить этот месяц я предал старых друзей ради войны с общим врагом устройство и человек который 13 хилсов потеряли только штурмаша ранен у нас хэвик но сейчас будет хэвик на замену и еще один выходит через несколько дней террор мне нужно террор 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 никто не опнулся 26 хилсов никто не опнулся 10 дней мы будем женщину ничего себе от этот поворот дали бабла ну да сейчас будет гуф скорее всего денег много все хорошо лучевое оружие школа офицеров смотрим сейчас на этого джанга до 775 способности кажется типичные рокет не не типичный тоже есть рандом свой дождь хорошую реакцию еще взять он так может стрелять классно смотрите взять ему ну вот свинцовый дождь если первое действие обычно выстрел за снова ход не заканчивается то есть он стреляет встает на овервотч после этого овервотч 1 если попадает овервотч 3 может просто расстреливать людей до ячейку то можно взять но не вырисовывается ничего полезного беру сапресс 2 беру уроки 2 и беру 2 овервотч чё делаем копай мастерскую ставить смысла нет модуль спутниковый можно забабахать ну так от нечего делать если он мне как раз сейчас и нужен был между прочим месяц строится а лучше тогда и третий запилить раз деньги позволяют давай-ка 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 строй спутник сейв стран нет это было не человек это было плюс 2 ракеты и гранаты какие ракеты плюс одна ракета разгрузка охренеть это на файл я не знал это файл серьезный а 20 инжей нужно откуда инфа но пишут чатики проверь я не уверен такой молодец там же описание что то что в эквипе у тебя ты можешь использовать один дополнительный раз в эквипе у тебя гранаты сканеры медикит да не не дает ракету разгрузка блин а не я тебе пишу говорит не заставил вот бы вас вот вы я террор лазер лазер есть безумный возвращается ну блин дайте террор мне в стране где все плохо дайте прошу вас безумный даже вернулся два тяжа есть рада что вы не забываете научный отдел шеф я уже отправила новичка в лабораторию точные лазеры зря может взять сейчас по-быстрому сделать материалы и да наверное арморчик по-быстрому запилем школа офицеров сейчас еще будет офицеров увеличиваем размер отряда опытный убийца must have сила воли тоже хорошо целительный йод вообще это классная штука ну все зря террора не будет часа да это террор 26 число ну пять дней есть террор террор и москву терроризируют а у меня с москвой все хорошо или нет я там ох или это блин это вообще индию показывает какая-то к черту москва что вы несете городе дейли какая-то москва юар юар лишь бы это юар дейли это юар в смысле нет индия 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 блин индия чушь короче я выдаю желаемые за действительные есть шанс что страна не выйдет нет шансов это уже вышла страна паника в соседних регионах не падает час ну пойдет она в австралии а дальше то что не прокнула это гуф пацаны это гуф если очень много народа спасешь паника во всем мире упадет вот только в соседних регионах паника падает происшествий нет на мониторах все чисто проходи спасай всех и надо проверить чего у нас такие пацаны вышли пробуем шанс что один из четырех паникующих не выйдет было раньше никогда такого не встречал ну что пацаны сокол снайпер 2 хэвика пять человек мы собственно сейчас мы еще по продаем все что только можно сделаем там минус пань ну в смысле мораль побольше все сейчас мы можно еще пару винтовочек лазерных сделать на двух товарищей можно пистолет еще соколу сделать школа офицеров но отличный пример мне поможет силы бойцов находящихся рядом целительный и полезно но как бы забей спутник да какой спутник запею уже даже не успеешь сделать спутник так я возьму две лазерные винтовки один лазерный пистолет итак бойцы есть же новые лемминги до новых химинги с точность не выше 65 о 55 70 вот нашли оснащение сразу винтовку в зубы скоб пожалуй дадим потому что эта миссия на на не может гренка тогда лучше ну а чё будет бежать кидать гренки будет я же не буду стоять на месте я буду бежать просто вперед и разуплотнять пытаться мне скоб потом в этом так ладно хорошо значит мы берем томаса до томаса оснащение меняем медкомплект один оставим соколику даем пистолет лазерный вот так пройти никого не потеряв невозможно они уже на втором ходу кого-то едят ну я все равно буду сохранять ну то есть не буду прошить да там конечно будут крисолиды по крайней мере один пак давайте же мне должны спасти сильно поддержать ракетами штурмовик и саб будут идти вперед сокол будет настреливать зале да зачем медкомплект с крисолидом точно там же могут быть действительно зачем лучше скоба могу пить гуф тройная до последнего буду сражаться пацаны последнюю слайм рейнджер пять человек уже школа офицеров дает о себе знать занга быстро перекрашу чтобы чтобы хотя бы по цвету выделялся потому что два хэвика будут такой своеобразной основой этого убираем ставим лопесом даем ему скоуп две лазерные винтовки лазерный пистоль хэвики с гренками этому тоже надо убрать скоуп ческана зангу дай скоб кстати зангу тоже можно дать действительно скоб денег правда не хватает ну что у него там ответные вроде выстрелы я так и не понял что взял че там взял может сделать второй ответ на если первый попал в цель до скоб ему явно полезной гренки будет 7585 здрасте на сером рынке сплавляем еще фрагменты оружия немножко на один скоб не хватает берем сапа тоже скоб много скобов мало гранат но с другой стороны у меня два хэвика с четырьмя на террор не только крисолиды я понимаю на террор на терроре как правило крисолиды после то мы по крайней мере на первом терроре вот и поэтому поэтому как бы мне медики ты реально не нужны судя по веке 18 понижение на 209 13 по 713 418 ну тогда девяточку пытаться со скобами никого не спасешь лучше с гранатами поменимое слово все будет хорошо не переживай поехали зря миссию совета скипнул предвестника вчера ты не был на трансляции да мы ее не скипнули вчера с более классной командой это было клево нет сэйвами и от ну или если 20 раз прошел так молодец ну что ж удачи это последняя миссия в этом трое с очень высокой вероятностью о-хо-хо вообще позиция для сна и по сразу классная то есть тут целый дом второй этаж вижу гражданских хэвиками я не иду я разбегаюсь сразу же в разные стороны леммингами фулл кавр или ну в смысле пытаться или не пытаться на блин хочется спасти конечно ну беги тогда прикрыть бы по крайней мере хэвиков так все пока так сейчас пойдем дальше сильнее вижу летят первый пак 2 летуна сокол стреляет ответный огонь поехал ну там разница в уровне там вообще жесть там овервотч минус процентов 60 попал на единичку неплохо пак спулин надо пулить паки надо пулить паки сразу и алё давай ко мне мирные умирают еще один пак тут овервотч томаса но он не попадает кто-нибудь еще пацаны ну так что я вижу я вижу снайпом да хэвиком рокет я туда закидываю сразу же если по двум попаду и попадаю вроде если со второго яруса их и погоди погоди погодим если спасаешь 19 будет глобальное снижение паники только проблема в том что их 18 ну да вон как бы я только хотел на это обратить внимание не сходится глобального снижения паники не ожидается так а может ты получше да получше кстати угол позволяет так ну хэвики давайте там леммингов да вот этого второго захватит блин я не вижу как они там твою дивизию я не накрываю второго 1 вот так вот накрывается только 2 нет но так не хочется сейчас хэвиком ход пропускать так давай еще разок выцелим попробуем правым хэвиком вдруг у него там с углом все-таки получше закрывает 1 а йопарасы т.к. ну как ты этого закроешь скажи мне вот как ты вот вот можешь сделать так чтобы этого закрыл я вот не понимаю он вот так вот закрывает его или нет там контур он обводится но как бы нет я предлагаю на максимум закрыть вот это вот да ёшки матрёшки вот почему пол про это самое про про того шедерку кидаю шедерку не хочется он давай вот так вот главное чтоб хотя бы 1 запустила главное чтоб попал вообще есть двоих и с минус 2 так здесь три пока ребята три пока ориентировочно 2 пока летунов и 1 пак крисолидов так что надо реально сейчас просто агрессивничать леммингов подставлять агрить на себя и вытягивать на остальных да да конечно же работаем так этот пойдет прямо или в обход а прямо или в обход да прямо надо давай здесь полу укрытие он там живы рискованно полу укрытие да лопес это забей на него а вот два пака сразу крик ох ё-моё и меня флангует сразу же так это минус лопес ой щас на мирных ой щас на мирных но я добился цели я спулил пак мама я спулил пак какой вывод все очень плохо это раз снайпер молодец критулечкой может этого попробовать убить бам хорош красавчик сокулек хэвика в идеале надо вообще подвести вот сюда вот но да так и надо делать надо хэвика подводить просто под следующий рокет а вот он просто отсюда работать не может лемминга у нас убьют сейчас и только в следующий ход мы можем принести мира в эту а правого лемминга сюда возвращать крисолид начинают домогаться там молодой леди этот на крыше сразу ешки матрешки ну и три летуна вот он выходит сейчас фланга на может у тебя ходов нет ой какой-то умный может у тебя и друзья такие же нет этот не помню 85 процентов ой подогнем вообще и третий тоже ничего не делать не 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 ничего не делай ничего ты телепортируй так там еще жлетун наверху не бей мирных все мы всех сагрили мы сагрили все блин три пака сейчас надо быстро с ними разобраться вижу одного вижу второго крисолида не успеют два хэвика под рокет так ты сначала шредер да потому что ты до этих двоих можешь достать до ориентировочно этот хэвик не тормози кидай все нормально так и надо поехали это раз так хочу еще одну ракету кинуть так что снайпер видит кого видит снайпер снайпер видит всех снимет этого сто процентов снимет этого сто процентов сопресса чего может попасть просто как снайпер любого из этих двоих снимает нет мне не нравится надо снять дальнего каким-то макаром принципе если бы я если дальнего сниму то этот будет атаковать он тоже кого-то убьет или снайпер убьет этого и все вообще шикарно да давай стреляй не жили ракет не жили ракет поехал все нормально давай спасай лемминга и машина взорвалась и кристаллида подымы жил вот эта тема вот это блин dream team вообще класс так прочит практически гарантированно 86 раз 92 и 73 90 конечно же этого сначала раз а у них нет over очень не торопись уже же нет over очень ты кого видишь 84 тоже молодец да они-то overwatch есть в одного одного есть over over watch тогда давай по шансам пробежимся ты в под полу укрытием под полу укрытием молодец значит крисолит не добегает ты убиваешь этого раз красавчик снайпер убивает а снайпера можно новую расставить если это попадет будет вообще классным нету ни у кого вернуть вообще отличным ты подбегаешь за full cover и ты неудачник они ты видишь и видишь молодец я прости был не про 84 процента красавцы красавцы так кто остался крисолит один минус один раненый третий в бегах один летун слушайте осталось то три человека да стоп еще разок раз два третий там здесь три двое там да сейчас over watch еще снайперу 2 говорят нет летун и и крисолит о over watch давай соколик еще его это пиу пиу 83 про 84 процента я знаю полетенант сокол вот так вот и звездочки появляются на погонах так крисолит там еще один час должен выбегать да вот он выбегает это раз и летун наверху ой они 2 крисолита слушайте зомбарь сейчас еще встанет надо летуна сверху убивать да летун там наверху ой умница 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 не стрелять у тебя нет нет действий так во первых лемминги полезут на крышу чтобы спасать мирных это раз шикардос то там крисолиты просто я хочу уже что там неужели последний крисолит ладно я полез наверх мне важно вот этого крисолита чтобы он не убил мирных я никогда еще так вы ее ой ее шики я с кого-то там жрать будут так ты тоже не поможешь плохая была идея ладно стреляй да здесь придется отступить к мирным лопес будет прикрывать 2 лемминга мы туда же здесь я хэвиком постреляю просто подведу поближе безумный фиба стреляет 82 снайпер будет на овере здесь никаких укрытий просто максимально уходим никого не видим это не так плохо кстати спасли мирного заходим двумя сюда нужна поддержка там один или два кресолида летунов больше нет насколько я понял есть один или два кресолида так соколик ты подходишь и и перезаряжаешься блин три человека убита сейчас 4 5 могут убить мирный живи вот это пара 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 не успеш не успеш не успеш не успеш не успеш не успеш не ними ними нет и ними ними нет 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 умница так там лазерные винтовки у леммингов они могут в принципе прорашить ох пацаны вы как 84 меткость у нас он фуловую но у вас лазерные винтовки ну красавцы чем зомби еще до зомби еще но зомби далеко я иду в рукопашку на кресолида на на алена так надо под папа 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 подержать томас тоже со скоупом 84 блин томас не подведи хорош 15 человек спас ни у кого ранения нет о боже вот эта миссия вот это просто это по этой миссии можно снимать какой-нибудь короткометражный боевик в семь ходов такая бригада падает и побежал бы лишь бы ты же взрывы там подышите туда иди сюда мирных спасаем я тебе прикрою о оценка отлично но я все равно гуф в этом трое но скиллуха то чувствуете растет а заканчивается месяц великолепно будем надеяться остальные операции пройдут также конечно же у сокола меткость 100 плюс 100 ой плюс 10 военный врач наверное ему надо брать хотя я не взял реаниматор но у него будет три заряда аптечки это может быть хотя если вот вызов кажется не работает с общим видом мы уже это проходили ретурон крита вызов конечно ладно проверим заодно томас саппорт скан или приспособленец скан не нравится больше хотя скан уже один есть меткость не хорошая винтовка хорошая и лопес штурмовик мне штурмовиков не хватало инди успокаивается азия успокаивается но это мне не помогает смотрите какая картина масло в европе все отлично в азии все отлично ну просто ливает негры и америкосы все это было понятно но сообщение от совета через четыре дня давайте послушаем проект xcon так и не смог заручиться поддержкой ключевых членов совета это негативно сказалось на эффективность работы как проекта так и самого совета все это предприятие результат не обдуманных и поспешных решений мы отреагировали на простое недоразумение несоразмерной агрессии мы полагаем что мир и сотрудничество с пришельцами принесут процветание всему человечеству это решение было принято единогласно наш путь чист может на этом закончить и следующая часть будет xcom 2 как раз землю захватить да нет конечно продолжаем классный трай конечно ох какой же клут рай хороший был столько миссий интересных столько эмоций и шансы до последнего еще были если бы мне дали бы террор посмотрите дали бы террор проблемной стране я всех там уничтожил просто я вся карта была бы зелененькая но классно хорошее настроение после таких я в офицеров следующая операция пройдет смотрим пацанов 65 центру 80 70 75 играем 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 с чистого листа начинаем значит линь 1 линь 75 красавчик или красавицы беки на увольнение мбеки 65 ну как бы тоже не дно ниже среднего на норм гомес пардон мой французский но гомес вообще красавчик у него 80 и 50 символя но этот топовая точность и без трех единиц топовая воля то ли воля то ли не воля так здесь юрий морозов 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 кстати на стриме есть или нет морозов 70 все понятно 70 75 80 получает келс и а этот беки с такими товарищами перестреливаться можно карта не очень приятно гомес еще далеко ходе кстати надо проверить он по логике он должен быть штурмашом конечно же ой беки беки далеко ходит беки как раз а гомес тоже блин это саппорт хотя это тоже далеко ходит что происходит тут все далеко ходят другу поддержал ваш канал на сумму 100 рублей другой вот они главы правительств но простой народ готов тебя поддержать да спасибо за саппорт потому что ну вы видите я я сражался как лев просто как лев а бойцы что творили в особенно в последней миссии это меня давно таких миссий не было что прям и экшен и трупы и все быстро динамичные попадают никто не косячит ракеты реально летят ох сказка просто сказка отходим фулл кавер здесь еще один фулл кавер опа это хуже что там по флангам то у нас я думаю что надо на овере ловить и не париться потому что у нас мы берем числом они видят только одного я делаю ханкер три овера и могу словить человека который он должен фактически вот прям на меня на на двоих этих бойцов бежать ну давай 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 я знаю твои повадки морозов ведет ответный огонь не попадает сейчас уже сложнее потому что он будет стрелять по морозовую 35 до твою мать чего делать вообще собираемся в кучу хороший был план правда знал куда будет выходить поставил за фулл кавер забей сиди не уходи ай ты господи эту миссию также как и любые вот подобного рода узкие очень хорошо с хэвиками со снайпами проходить разбежаться особо некуда вижу тебя постоянно перед то есть снайпер с общим видом делает творить чудеса а сейчас ты конечно мажешь 75 их ребята ребята ой джим 85 что 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 так если пчат на стриме не был я бы закрыл глаза на это но также не хорошо делать поехали за но штурм один ответьте центру в зоне высадки огонь по готовности даже не знаю как подстроиться лучше под эту тему я могу их сразу не пулить но на током не я обо всем позабочу вижу добычу а это жопцы даже есть еще одна галка она редко срабатывает правда но срабатывает периодически а как так получилось вообще не понял я вроде не пулил пак это из-за того что он решил по отстреливаться ну передам передаем привет конечно же хочется еще пострелять бекки 65 но ей нужен келс да я понял а где вообще 2 где с ой 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 ребятушки что же вы делаете со мной добей 75 прошу тебя лин хорош плюсик ставим там же 2 должен быть по идее или 3 там еще как так получилось на этой карте есть баг уже с пуленым сектоидом галка на сектоидов не действует а понял я дальше сектоидов не проходил поэтому такое у меня впервые даже на этой карте тут не хватает места для всех я готовлюсь пулить поиск да готовлюсь как раз не этот пак я хотел слева пулить баг ой 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 бежит блин а меня с фланга обойдет то есть я все таки спулил пак это или или он сейчас его его еще по колбасе то есть он еще будет уходить часа не стрелять болеем то есть я спунил пака не сектоида твою налево ну чё такое ну буду знать теперь что есть такой баг тут спулин не сектоид а спулин сразу пак подходим умираем еще один трой жалко кричат они конечно очень реалистично прям за душу берет на совместы женщинам глиж подержал ваш канал на сумму 200 рублей попробую не вскипать в этот раз консулки которые не знаешь . . . . они же полезны я буду гуфаться значительно чаще я хочу хотя бы раз по своему плану пройти по которому вот почти в прошлый раз прошел как поезд прежде чем что-то менять потому что начинать как бы новые трайсы серия отдач на скриптовых миссиях я че-то вообще мне не улыбает твой план не работает как не работает я живу ни разу еще до конца не воплотил тебе не очень план ну вам виднее конечно ну басы понеслась да все все сейчас эксперты эксперты в чатике эксперты аналитики я вот прям чувствую как вы тут улыбаетесь и печатаете да поэтому и не работает план так хорошо в самом деле с любви бесполезных лезть леммингов хотя бы на эти миссии как зачем ты не можешь короче ты не можешь сливать ни одного лемминга в первой миссии потому что есть определенная последовательность получения званий ты должен получить сначала четыре звания после только после этого начнут давать новые звания поэтому в первой миссии каждому делается kills наименее перспективному делается он один и не больше наиболее перспективным по количеству клеток и точности дается больше kills of чтобы этот товарищ который в перспективе снайпер ну короче более полезный на на твой взгляд человек был более прокачен но если ты леммингов сдашь в начале первой миссии то потом тебе придется все равно качать и получать гарантированно того же самого штурмовика ну или там короче чу фук спокойно 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 да он про предвестника а на предвестниках с леммингами отлично я туда ходил с тяжем качаным с этими с блин снайпером с общим видом неплохим саппортом и все равно один выстрел и до свидания а для того чтобы проверять скрипты ну фиг знает долго это все ты ничего не понял да ничего не понял полина 525 а спуленый пак да вы задрали ничего мне не получается не адекватно часть воспринимать не играть нормально надо сосредоточиться на одном короче сюда не подходим там спуленый пак и он видимо будет постоянно спулен хотя хайк конечно если он не попадает очень быстро умирает я могу кстати справа подойти это вроде машинка full cover но надо от белой машины идти с правого края чтобы минимизировать шансы вероочи это он скорее всего будет красавца плещ может другую карту да нет бойцы хорошие то есть точность выше среднего я не знаю сколько надо будет травить чтобы получить похожий результат да и пару трав первой миссии тупо из-за того что как бы пак уже спулен я к такому не готов да тут full cover давайте попробуем изменить немножко тактику просто подходим а как он меня видит я не вижу еще этой машины так что можно чуть-чуть поближе подойти нет они уже здесь они вот здесь стоит хочу подойти вот отсюда к full cover и посмотреть сработает ли овервач если нет оттуда великолепно можно перестреливаться поехали на срабатывает овервач но он может зато мы сейчас втроем четвером постреляем по нему да конечно конечно постреляем по одному постреляем лин давай лин давай 75 уже был плюсик у нее там 2 правда я наверное этого на овер поставлю здесь поставлю вот так вот уже на овервач но этим подходить даже не хочется вы знаете вот так вот зайдем чтобы хотя бы в следующий ход он что-то полезное смог сделать с богом так очистить теоретически он же стоит так вот так вот пройдем не вижу блин он отступил вот гад подходить сюда значит рисковать пулись пак оставать лин здесь рисковал рисковану то что может быть за полицейской машиной да да попробуй так если не спулишь ток тогда мы подведем эту подругу и поставим трех на овервач с богом ждем 2 давай даун там вот за машиной между грузовиком и машинкой выходит сейчас будет стрелять 35 лично там полу укрытие сейчас можем в общем так многими пострелять и полагаю двумя пока мест 55 50 не подойти ведь еще я понимаю что можно подойти кинуть грянку но че-то мне не нравится ситуация учитывая то что он 2 еще пока по три человека ладно давай лин стреляет и первое 55 попала умница второй килл правда для нее я хотел чтобы нас сняла не все а второй попытался добить ну и так неплохо тем более этот топ-2 по точности боец я думаю что во первых учитывая то что здесь появился пак остальные должны быть более-менее равномерно распределены здесь только одно full укрытие а тут если мы минуем вот эти вот две машинки и доберемся до грузовика там будет гораздо комфортнее особенно с гранатами поэтому я перезаряжаюсь один ход и потихонечку подвожу краешком краешком бочком бочком пробую дойти до откуда прям по курсу непонятно где именно они там стоят я лучше попробую взять прям прям по следам во первых бежать буду и прикрывать парочкой там еще фулл кавер за мелдом не бочком а крабиком да 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 стрельфоваться да помню крабика еще в игре crash kill and destroy первые то что он стрельфовался так и ракеты пускал пока не спулили ну и кажется чем если они по центру я их точно спулю это исключительно вопрос времени и виду и в таком случае в таком случае болевья их спулю точно я не успею до машины добежать давай попробуем вот так вот аккуратненько аккуратненько спулили полу укрытием пацаны полу укрытием и возможное флангование плюс 2 пак еще беда и знаете какая опция морозовым сразу вот сюда пробежать спулить левый пак ха-ха вообще класс я не хочу назад отступать смотрите один будет ладно давай проверим так уже неплохо я вижу одного там так здесь повер здесь ханкер здесь овер следующий ход я попробую по крайней мере двоих завести опа стоп откуда кого да как понеслась короче щена из а то паникует но это гг это машина взрыв из еще один пак как же как же лучше было сделать то но это карты видите тут вот под с лиммингами вообще беда тут вроде идешь аккуратненько машина взорвется надеюсь машина взорвется я просто не знаю как 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 тут можно было по-другому надежно сыграть кайтануть но штурм-1 ответьте центру в зоне высадки огонь по готовности будьте осторожны первый пак снимем как в прошлый раз если он конечно там надеюсь что на уверен не попадет а дальше мы его флангуем флангуем да 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 скрипты 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 55 процентов классный баг так реально давайте это это запишу и попробую ретраить вдруг дадут более удачную карту более удачных пацанов это на это я чувствую ну то есть я даже первый пак тупо 50 на 50 из за того что баг поехали долетим в китай там сейчас карта тоже не самая моя любимая здесь только один раз играл один раз проиграл 60 70 55 забей два дна это уже беда они зачем вернись к той миссии там же все хорошо тебе повезет пробежишь ханкер даун ты будешь безопасности а правильно вали вали баб взрыв будет это добро мгновенная карма окей ждем приказаний вас понял рейнджер штурм один мне повезет а я могу кстати пробежать на рывке одним до этим взять например пробежать на рывке вот мы и выяснили что можно под подкрасться к нему вообще не пули никого просто надо было с этой стороны машинки подходите всем вот как она оказывается сейчас мы окажемся без вроде точно мы можем этой мадамы просто шаг сделать стороны все оп а его там нет блин они такие хитрые а капец всего там нет пока не пак и не овервочи ничего слева они так окей как быть они умел да трутс инфа со дачкам слышно не хочу спулить но опасно все равно бегать так я хочу спулить центральным вообще вот сюда вот выйти их а потом хоп хоп и напасть с тылом милот закончился пытаюсь видеть хрен из 2 они все равно там могут сами выйти они же не всегда стоят на месте они там вот ну ясно и этого мне пока не хватало нельзя так пулить нельзя михаил нельзя нельзя работаем не работаем они кажется стелепортировались просто посидели там 45 ходов и другое место ну иначе я бы их увидел уже здесь поэтому да ладно full cover и да 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 а я ей можно флангануть кстати еще мэлт full cover хороший так ты какой-то не очень а гомос у нас кажется будет снайпер он медленно ходит это верный признак ханки рим ханки рим ханки рим я надеюсь что левый будет бафать давайте давайте глазастые гады ну давайте 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 ребят о пошло поехало концу мир оппа а тут фланг другой наклевывается этот на овере стоит но я его не могу флангануть пока блин а где 2 то ё-моё если подбегу просто словлю а тут меткость не очень беда она давай еще разок ханки рнем авось проявится другая двойка или этот постреляет например мне бы хотелось чтобы опа слева кажется баф пришел за машиной стоит стреляет ok вся его могу флангануться двумя подходит еще или там их двое двоих там а этот на овервотч или не на овервотчем этот где стоит слева может стоять его тоже могу флангануть уж так зайдем посмотрим морозов давай оп ой как он понял морозов не очень зашел здесь фланга нет подбежать опасно чуть-чуть не хватило я могу конечно сюда пробежать но это будет уже овервотч скорее всего да не попадет он единичка не урон флангуем сегодня мы с тобой флангуем 65 хорош 2 гомес получает киллс а за такое геройство и соответственно мы можем фланговать этого упыря это главное не пуль новых спасибо линь а тебе не нужна ничего не нужны киллс и подруга беги ты как бегишь никак вообще 65 меткость тут 60 морозов 1 беги беги давай попробуем смотри как надо стрелять давай 65 убьешь умник умница беги ставим плюс и ей ни одного киллса больше овервотч овервотч пак из троих а еще один пак из троих на каркал блин овервотчи есть какие-нибудь ребят ну ни один не соберу очну ну ешки матрешки я опять без шляпы я могу этого флангануть я вообще могу rush rush сделать что подхожу вперед кидаю гренку минус минус укрытие минус у того хп этого флангу этого добиваю и третий выходит меня убивает по-царски да это тоже возможно так и будет я тебе более того скажу не лезь не лезь не надо овер-овер-овер ханкер тут укрытия нормальных нет я могу гренками закидать честь в теории опа левый бафы что ли нет левого бафают этого можно флангануть скотина стреляет я не в ханкере фух повезло это пахан да хорошо овер-овер-овер щитом нет соответственно можно короче идти вперед кидать гренки убивать это гренка гренка того сфлангуем причем скорее всего даже двумя сфлангуем ты движешь не движешь только ты флангуешь а ты его не увидишь скорее всего это машина вообще горит чё тороплюсь ну и чего он перейдет просто в другое место и одной гранаты я просто этого убиваю одного ну и убивай какие проблемы можно даже отсюда кидать раз тебе full cover нравится а того флангуешь и держи гомезу kills но на восьмидесятник бы дышь повышение он получает тот упырек не блин полу укрытия давай опять бекки подходят зачем вот мне бекки kills и мне морозов для мороза должен убивать а морозов не справится не увидит просто можно конечно сюда поставить но это какая-то дичь отходим отсюда видите не видим не факт что мы в принципе попадем им ладно стреляя как получится хорош бекки вопреки просто вопреки точности попадает второй раз по 65 достоин уважения нужен kill с морозовым эта программа минимум остался один из второго пака и двое в свеженьком паке один боится скорее всего сидит на овере я пожалуй уйду из полу кавер атаковом провокационного да перезаряжу здесь тут поханкирю поханкирю отступлю овервач снайпером говорит будет да не дай бог конечно щебечи сектует по направлению он также за автобусом выходит красавчик ну еще стреляет мозг так смотрим видим это гренка я полагаю плюс выстрел или две гренки а гренка то может не достать в любом случае надо сейчас убивать лучшего момента не представится скорее всего гренку и никаким вообще образом не докидываем стреляет у меня трое может быть даже четверо может еще не поздно отступить какая там вероятность 45 45 ну этот раненый просто 45 у этого будет 50 у меня тоже будет 50 не забудь линдать хилл она не убивала в этой попытке а да линжи нужно килл у меня прошлые плюсиками за 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 ой 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 косяк на самом деле сейчас я очень рискую как вы понимаете стреляю сначала бэки потому что попадает третий раз по 65 значительно упрощая нам жизнь дальше стреляет морозов 50 процентов давай тебе киллс нужен морозов не попадает и извините гомес гомес стреляет у него 3 килла 45 но надо убивать его хорош 4 килла гомес следующий пак я должен четко распределить один килл с морозову один килл с лин иначе быть беде я не слышал где где звук скорее всего мы делимся берем раненого гомеса которому не нужны киллсы он бегает очень не очень но не скорее всего в конце карты вопрос только как туда лучше подойти справа или слева они слева подходим справа все работаем просто отбегаем раз два сектоида осталось два сектоида каждый из которых должен попасть ну пасть точнее да от руки правильного человека беру мбеки потому что он не промахивается а здесь я ханкерю пожалуй пока да спулись бы конечно на того чтобы не рисковать здесь хорошо не спулил сейчас очень повезло . лучше гренками там киллсы поделать ох уже плохо да я правда добегаю но я пулю пак либо я пулю его слева гренки есть все хорошо причем у морозова гренка есть точно и у кажется у лин как раз гренка все в ханкере чтобы не дай бог но веру очень не увидеть никого не пострелять гомес пытается привлечь внимание к своей скромной персоне а лучше вообще обходит вот так вот оп спулил болит хреновая зря на поп на фул побежал ой ёпереса ты блин гомеза могу потерять надо правых палить а лучше сразу убивать гренки докинем до одного может быть ой ой сашкам бэки сашкам бэки первым бежит на угол чекает гренку докидывать не докидывает докидывает это очень хорошо главное чтобы да морозов не успевает он выполняет я здесь не могу так стоять но морозовым я вынужден сюда подойти тем более он гренку кинуть не можно тарас 2 гомеза видят оба товарища он в лучшем случае добегает до вот это вот полу укрытие левый бежит до мопеда до мопеда он скорее всего флангуется а он у меня точный я его не хотел подставлять его подставил отсюда он видит только одного можно ранить на самом деле 1 все равно лучше чтобы он пом но вот на этого отвлекался или овер поставить стопа кого ты видишь ты видишь этого тот будет так бафать этого выстрел гренки что-то можешь решить по сути нет он так и так будет стрелять может лин попробует вот так вот его увидеть из выстрелить теории возможным процентов 35 у нее будет да давай есть видит гренка пошла от товарища раз дальний будет бафать он не знает куда тот ушел но в смысле знает но он бы скорее будет этого лечить и да пробуем убить 35 процентов меткость давай это чудо конечно но сейчас охренеть так главный не убей 50 на 50 50 на 50 50 на 50 50 на 50 и так и хочется сказать ценный лакер но теперь осталось сделать kill с морозовым есть две гренки я просто делаю kills достает двумя гранатами на языках если не достаю обхожу фланга и все это раз 35 китрит а те 35 до 35 но лишь попадает 35 мне наверно тоже можно иногда 35 попасть правильно ведь морозов закидывает последний получает я уже думал что он гренку не докинет получает фраг и в результате товарищ у которого 80 точность получил 4 фрага мбеки который самый не точный получил два фрага и лин и морозов получили по одному но все сейчас получат звание никто вроде ранения серьезного не получил так что начало хороший до снайпер морозов не топич 76 но это лучше чем в прошлый раз конечно же всеми 6 точность мораль хорошим гомес это восьмидесятник это у нас хэвик не повезло мне со снайпером но мбеки штурмовик до 68 и низкая мораль сап очень точно 77 шикарно значит мы беки как планировалось увольняем здесь по исследованиям по тому же самому пути идем ох как тут все прокопано смотрите первый этаж свободен пожалуйста смотрим что по бойцам неплохо 5170 все не густом да и так неплохо но 2570 еще есть но 25 это абсолютный минимум по по морали ну поехали на следующий миссию пожалуй да нужны ученые много ученых сейчас на трое миссии мы получили два имжа 150 4 ученых и 4 не 2 имжа поэтому берем 4 ученых убираем штурмаша берем нового лемминга 5070 вставляем сапа традиционно ты даже не пробовал штурма качать на хоть раз пробуй ну смысле я игру до этого ну правда без двух галок там без двух галок без трех галок проходил много раз то есть я представляю что себя представляет штурм какие у него будут пушки какой у него будет армор какая у него будет мобильность какие обилки способности могут быть полезны но мне вот я смотрю на короткую перспективу на короткой перспективе здесь сейчас и практически до конца игры мне важны четыре человека 2 хэвика и 2 снайпера остальное все значительно менее эффективно работает поэтому я представляю что может позволить себе штурм снайпера качаем один килл соответственно леммингу гарзи все остальным морозовую гомезу поехали четыре ученых неплохо нас станут прямо на старте я помню в прошлый раз не двух ученых дали или трех я не очень люблю потому что во первых здесь сразу может быть пак здесь сразу пак здесь не нравится мне эта карта число надо одним обходить в любом случае проверить обязательно дом обязательно дом проверять но не в первый ход я послушаю по сложной смеси какая была чрезвычайно или нет проверяем дом у нас есть гренки работаем а грим очень часто здесь парк главное чтобы они были под гренку главным образом только двое под гренку надо в три гранаты наверное стрелять действовать то есть подводите снайпера стрелять сюда снимать укрыть но эти в две гренки этого в гренку и выстрел хэвик не сможет помочь скорее всего хотя нет он отсюда может тоже гранату кинуть итак отсюда закидывается просто-просто сюда закидывается просто-просто стеночку еще снять поможет значит подходим вот так бомбом или даже в четыре гренки плен к сожалению риск есть у у нас самый точный кто снайп хэвик у нас самый точный ладно хэвика тогда подведем болен ладно это первый приоритет вообще это первый приоритет но уже выхода нет раз граната пошла дальше два граната пошла о там один уже губ что ли я его и не вижу скорее всего просто да давай так сейчас посмотрим снайпером не он умер он умер тогда я могу сэкономить хромаке горит ребит сейчас секунду пацану хромаке действительно немножко ребит до солнца села но может быть это и баг на самом деле да потому что такое уже бывало просто из-за типа разрушенные стенки ты его не видишь а чего мог умереть вот бочки который рядом стоял например ладно тогда не будем действительно рисковать у этой точность не очень поэтому она кидает вторую болен снайпер все пописи миши всем мешает а ну хэвик же у нас все равно до давай снайпер ему как раз киллсы нужны это бак это бак юрия мороза выкачаем конечно же да два киллс м теперь смотрите какая ситуация я здесь могу снять да не кидаем гренку просто снимаем стенку и укрытие у него попутно пробую при этом оценить вероятность попадания хэвиком она будет 80 что-то оценивать правда я не знаю зачем ну 80 то есть да и вопрос стрелять или не стрелять граната мне реально может пригодиться но если я не выстрелю я могу потерять а я попаду это гомес о и следующий пак это кажись под рокет вообще а он не спулин ха ха неудачники не спулин я вижу уже его отсюда а как так я не понял но рокет я туда не докину из-за обзора хотя если дверь открыть вторую то до угла я точно достану блин он не спулин да он вроде не спулин я могу сейчас по нему выстрелить с пулем соответственно ой извините как мне поможет знание что там пак ну всех но овер подойти чуть поближе или хэвика подвести да если дверь открою они разбегутся надо овер ставить просто и все смотреть как они будут действовать на что должны среагировать сейчас на веру о чем ну да один только 4 вообще тащит это лимминг кстати гарза сделал свой келс а я только сейчас разбегаются класс молодцы молодцы вот сейчас код будет ребята время кота ошейник новый зачем ошейник она же дома ходит сейчас пацаны она пытается с ним играть сейчас подождите секундочку ну не видно вообще ни черта бесса покажи ошейник бесса покажи ошейник ошейник покажи красненький вообще код не контрастный это черт настоящий настоящий черт так что мы видим мы видим только одним товарищем одного сектоида в общем то у меня фулл каверы торопиться никуда не стоит я бы только выявил хэвика на страховку и дальше бы пошел одним бы попробовал обойти вообще далеко-далеко но скажем вот так вот или вот так вот потому что так он может добежать раз два блин раз ай не вижу клеточек вроде не добегает а вообще до сюда безопаснее побежали вот этими либо ханкер либо дам наверно ханкер все-таки надо и снайпера под фулл кавер поставить оббегать баффера будем кто будет баффером не знаю пока непонятно оббегать можем но рискованно можем спулить еще пак маловероятно обойти могут не могут побежали вот это и аркажем снайпера выставляем здесь ханкеры ханкер и ханкер смотрим кто кого то есть есть слева и справа могу подойти если что она пытается шейник снять вот левый баффает хорошо что я с этого обхожу этот подходит правда гад но это подрокет и стреляет по кому ну тут фулл кавер унитаз сносит но я помню этот унитаз я селся за него специально зная что ну там всего один будет стрелять так ты флангуешь не флангуешь еще опасно так а я отсюда его увижу с фланга и того не увидел я прыгаю внутрь в контейнер мне нужно сейчас должен сейвить меня рокет один ход ждем снайпер за фулл кавер и но он увидит флангера ладно пофиг уже можно было пострелять но ханкер а этот за угол и ханкер спулил третий пак спулил третий пак ох далее начинаю от этих накачивать капец двух это жесть стреляет и ракеты только двух убьем и фланга нет уже блин зачем я сюда поперся сейчас бы уже этих товарищей приговорил бы здесь опасно выходить потому что меня флангует рокет сразу может уроки то там трое а потом еще один пак надо ханкерить пацаны так секундочку беги за контейнер тяжем оттуда ракетой во первых тут overwatch и когда я буду здесь пробегать по мне двое увидят я двое двое видит надо ханкерить и ждать когда остальные потянутся пацаны ситуация плохая пять человек ракеты только 2 гуфы 2 бафа но тех же самых вроде там кажется 3 подошел еще все вообще далеко до подходит стреляет ой плохо фух мой ход не дальше ждать нельзя ребят надо рокетом убивать правда сейчас без укрытия это вообще капец одну клетку-то я пройти могу и должен опа тут уже подошел новый так я могу сюда зайти все увидят эти не увидят тебя могут услышать полин короче или вообще отойти хэвиком сейчас стенка вроде не горит но блин а такая еще ход держаться надо еще один ход на держаться хэвик держись стреляет так стенка 1 погибла другая ох ох этот на увере сидит хорошо теперь можем кинуть рокет на двоих по крайней мере этого я за стеной не увижу да надо кидать рокет ребят надо кидать рокет скажем вот так пусть на двоих кидать дым хэвика чтобы по нему не попали поехали надо убивать иначе это вообще минус 2 дым на хэвика и можно кстати на снайпер попытаться так на хэвика я не успеваю ну смысле успеваю но не так делаем да ёпресса тэш что ж ты так может я отсюда этим увижу ну я тогда спалюсь мне бы сделать так чтобы этот пошел вперед я принес могу на угол и овервотч дал не будет он будет по хэвику стрелять блин как я с дымом то облажался может поставим лемминга вместо этого давай 59 бафер и 50 бафер стоп кто из них бафер этот бафер давай хорош минус 2 остался один повышение у лемминга вот это такая редкость когда вот прям ух прям ух так снайпер ближе я в курсе что накрою контейнер овервотч мне то пофиг я не собирался он не срабатывал это не лемминг это монстр но я надеюсь беги беги куда глаза глядят они отходят и фух передышка сейчас со снайпера на крышу общего вида нет но я думаю что он еще сейчас может показать да там укрытий даже нет мне крыша это явно не мой вариант игра конечно шикарнейшая шикарнейшие просто это это стенка горит эта стенка горит столько деталей столько мелочей такие темы иногда бывают что где выдаешься я пошла еще кроме этого два пока мы же били только два или не это три третий пак же это третье мы сагрили то есть один пак то есть один был здесь эти трое по центру и потом я использовал еще треть все верно я уже не хочу леммингом на разведку идти вы знаете то есть он настолько хорош что не честно по отношению к нему снайпер рискует конечно мне в любом случае надо сюда бежать рано или поздно здесь хорошо на самом деле я должен я могу подойти он меня не заметит за контейнеров скорее всего но все таки все таки хочется нормальных укрытий овервач меня не спасут лучше так ханкерим ханкерим келсу снайпера над давать а то и так его уже обделили можно сказать не хочу подбегать ладно с богом рискую рискую пацаны здесь надо уже на овер вставать я думаю всеми кроме снайпа потому что можно было дым кстати кинуть но он может из-за угла выйти по снайперу пострелять самое хреновое а он как раз вот в этом а вот там это же что это такое выходит овервач опять лемминг давай может меня не увидит если он бежит далеко то нет а еще овервач ребята давайте гомес хэвик хорош последний пак остался что по гранатам одна граната есть как последний может быть как в доме так и вот на этой площади поэтому лучше подходим в общем ну хэвик на самом деле у него точность 80 тот самый меткий товарищ из моей тимы он должен был быть снайпером но в школе другому научили не показывают даже как бы то сказать что они типа близко по звуку поэтому я думаю что мы просто подходим к ну заглядываем за угол убеждаемся что площадь свободна после этого идем в сторону дома похоже что они в доме да вообще об хэвика поставил первым что гренка поехали да никого значит в дом в доме они обычно в центральной комнате в дальней можно хорошо обходить кто-то может идти через главный вход через дверь а кто-то может обходить по флангу стекла кажется только сзади то есть в общем то без серьезных проблем так давай-ка снайп на снайпер уже и так выставлен я все-таки не хочу чтобы я двигался без овервочи пусть двое сначала дойдут да но они в доме это как бы видно но выйти могут уже выходили уже иду подходим раз подходим до вас там кажись сплошная стенка вообще хэвик такой медленный кем пулить человек в тылу должен быть с гранатой мне кажется так вероятность закинуть ее будет значительно больше нужен килл снайперу тем более граната плюс выстрел снайпер это гарантированный килл поэтому снайпер один из тех кто обходит хэвик один из тех кто обходит лин одна из тех кто обходит потому что она с дымом а вот лемминга ну все по логике леммин как раз будет пулить на себя привлекать внимание не до самого конца стенки видите здесь может иметь смысл кем-то обойти справа они могут просто убежать в противоположную сторону и тогда будет не очень круто но там я спалюсь раньше то есть можно одного просто вот за этот угол вопрос кого саппортом потому что граната плюс снайпер должны быть рядышком столько нюансов игре вообще так так классно икс ком 2 вроде прям его тест или тоже знатно очень проработка должна быть прям дичайшие не время пулить да ты не спу лишь скорее всего если только они не задумался глав не спунил молодец ну все теперь гренка уже достает обойду сейчас правым сперва опа значит они в этой комнате вообще ну это хорошо значит далеко они не убегут потому что если они в центральной они там за дом могут выйти за углы открываем дверь леммингом но лемминг три киллса сделал об или в этом они они здесь получаются в этой комнатке не справа а с угла я понял странно как-то не услышали что пулем пока да пулем три человека они направо в большинстве уйдут это не очень хорошо я одного флангую под ты кого видишь 33 ну хэвик кидает гренку скорее всего этот флангует ой господи надо заканчивать конечно в один ход давай фулл кавер для начала здесь отличная гренка докинь найди прошу не докидывает по второму убивать одного не хочется снайпер его с фланга добьет в любом случае здесь мы видим кого его же фигня ой 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 может еще не поздно кайтану тихо все простреливается и надо бить надо убивать этот ход 1 этот раз два три четыре пять шесть не успевает ладно поехал это раз давай бей только хорош вот это лимминг я понимаю хэвик под фулл кавером кидает гренку снимает укрытие снимает три хита о видимо этого еще 49 но я хочу снайпером добить фулл кавер отсюда соответственно пострелять но снайпер немножко подставляется да пофиг флангуем 77 а 76 я понял тебя давай попади вдруг хорош остается один можно пострелять вряд ли убьем но стрелять я думаю надо стрелять надо а это лимминг вообще гарза это тот саппорт убил не попадает лимминг с богом у меня фулл кавера обойти не могут угол конечно острый о все попал пацан да я понял тут есть несколько вариантов развития событий первый вариант я фигово что мне двое не алло не я конечно могу просто обойти и выстрелить но если я нанесу не три урона это будет фатально снайпером я отсюда не увижу никак хэвиком тоже то есть двое мне буквально этим могу пострелять полу укрытие полу укрытием так а если подумать над киллсом снайперу например я увожу этого человека за таким образом чтобы он не мог меня обойти и я был в глухой обороне только это место раз два три четыре пять шесть но я выживу да лучше сделать так так ты ориентировочно отступаешь раз до тебя не доходят но ты в общем то можешь тоже подготовиться к следующему ходу лучше подойти скажем сюда тоже не обходят и давай ему стрелять просто притык подойди и стреляй стик ты понимаешь что я могу просто гуфнуть сейчас ладно на твоей совести это будет там маленькая вероятность что будет русская рулетка процентов 20 но тем не менее да ты был прав в этот раз не ранения ничего все хорошо лемминга качнули надеюсь это будет снайп полетяж снайп снайп 79 и девяточку дали е пацаны второй снайпер появился ох достойно достойно гарзу четыре ученых лабу можно сделать да обязательно медаль конечно же каждый член совета хочет чтобы его страну прикрыл я думаю пора имена давать dream team вырисовывается не иначе это дмитрий михайлов вылитый например поехали короче динам а а и а имена после поезда иначе гуф так 6480. Хотя Хэвику не обязательно записывать. Мораль классная у него. Так, Юрий Морозов. Снайпер новенький. Ой, старенький. Как-то там 56,76. Но они приблизительно одинаковые. Снайперы будут чисто белые. Какие-то не чисто белые. Этот вроде цвет поярче даже будет вот этот. Саппорт. Розенький. Точность 40,77. Сейчас будет еще тарелка. Мы там должны снайпов покачать спокойно. Леймингов я больше брать пока не буду. Потому что нет толковых. Вот он, снайпер. Но это, наверное, все-таки Женьку. Буду заботиться. Смотрите, девяточку дали ей. 53,79. 53,79. Классно. Нет. Давайте Женечку лучше. Так, хочется написать. Конечно же... Какой-то неяркий белый цвет. Это вроде поярче. Вообще класс. Класс. Ой. Все. Нет. Да. Нет. Да. Готово. Тяж, два снайпа. Штурм и поддержка. Но, скорее всего, саппорты буду качать. Далее. Ем. Фрагмент оружия. Два скоупа. Мастхэв. Для снайперов. И... В оперативном ничего. Медали раздали. Тут копать не надо. Лифт строить... Тоже не обязательно. Выбери другой комплект. Ярче будет. Вы такие вообще шарящие. Элемент брони. А, вот так вот. Ну, хотя да, может быть. Да. Хорошо. Все, теперь на тарелочку. Маленькую тарелку ловим. Мы получили сообщение от совета. Ловожу на экран. Не хочу. Команда классная. Ну, я не хочу на эти миссии летать вслепую с хорошей командой. Лесом. Лесом, лесом. Вот у меня и наложечка. Гоу, говорит эскаватан. Надо, говорит, даркей. Не надо. Там финьмены, скрипты, которых я не знаю. Забей. Забей. Забей, добей. Все, сейчас только снайперов качаем. Только снайперов. Больше ничего не нужно мне. Снижение паники. Да, конечно, снижение паники. Если отряд останется... Аплодисменты. Да, леммингов можно было отправить. Итак, саппорту мы даем медикит. Уже пора, потому что пацаны клевые. Пацаны серьезные. И лучше иметь возможность, по крайней мере, стабилизировать. Их. Почему я лин не заменил саппорт? Ну пусть будет тейт, да, наверное. Тейт. Хей. Ах, они разного цвета. Это там более яркое, беленькое вначале. Вот она. Дрим Тим, смотрите. Женечка стоит что-то впереди. Хотя у нее мораль не очень. Дмитрий Михайлов должен возглавлять это все бригадами. Фух, молодцы. Саппорту даем аптечкам. И летим на задание. Блин, так какая хорошая команда. Какой хороший трай. Фу, блин, не сглазить бы. Вот и же снайпер. Ну как придется. Следующая операция пройдет в Японии. Пришли. Снайперы. Должны работать снайперы. Их двое. И они должны работать. Рейнджер, мы присмотрим за вами. Штурм-1, можете начинать атаку корабля. Не очень приятное начало. До скопов бы дожить. Ну, это фактически следующая миссия. Если будет два скопа для снайперов. Ави-Лор поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, вот секрет успеха. Дают неизвестную миссию. Пфффффф. Изи. Четыре лемминга впереди нагибать. Дримтим в безопасности. А в случае Гуфа, можешь и потом нормально пройти. Согласен. Ты прав. Следующую миссию можно будет проверить на скриптах. Они уже близко. Сектоиды. Подведу снайперов. Ну, потому что пора. Может, кого-то и одного снайпера пока для общего вида качать. Так попроще будет. Но если выбор будет, то, наверное, я так и сделаю. Блин, а снайперы тут не будут работать. Надо заводить. Двигаюсь на позицию. Так. Я понял тебя. Наверх не хочу лезть на этом ходу. Двигаюсь на позицию. Слева. Близко уже. Уже близко. Давай хейликом лучше сюда тогда, ладно. Все, он теперь на позиции. Снайперов тоже сюда. Дальше пока не пулем. Потому что вектор сменился достаточно резко. Отсюда сюда. То есть они реально в пределах одного хода от меня находятся. Полного, естественно. Я уже их сейчас могу спулить. А тут нормальных укрытий нет. Уже иду. Но нет. Уже иду. Принято. Ну подходите, гады. Тарелку уже вижу. Слева. Меня обходит. А я не в кавере еще этим снайпером. Ладно, зайди вот так вот. Все. Снайперы пока не точные. Им нужны лов... Вот они. Вот они, вот они, вот они, вот они. Тей стреляет. И Морозов стреляет. Морозов попадает. Тей, давай. Ой, этот попадает. Прям под снайпера все. Давай, снайпер. Ай. Им все уже на блюдечке поднесли. Сейчас же разбегутся, ё-моё. Ой, господи. Как вас с вами работать-то, а? 36, 58. 58 подали. Может вообще Гренку? Подойти Гренку кинуть, забить на это все дело. Кого качать? Морозов или Женечку? Женечку надо качать. Full cover спулить кого-то можем. Да нормально все будет. Ой, куда она пошла? Давай, 58. Хорошо. Снайперы получили по киллсу. Еще пара сектоидов, конечно же. Но направление непонятно. Красавцы вообще. И Дмитрий Михайлов и Тей отлично стреляют. Точность у них клевая. Но направление я пока следующего пака не улавливаю. А тарелку уже близко. Начинаю наблюдение. Готовность номер один. Офирма дыбу. Услышать бы. Это что за звук? Это не... Не сектоиды. Это кажется был как раз аутсайдер. Слушаюсь. Жалко. Сейчас еще послушаем. А вот сейчас сектоиды. Слева. Окей. Тогда занимаем вот эту вот высоту. Подходим раз. Мне в любом случае надо было с той стороны подходить. Просто потому что здесь дыра, а там дверь. Залечена группа противника. Всеми отступать. Дымить. Укрытий нормальных, блин, нет. А, нет, вот есть парочка. Ой, три укрытия отличных. Фух, обойти не могут. Не, не могут. Кого подставлять? Тяжесть сюда под гренку в следующий ход. Снайпера одного. Блин, а правый-то может обойти. Не, не может. Угол будет острый, но не обойдет. Вот ты и куда бежать. Пресс, наверное, за полукрытия сюда как-то. Или вот сюда вот за полукрытия лучше. И себя, и всех. Ну, главное тех задымить. Ой, всех дымит. Вообще шикарно. Там как-то получилось, что я забрался на дерево, появился Вижн третьим человеком. И из-за этого я увидел пак в низинке. Шанс там попасть у них стремится где-то к процентам пяти. Но мне не нравится даже такая вероятность. Там фулл кавер. Ой, нет, не фулл кавер. Капец. Минус тей. Он добежал до тей. Она спасла их всех. Реально их всех спасла. Капец. На этих сектойдах долбанных. Так, а камень-то от гренки-то уйдет. Камень от гренки может не уйти. Оббежать смогу. Угол будет очень хороший. И этим еще оббегу. Да, нормально. Может ты сначала проверишь? А, ты гренкой его добьешь. Все, вопрос закрыт. Если что, добьем гранатой. Ой, блин. Да, камень уходит. Это проще. Женечке даем 2 киллса. Принято. Но повышения до сих пор нет. Нас остается трое. Мы в этом месяце пройдем. Это не вопрос. Есть гранаты, есть ракеты. Все нормально. Но ты жалко, конечно. Была довольно точным саппортом. И умерла по глупости. Откровенно говоря, по глупости. Что говоришь? Что говоришь? Да уж. Уже не злорадствует, что живо. Видимо. Так, хорошо. Где он? Он где-то вот здесь вот. То есть к двери мы подходим, получается, да? Подходим к хэвикам и снайперам с гренкой. А там оба снайперы с гренкой. Надо лейминга искать нормального, ребят. Вообще, мне тяж. Два тяжа, два снайпера. Мне кажется, вообще идеальная комбинация на четырех человек. Я тут несколько раз пулил сынов. Поэтому я лучше пойду с человеком, который ну там через дырки в этом как-то получалось. Иногда там какая-то дырень в обшивке есть и все. И он спаунится. А ты там посреди поля сидишь и улыбаешься. Там что-то есть. Так, рокеты есть. Самое главное. Морозовый я соколом почему-то не назвал. Так, ладно, ты так сначала. Тебе даже уходить не хочется, Женчик. Женчик. Как, собственно, и хэвик. Он отсюда, по крайней мере, рокетами нормально стрелять может. Подходите, хэвик. Подходите, хэвик. Значит, Женя будет пулить ориентировочно слева. Нет, так не надо подходить. Следующий ход. Действуем. Ох, обидор, команданты. Готовность номер один. Да-да-да. Кажется, мы здесь не одни. Так, все закрывается нормально. Ну все, Женя пулит. Пока. Надеюсь, он уйдет направо. То есть, ему резону влево убегать особо нет. Хотя справа укрытия нет. Это все равно закрывается ракетой. Я лучше не буду выпендриваться. Пробую сначала рокетом попасть. Потому что, если начну стрелять, а рокет у меня 90% будет мимо. Давай, 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 давай. Хорошо. Все. Просто, чтобы не рисковать. А то два снайпера. Нафига это нужно? Возвращаемся домой. Помянем сейчас Тей. О, Капрал Дима Михайлов. Получил звание. Спринтер, ну, наверное, гранатометчик. На такой стадии гранатометчик это вообще дичь. Тем более, по сектоидам ваншотать будет. Супер. Дали медаль. Лерим. Помянем. Она была такой жизнерадостной и молодой. Три операции. Три киллса. И в конце концов она отдала свою жизнь для того, чтобы прикрыть остальных. Мы будем помнить. Так. Что у нас по леммингам? Один там только достойный дабл. Я его уже выделил. Вот этого. 25-70. Значит, с третьего снайпера дадут. Будет классно. О, 2-2-8 время. Заметили? Нам кажется, что они похищают людей без разбора, но, может быть, в этом есть какая-то закономерность, которую мы пока не видим. Я думаю, надо еще пару-тройку леммингов купить. Делаем лабу или не делаем лабу? Можем сделать лабу. Я думаю, надо делать лабу. Все равно хватает. Делаем лабу. 10 марта. Начало игры. 9 ученых и делаем лабу. Вообще класс. Пару леммингов. Нет, на скоуп надо оставить. Поехали. Дайте мне скоуп до следующей миссии, пожалуйста. Еее. Два снайпера получают цель. Так, лучевое я не хочу делать. Объясню почему. Снайпер все равно лазерный винток, хотя, блин, лучевое может пропереть. Если еще ученых дадут, нормально. Не, давай, делай. Не выпендривайся. Хорошо. Покупаем два скоупа. Надо было бойцов закупить, конечно. Кстати, гренки будет за всех кидать как растяж. То есть снайперам гренок нет, но... Эй, я же купил. Не, не купил, денег не было. Какие постройки, Михаил? Что тебя уже несет куда-то не туда? Я тороплюсь. А торопиться не надо. Торопиться не надо. Вредно торопиться. Конечно, земля в опасности, но не настолько, чтобы кнопки другие жать. Так, дредноут, конечно, лучевой лучше имеет. 76 плюс 10 это раз. 79 плюс 10 это два. И мне бы два левелапа одновременно получить ими, чтобы потерпеть на предстоящей миссии, но... Но потом... Но потом... Следующая миссия, чтобы была у всех в фулл-вью. Жалко, что сейчас я не докачал одного снайпера. Хотя бы одного не докачал. Пару леммингов все-таки я возьму. Потому что допускаю, что один рекорд не выживет у меня после предстоящей миссии. А миссия сейчас будет уже. Так, давай посмотрим, вдруг они все-таки клевые. Чушь, чушь, чушь. Миссия, давай. Саппорта дадут сержанта. Бабло или 4 ученых? Я бы в Россию спас за 4 ученых. Как бы еще первый месяц не закончился, лаба делается, и у нас еще 4 ученых. 4 плюс 4. 13 ученых к концу первого месяца. Это круто. Значит, Китай, США, Россия. Есть ли у нас разница по... США, Канада выходит и так. США выходит, Мексика остается. Одну страну теряем. Россия. Россия выходит только одна. Германия и так. Что там было еще? Египет или... Ой, я не помню. Китай. Китай, США, Россия. Китай, США, Россия. Китай выходит тоже один. Отлично. За Россию, за матушку. Да, Россия четверо ученых. Ну, сложность миссии, конечно, серьезная, чрезвычайная. У нас есть пара снайперов, есть хэвик, у которого и ракета, и... Две гранаты, получается, да? Или даже три гранаты. Нет, две гранаты. Которые ваншотают четырех хитпоинтовых сектоидов. Мы берем все-таки Диало на миссию одного Лемминга. Ну, потому что там более достойного практически... Не спасай, говорит, там Питер. Нифига себе, ты офигел. Питер, отличный город. За что ты так? Может, Леммингу имеет смысл взять аптеку? Не, не имеет смысл брать аптеку. Имеет смысл снайперами всех убивать. 86, 89. Все. Только снайпов качаем. Что по киллсам у них? Пять у Сокола, которого надо изменить на Морозову. Соколик. А у Женьки вроде поболи будет. Шесть. Отлично. Полетели с богом. Ох. Значит, Женьку в первую очередь. Морозову вторую. Лемминг. Один киллс. Ох, какая карта гадкая. Жесть. И там 12 сектоидов сразу, а? Короче, по правому краю сейчас буду обходить. По правому, по правому, по правому, по правому. По краю, что вообще, как... Я буду... Так медленно идти. Как никто никогда не ходил. Я в пути. Я в пути. Буду настороже. Ну да, тут сектоиды, но их будет реально очень много. Так, аккуратно бачком. Очком. 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 Тихо, не спулить. Капец, они уже здесь. Это что за звук? Нет, 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 нет. Выполняю. Будет сделано. Еще ходик, и я уже почти уцелим. Не с пуль, не с пуль, не с пуль. Отлично. Пока подходим за угол просто. Там, правда, окна. Сейчас опасный тоже момент такой. Так, не торопись только, Миша, не торопись. Четыре пака, народу массам. Снайперам здесь реально были бы полезны гранаты. Знал бы, какая карта будет. Ну, это далеко. Там что-то есть. Они не на... Уже стекла бьют. Они выбежали на площадь уже. Здесь стекла выбили, где там. Вон. Видите, стекло выбито. Они идут за мной. Тут в полуукрытие. Надо чуть-чуть, блин, пройти. Может, снайперов на овер уже поставить? Да, давай на полухода этим и хэвиком. А снайперов уже на овер. Нет, давай лучше снайперов тоже проведем. Они могут не добежать до меня сейчас. Ясно. Выполняю. Начинает наблюдение. О! Так, я у стены. Вас поняла. Внимание. Спунил. Спунил не там, где хотел. Надо валить отсюда, к черту. Просто валить. Отставлять Лемминга. Где-нибудь здесь. И то опасно. Я могу справа спулить. И валить. Всеми за угол. Или даже на полную. На полную уже рискованно. Понимаете, если я выйду сюда, то откроется мне здесь пак. Правда, если я пробегать тоже буду, у меня может открыться пак. И в этой связи, конечно, укрытие вот здесь не является надежным. Надежна вот эта вот зона. Потому что там нет окон. Блин, какая ситуация опасная. Так, что по рокету у нас? По рокету уже неплохо. Вроде мы двоих задеваем. Но второго я не вижу. Так, 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 так. Нельзя заходить. Да, вы правы. Нельзя заходить. Вообще никуда нельзя заходить, пацаны. Надо садиться за полуукрытие. Причем всеми. Да это чушь. Или все-таки этого поставить на пофиг. Да какая разница, хэвиков все равно видят. Так ты пак можешь спулить. Думай, 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 думай. Два овервотча у снайпов. С хреновыми шансами. Два варианта. Либо бежишь, либо прячешься за сектору. Дискнуть воевать. Бесектоисковый будет очень трудно. Машина по воду бежать, но будет. Снайпы вообще никогда не подходят из-за машины горящих. Ой, да. Стрельба по ханкеру будет. Машины загорятся. Ханкер здесь особо не работает. Можно попробовать ход пережить. Если я переживу хотя бы ход... А, слушайте, там же второй... Короче, надо кидать рокеты и все. Мне кажется, я могу даже не двоих, а троих. Один за этим, другой вроде здесь. Рискуем. Минус два. Очень хорошо. Уже очень хорошо. Уже прям очень хорошо. Овервотчат снайпами или нет? Они, в принципе, вдвоем одного могут зафигарить. Можно не рисковать. Сланг меня все равно не обойдет. Я думаю, ханкерить надо просто. С Богом. Там что-то есть. Так. Ну где ты, гад? Я все равно не хочу выбегать вот сюда. Потому что я справа могу спулить. Я бы лучше... Все не так, понимаете? Он на овере там сидит. Я бы лучше подвел сюда с вот этого товарища и поставил нам максимум овервотча вообще, который можно придумать только. Один сектой, четыре овервотча. Да, он там ходит. Он меняет местоположение свое. Вот, давайте, ребята. Ребята, шанс. Женечка, Диабло, Михайло. Втрое стреляют. Один снял. Хорошо. Второй мимо. Снайпер, 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 снайпер. Женечка. Йос. Три хито, три хито. Первый пак. Из такой непростой ситуации. Сейчас... Потому что реально, если бы мы куда-нибудь отсюда отошли, либо вперед, либо назад, это сразу как бы... Такой риск. Капец. Но я подхожу сюда. И сюда же хэвиком следующим ходом. Потому что гренки, они мне очень помогут, если я буду... Господи, как же... Как же это жестко было. Вроде как быстро разобрались, но... Напряжение у меня дикое просто было. Слушаем. Но не близко. Хэвик подходит. Это хорошо. Я, пожалуй, буду... Вот так вот делать. Потихоньку снайпов переводить сюда. Чтоб они через окна уже могли как-то работать. Три пака ищем. Да, прям по курсу. Можно за углом, на самом деле, проверить. Пока не поздно. Хотя можно сделать вот так вот. Для начала. Слева. Снайперы у меня нет. Не ален. Так, я понял тебя. Не очень хорошо. Снайперы не работают. Полуукрытие хреново. Направляют на точку. Не хочу я хэвик осветить. Не хочу снайперов здесь оставлять. Ха, и наверх хочу бежать. Опасно. Не, к сожалению, снайперы должны быть на овервотче, пацаны. Увы. Сейчас посмотрим, кто кого бафает. Кажется, самые дальние. Вот те, кто у двери стоят. Слева подходит. Не должен успеть вообще. Так, этого я почти флангую. Ну, флангую, если захочу. Вижу, что... Короче, нужно сюда гренку кидать. Не париться просто. Кидаешь гренку, одного убиваешь. Укрытие у второго снимаешь. То есть, загул нужно завернуть. А потом снайперами добиваешь. Баль... Видите, сколько их? Я сразу сплюнул два пака. Твою налево. Это просто трындец. И это такой фейл сразу. Как они там? Так, сюда граната. Снайперы двух могут убить. Хэвиков флангуют. Скорее всего, мне надо сейчас, зная, что я вспулил всех, перегруппироваться от дальних. То есть, пытаться их забрать порционально. Здесь, ориентировочно сюда. Этот сучок флангует меня. Если я только гренку не кину хэвиком. А гренка хэвиком, это практически гарантированный фланг. Но этих надо убирать. Тем более, снайперы их видят обоих, да? Раз, два, да. И этот тоже двоих видит. Да, последовательность именно такая. Надо валить отсюда, пацаны. Заходим, раз. Гренка, два. Дамаг и укрытие. Дамаг и укрытие. Обязательно должны быть уничтожены. Ой, капец, ребята. Снайперы должны отступать из пистолета, отстреливаться за полуукрытием. Вот сюда вот, скажем. Только сделать так, чтобы они точно прям, прям точно приточно видели этого. А этот стоит за углом, поэтому надо вот сюда вот уйти. Значит, ты проходишь вот так вот. Пистолет. Ты проходишь вот так вот. Пистолет. Восемьдесят девять, да? А там мы тоже восемьдесят девять. Ну, работаем. Есть один. А чё я не потому-то стрелял-то? Господи, я не то сделал. Этим надо было поэтому... Такая чушь. Короче, тут хэвик флангует. Но если хэвик не... Блин, такая ошибка, я поторопился. Должен был того убивать. Это капец. Не, ну этот может бафнуть, а тот может не успеть оббежать. В любом случае, если я сейчас не кидаю сюда гранату, меня просто уничтожают. Раз. Дима Михайлов прикрывает всех. Мог минус три сейчас делать. Что я? С богом, пацаны. Да, ты инновировочек, кстати, он может еще убить. Давай, двинься, скотина. Этого заливают. Он вообще меня сейчас фланганет. Вот этих я больше, правда, боюсь. Баф пошел. Блин, Дима Михайлов, живи. Живи, прошу тебя. Этот тоже баф кидает. О, это не такой плохой вариант. Значит, они Диму Михайлова не обойдут. Ну, один может обойти сейчас. Эт, подходит, стреляет. А, овервоч, отлично. Беги. Овервоч, давай, попади, 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 попади. Соколик, Соколик, прошу тебя. Хорош. О, боже, хорош. Хорош. Так, самый ближний сейчас. Так, этот острый угол, фулл кавер Дмитрий Михайлов. Держись, Дима. Держись, Димон. Ты убегай. Нет, только не фланг. Не фланг. Но вероятность очень высокая. Два хита, живи, живи. Фух, мой ход, мой ход, мой ход. Так, что я могу? Не торопись только, не торопись. Господи, сколько их тут, а? Снайперы не работают. Дмитрий Михайлов как убежит, вообще нет. Не убежит. Он далеко не убежит. Я могу Димкой подбежать сюда, на заполукрытие. Кинуть две, кинуть гранаты, убить четверых сразу же. Это чисто геройский поступок такой. Да, 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 вы тоже заметили. Это тогда будет минус один, минус два. А кого бы... А, этот не умрет. Вот, но этого мы можем попробовать как-то с полукрытия... С полукрытия только, да? Ну, два снайпера есть. Они, в общем-то, могут... Не, не могут. Но четыре это как раз спасение. Только надо внимательно клетки посчитать, смогу ли я отсюда докинуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я с большим запасом даже оттуда докидываю. Да? Не факт, не факт. Посчитай хорошо. Сколько тебе не хватает клеток? Давай. Тебе не хватает... Раз, два... Четыре клетки до одного, четыре до второго. Не беги там овервотч. Ай, ёпрст, ты там же овервотч, ну ты. Ох, может, с леммингом овервотч попробовать спулить. Блин, реально овервотч. Так хочется, конечно, четырех одним киллсон. Ох, как хочется. Их всего шесть осталось, понимаете? Всего шесть. Что делать с овером? А если я дверь открою, я снайперами же могу увидеть этого гада? Реально, я подойду вот сюда, вот, например. Открою дверь. И тогда смогу снайперами его увидеть. Я думаю, Димка придется... Рисковать. Вероятность там положительная для него. Хотя меня вообще смогут на овере здесь поймать. Да, это хорошо, давай, лови меня. Нет, не ловит. Смотрим, что могут снайперы. И могут ли что-то. Да, видит снайпер его. Сорок девять, правда, процентов. И второй видит сорок шесть. Я помню, что на овере стоит вот этот вот товарищ. Я помню его. Семьдесят пять... Тридцать... Я могу пожертвовать леммингом. Могу пожертвовать леммингом. Да, надо, конечно, винтовочку врубить, естественно. Ну, у снайперов делать... Ну, они ничего, в принципе, не могут делать. Кроме как стрелять по этому упырю. Поэтому для начала отстреливаем, пробуем отстрелить соколиком. Мимо. Женька, давай. Сорок девять. Блин. Ну, короче, я должен либо этим стрелять, пытаться этого убить, либо выменивать овервотч. Ну, тогда этот лемминг умрет, если не от овервотча, то он умрет. Короче, Дмитрий Михайлов нам добежать. Дмитрий Михайлов отдавать нельзя. Поэтому я леммингом сейчас попробую выбрать место с которой... Ну, с одной стороны, чтобы сработал овер, с другой стороны, чтобы этот меня не убил. А сейчас нет такого места. Стреляй по оверу точно снизится. Чушь какая. Не работает красный туман на врагов. Или рискнуть 50-50. Но Дмитрий Михайлов нет. Если я рискну, я снайперами ни в коем случае не разберу эту тему. Надо отдавать лемминга. Надо отдавать. Зачем выбирать? Как ты леммингом пробегал, если отступишь назад той же дорогой? Ну, потому что мне не представится больше такой возможности. У меня сейчас ранение. У меня позиция хреновая. И против меня шесть сектоидов. А я могу сделать не шесть, а четыре. Ценой одного лемминга. Да, пожалуй, поехали. Овервотч. Живи, лемминг! А это мог быть Дмитрий Михайлов. Женечка паникует. Главное, чтобы Дмитрий Михайлов не паниковал. Итак, Дмитрий Михайлов. Считаем клетки. Ну, вроде докидывает даже издалека. Одна граната. Половина хп снята. Насколько ты подбегаешь? Раз, два, три, четыре, пять, ну не на шесть, потому что на одну клетку назад. Лаги фризы гуфа. Класс. В самом интересном месте. Ну, смотрят. Блин, капец, как меня это достало уже. Ну, ладно, бежим. Закрываем двоих. Великолепно. Димка мочит. Минус четыре. Ну, скорее всего, ценой своей жизни. Минус четыре, понимаете? Михайлов получает повышение. Главное, чтобы этот не убил. Но у него вероятность попадания очень высока. Плюс он флангануть может. Не, не попади, не попади. Дима, живи! О-о-о-о! Ой, все! Так, не паникуем, пацаны, ну. Я могу его флангануть, но я не буду сейчас так рисковать. Попробую соколиком этого упыря снять. 46. Соколик, я знаю, ты можешь. Блин. Дмитрий, я Михайлов опять вынужден терпеть. Нельзя туда подходить, понимаете? Нельзя меня флангануть следующий ход. Но я могу подойти под полуукрытие. Но он раненый. Он издалека может не попасть. Можно спрятаться сюда, но я подставлю снайперов. Там высокая вероятность ранения. Блин. Твою что, левый? Дмитрий Михайлов продолжает геройствовать. Забегает в фланг 95%. Убивается кто-то. Остался один. Главное, чтобы сейчас не попал. Убегай. Он бежит вперед. О, нет. Нет. Нет, Дима, живи. Дима, живи. Дима, живи. Это чудо. Капец. Димон топич. Просто топич. Так, нельзя испытывать судьбу. Я, конечно, могу подойти и снова флангануть и типа убить, но там будет уже другая вероятность, поэтому я лучше выведу снайпов. Ясно. Здесь уйду за фулл кавер. Димка вообще жжет. Ханкер, естественно. Ханкер, естественно. Ханкер, естественно. Давай, скотина. Стреляет по Димке. Это бесполезно. Так, ну что, снайперы видят? Не видят. Ну, тупыри, а. Я подведу снайперов под фулл кавер. Чтобы они хотя бы в следующий ход смогли что-то толковое сделать. Там стенка горит. Ханкер даун раз. Ханкер даун два. Ханкер. Блин, нет. Лучше обойди, друг. Он подходит. Он на овервотчем. Слушайте, опасно. Это просто опасно. Блин. Сейчас доведу до греха. Да, на толку от тебя. Ну, если второй снайпер каким-то образом увидит, тут стенка горит. Нельзя сюда подходить. Он меня просто следующий ход обходит, понимаете? Мне надо стреляться с ним. И стенка горит у Дмитрия Михайлова. Надо стреляться. Димка, попади, прошу. Я знаю, что многого хочу. Промахивается Дима. В общем, все плохо. Может, на овер поставить. Стенка горит. Овер или стрелять? Овер надо делать. Этого надо подводить. Пофиг, что там стенка. Просто тоже новые цели. Дим, дожи. Боже, какой он герой, а. Давай, с критом. 69, 50. Йес. Можно нарисовать еще одну звездочку на борту. Офигенная миссия. Тоже можно просто боевик по ней снимать. Тут было место и холодному расчету, и внезапным атакам, и панике, и поступкам геройским, удивительным сейвом. Ох, тут просто... Как это? Я не знаю. Просто чудо какое-то. Дима, правда, отдыхать сейчас будет 20 дней. Школу офицеров можно построить. Дима, Михаил. 12 дней всего. О-о-о-о. Он мне на школу офицеров на первом месяце настрелял. На школу офицеров. Не забывайте, мы видим все. Так, я сплавляю все трупы. Сплавляю большую часть сплавов. На школу мне, правда, все равно не хватит. Она, кажется, тоже 250, блин, стоит. Хотя, может, меньше. Сколько? 250, капец. Зари Лейминга брала. 175. Не хватит. Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. Жалко, денег нет. Надо прямо сейчас. Я могу... Рэпи поддержал ваш канал на сумму тысячи рублей. О, ты еще... Нет слов. Да, я тоже в шоке. Я могу лабу отменить, на самом деле. И как раз куплю Леймингов и прочее. Ну, хотя 6 дней, я уже столько времени на нее потратил. Да, пожалуй, я просто дождусь либо окончания месяца, либо новой миссии. И мне нужны Лейминги. Да не, я лучше Лейминга возьму какого-нибудь из 65. Тут 65 есть один, 65 есть второй, 59. А так-то, в общем-то, двое есть. Паника, паника, это понятно. Цель трех инженеров дадут. Очень круто. Очень-очень круто. Сколько там запрос будет висеть? 480. Ну, пока терпимо, в общем. Не буду тратить, естественно. Сообщение из совета. Получено сообщение. У меня плохие новости. Четыре страны. Дали бабла, которого, кстати, может хватить членов совета прекратили. А, нет, у меня минус. Мне минус просто. Делы идут хуже некуда. Когда совет покидает столько участников одновременно, мы слабо буду угрозу весь проект. Как я так профукал-то? За последний месяц... Да, беда. Вот это деньги. Но... Не надо лабу в следующий раз делать. Если б не было лабы, я бы сейчас со школы офицеров уже с пятью людьми летел на эту миссию. Это... А, страна с запросом вышла, я понял. Попадение первое. Пять раз нужно попасть. Второе. Отлично. Давай. Третье мажем. Четвертое мажем. Выхожу из боя. Надо было еще пострелять. Надо было. Сейчас, может, мне не хватит времени. Надо было еще пострелять. Главное, догони. Не догонит. Фейл. Капец. Дмитрий Михайлов вернулся. И миссия. Бабло, трое ученых или САП. Деньги не обязательно. Мне их и так от трупов, там, от сплавов, от прочей хрени дадут. Так что будем смотреть по... по ситуации. Нигерия, Индия, Бразилия. Бразилия. Бразилия же с Мексикой, да, получается? Выйдет две страны. Нигерия выйдет одна, пока в Бразилию надо лететь. Или Индия выйдет одна. Короче, надо в Бразилию лететь. А, Индия, говорят. Почему в Индию надо? В Индии придется... Почему в Индии придется лететь? Ну, забью на Индию. На единичку повысится. Индия выйдет. А, Бразилия не с Аргентиной. Я понял. Да, тогда больше всего паники в Индии. Угу, я понял. Три, два, три. Тут четыре, два, два. А в Индии что у нас за задачам? Трое ученых. Не нужны они мне сильно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Может, лучше тогда... Плюс-то чрезвычайно еще. Три, два, три, четыре, плюс четыре. Так, секундочку. Три, два, три, четыре, четыре. Три. Три, два, три, четыре, четыре. Так, а зачем мне в Индии? Я так и так одну страну теряю. Что туда не полечу, что туда. Ну, тут паника на единичку повыше будет. Да, запись спутников разделения. Я понял. Угу. Я понял. А в Нигерии и попроще, и бабло дадут. Так. Дмитрий Михайлов после травмы вернулся. По морали, надеюсь, он не просел. Ох, он по морали только прогрейдился. Семьдесят шесть. Общего вида нет. Штурма... Штурмовика имбеки, что ли, оставляем? Или все-таки пробуем? Штурмовика имбеки, что ли, оставляем? 55-60 коинц. Новобранц толково взять. 59-65, например. Я лучше со штурмашом. Штурмовика имбеки, что ли, оставляем? Ну, тут хотя бы какие-то навыки есть, понимаете? И точность повыше, и ран-н-ган есть. С такой точностью, правда, ей только дробовик и носить. Но она подходит отлично эту роль. Медали не забыть. Кстати, да, медали уже дали. Три медали, ё-моё. Выдать медаль. Хе, циклоп. Так, Женечке медали все-таки. На деф. Такая дикая миссия была, конечно. Никогда не паникуют, если ранят или убьют. Никогда не паникуют, если ранят или убьют. Но никому это не нужно. Это же Женечке. У неё ниже всего. И крест боевого братства. Лучше меткость. Турженечке. Всё через постель. Все медали через постель. Ну что, Женечка. Блин. Что-то не нравится мне это. Ну как не нравится? Дмитрий Михайлов, хорош. Снайпер мне не нравится. Понимаете? Мне нравится мне снайпера. Я думаю, что штурмовика я оставлю с медикитом вообще. Купить надо медикит. Да потому что сейчас Thing Man могут быть отравлением. Нафига мне это нужно? Должен сказать, мы от помощи не откажемся. Уже сейчас я готов утверждать, если бы пришельцы собирались захватить землю, мы не смогли бы их остановить. Полагаю, им нужно другое. А в Бразилии я, соответственно, потеряю две страны, да? Окей. Ладно. Сейчас особенно внимательно, потому что это второй месяц. Не факт, конечно, что будет жесткий. Штурмовику, кстати, правильно взял, что штурмовика, потому что там же кальмары могут быть. И да. Ой, что-то мне стрёмно. Сейчас это опасный момент. Пока один хэвик всего и нет общего вида у снайперов, это просто забей. Поехали. Гитарера, да, я опять на миссию не пошел. Помню миссию. Вас ждет работа в самом центре Нигерии. С этим, с одним слотом на крыше. А, нет. Ёппер, СТМ. Штурм-1 может приступать к операции. Это такая аркада, а не миссия. Короче, по краешкам. Двинусь на позицию. Поехали. Тут еще 10 человек. Не самое тяжелое, но, блин, это же Т-2. Летунные, финмены, кальмары. Слушаем. Сектоид. Летун. О, господи, ты боже мой, за что мне это все? Я пошла. Поняла. Бой, я съедя. Уже иду. Готовь, я не буду на чеку. Сектоид. Летунные. Так страшно, капец. Поняла. Двигаюсь к точке. Ну, я помню последовательность. Главное, вот до этого угла дойти. Узнать, есть ли пак вот здесь вот. Кажется, здесь они и есть, Летунные. Да, Летунные сразу же. Ой, капец. Надо обходить их вообще. Вот так вот обходить их. Чтобы они в окно меня не увидели, чтобы я хоть Хэвика подвел. Главное молиться, чтобы там еще пака за углом не было. Это будет вообще жесть. Я бегу. Так точно. Могут, могут в любой момент выскочить вообще. Да, Летунные справа. Тихо. Слышишь? Обходим, обходим. Я оставлю тут двух снайперов на Овервотче с этими винтовками. А буду идти штурмовиком и Хэвиком. Так, нужен такой угол, чтобы... Да, вот как-то так. Аккуратненько, аккуратненько. Можем спулить пак сейчас просто. Хорошо. Я тут мутоны, помните, унижали. Картинку показывали там. Четыре пака мутона, здравствуйте. Дали, Туннели, Туннели, я понял уже. Главное, чтобы сейчас не выскочили слева. Так, я почти подошел. Главное, блин, чтобы Хэви Крокетом достал. С сектоидами-то они попроще. У них жизни поменьше, пушки похуже. Все это вот это вот... Так, Хэвик встает под Рокет, под следующий. И еще один Овервотч. Потому что сейчас, не дай бог, спулить. А Хэвик уже стоит, прям вот откроет двери Рокетом туда. Лупанет. Так, а что со снайперами-то мне делать? Без общего вида. Ой, какие они, не очень. Реально, не только на Овервотчу могут ловить пацанов, которые выходят. И то... Это рискованно. Я так бы их поставил куда-нибудь в угол и все, и горе бы не знал. О, эти. Кальмары, кажется. Так, я подхожу штурмовиком. Так. Мне кажется, надо одного снайпера все равно подвести сюда. Тут есть местечко хорошее. Женечку, конечно, оставляем. Штурмовиком обойдем. Здесь может, кстати, быть уже враг. Ну, пак. Но мне лучше открыть дверь оттуда. Слышите? Да. Аккуратно. Слушай, а подведи снайпера второго не так вот. Всяко больше толку будет. Есть. Выдвигаюсь. Ой, никуда нет. Вы бы знали, по какой грани сейчас я просто иду. Раньше я так вообще не играл бы. Я просто пошел бы к фулл каверу, спулил пак бы, а потом рассказывал, как все плохо. Ну что, пулим пак? Пулим пак. Не пулим. Хорошо. Идеально практически. Снайпер подходит сюда. Это овервотч. Овервотч, овервотч, овервотч. Следующим ходом мы штурмашем открываем эту дверь, видим летунов, стреляем и снайпером, и хэвиком, ну и штурмовиком тоже можем действовать. Посмотрим. Да. Единственное, что снайпер не будет стрелять вот это вот, но я не могу его сюда подойти, потому что здесь багнутая, блин, стенка. Она мне сразу спалит соседний этот. Ё-моё, два пака. Или три пака сразу. Два пака летунов. Ой, твою м... Смотрим по сторонам! Ухожусь под огня! Меняю укрытие! Это капец. Сюда рокет надо заряжать. Или не открывать пока. Стой. Они пока тебя видят только штурмовика. Один вылетел. Двое внутри. Штурмовик может... Мне надо рокетом рубить, потому что дальше пойдет такая грязь. Просто дикая. Что про инжу? Про инжу мы до них достанем. Открываем. Вижу еще одного. Давай, 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 давай. Раз, два, ну! Раз, два, дальнего не вижу. Блин, неужели трех не задеваю? Ой, господи ты, боже мой. Прицелись, я как никогда не целился. Раз. Два. А, левого не задеваю. Нельзя. Только минус два. А вот так вот. Теоретически там же еще и третий. Может, мы лучше вот этих троих убьем? Но мы не знаем, где он. Кого ты видишь? 71. Там шесть летунов. Шесть летунов. Шесть кар. Шесть. Задевал троих. Не, не задевал троих. Ладно, но это важно, конечно. Давайте попробуем. Нет, обычно ты как раз не можешь это сделать. Второй тоже на улице. Да ладно, где он? Я бы его уже увидел здесь одним из трех пацанов. Нет, он скорее за углом у стенки. Ты не задевал их из-за анимации немножко смещаются. Анимации вообще не влияют. Они подсвечиваются в любом случае. Как же меня эксперты эти радуют. Обеи по двум третьим укрытия сносить. Это понятно. Просто у меня кроме этих трех есть еще... Дальний мини опасен, вот в чем дело. Да, штурм вряд ли убьет. Ну, короче, я пускаю рокет. Надеюсь, попадет. Минус два. Остается четверо. Штурмовик, а что у нас тут? Восемьдесят восемь. Без крита причем. Не факт, что убьет. Там снайпер может халпануть. Этот снайпер видит его же. Слушайте, а может тогда с снайпером сначала попробуем этого снять? Ты же тоже его видишь. Да, штурмовик теоретически может с раннган на себя еще одного взять. Потому что снайпер это точно не возьмут. Так, давай-ка ты... Женечка, давай. Семьдесят один. Пятьдесят пять крит. Крит они хорошенечко. Так прям очень хорошо. Хит. Подойти и выстрелить из пистоля на расстоянии, чтобы была больше вероятность. Раз, два. Один еще внутри где-то. Слушайте, а если раннган сюда... Я же с критом залечу к нему, да? Вот так вот, например. Я не понимаю, когда флангуется. А, не флангуется он из-за того, что он вверху. Короче, раннганер должен сюда бежать. Снайпер, соответственно, с пистолета должен снимать ближнего. Но вот с этой, скажем, точки. Потому что та подсветит. Девяносто один меткость, давай. Хорош. Соколик получает повышение. И главный вопрос. Забегаем ли мы внутрь или не забегаем, чтобы флангануть и убить? Внутри еще один, да. Внутри еще, кроме этих двух, один. Я в курсе. Я тут места нормального не найду. Потому что они в самых разных местах. Я не знаю, где третий. Можно, конечно... Ну, колонны... Третий вот здесь вот находится, понимаете? Я если штурмовиком побегу... То я в любом случае под фланг попаду. Так или иначе. Я штурмом бегу просто потому, что... Думаю, что полезнее его подставить, убив одного противника. Потому что это мбеки, это левый товарищ. Чем потом терпеть снайперами и хэвиком, которых видит. Подбеги на другую сторону двери. Шлепни ближнего. Так я не знаю, где он. Прятая штурмоподмет. Тогда у меня будет шанс дробевика очень низкий. Я должен делать раннган. Короче, я могу забежать и оценить ситуацию. Давайте, поехали. Вон он. Ну, верхнего я точно бить не буду. Я могу в теории, знаете, что сделать? Так как же мне это лучше сделать-то? Хэвик получит очень сильно. Правильно я сделал, что штурмовика подставил. Ставлю его сюда на раннгане. Убиваю вот этого вот. Получаю от этого следующий ход. Но... Или сюда встать, например. Тогда меня этот фланганят. А они не флангуются, говорят? Очень жаль. Да, они не флангуются. Может штурмовика сюда подставить? Под полуукрытие. Да нет, мне нужно сейчас убивать. Ну, то есть, по крайней мере, урон наносить. Надо хотя бы наносить урон. С какой точки у них будет больше шансов? Меньше шансов? Вот отсюда у меня будет верхний, а этот... Да, он тоже будет стрелять, но шансов меньше. Штурмашу бы пьяк. Кривые стрелы сочетались здесь. Было очень, кстати, понятно. Штурмаш с первым уровнем, фактически. За стеллаж ближе к хэвику. Сюда вот. Ну, я тогда ни кому не постреляю. Нормальный из дробаша. Ну, может быть, это и правильное действие. Потому что так я могу не потерять его. Так, а если сюда? Сюда хороший урон, гарантированно попадем. Поэтому этот флангует... Нет, нет. Давайте попробуем реально... Ран-н-ган. И, может быть, даже на овервотч встанем. Ну, так чисто, чтобы... 64, 56, до 40. Лучше на овервотч встать, видимо. А зачем на овервотч-то, Вась? Стреляй. О, хорош. Вот это крит. Так, не делай ничего. Телепортируйся, там убегай. Ты тоже ничего не делай. Только не по хэвику. Да ладно. Я еще выкрутился. Да езжешь. Не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Да. О, боже, да. Хэвик с фланга. Это почти что гарантированно гуф. О, боже. Это тоже, правда, флангует. Ран-н-гана нет. Снайпер тут только с пистолета постреляет. Я думаю, надо сюда подходить так, во-первых, чтобы тебя не фланганули дальше. А, вон он. Подсветили хорошо. Снайпер видит? Куда там? Вот шедер-рокет пока не поздно. Гренки-то есть. Шедер-рокет, и тогда снайпер может увидеть. Не-не-не-не-не, давай сначала вот с этим разберемся. Давай, ты хорошо стоишь? Хорош! Что-то я штурмовиков начал уважать. Далее. В теории мы можем кинуть шедер-рокет по этому товарищу. Снять у него и хп. Да, в теории можем кинуть. На практике не можем. Нет, можем. Обзор закрыт, правда. Вот так вот. Давай. В уголочек. Блин. Не достаю. На стенку... О, нет, достаю, есть. Нинсфер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Да. Достаточно. Миша, купи лотерейный билет. Хе-хе-хе, да. Это скиллуха. В лотерее так не прет. Снайпер должен теоретически увидеть его. Или мы можем просто с пистолета снайпера добить. Потому что у нас два снайпера смогут это сделать. Раз. Тот же самый фулл кавер. Правда, мы не критуем по нему. 91. Ну, давай. Раз. Е-е-е, хорош. И повышение тут же. Это общий вид, пацаны. Снайпер качаем. Убили два пака летунов. Остался сектоиды. Еще непонятно кто. Но это очень. Я настолько сухим. Я как бобер так не выходил из воды. Настолько сухим. Открываешь дверь. Два топовых пака на данный момент. Здрасте, мордасте. Остались, возможно, сектоиды. Это такое просто... И главное, какой расчет. Какие ракеты. Какое выцеливание. Какой штурмовика надо оставлять. Он слишком хороший. Я не смогу просто так отказаться. Кстати, если Женечка прокачалась, может мы соколы еще скилсы попробуем накинуть. И тогда у меня два снайпера с общим видом будет. И точность повысится. Ой-ой-ой-ой. Так, не торопись. Только прошу не торопись. Сектоиды, они такие. Они же могут. Сектоиды будут здесь. Пулить я ориентировочно буду штурмовиком с того... С того места. Они могут выходить. Они могут стоять здесь. Поэтому овервотча снайперов... О, слышу. Да, они в здании. У меня есть еще две ракеты. Я, наверное, даже хэвиком пойду туда. Потому что у него две... Ой, две гранатки. Которые спокойно... А, ой. Ну, я догадывался. Это вот третий пак. А четвертый сектоиды. Короче, отступаем. Дробаш есть. Гранаты есть. Уходим, короче говоря. Кого подставляем только. Не хочу я снайперу подставлять. Оба снайпера, говорят, получили повышение. Дмитрий Михайлов. Не-не-не-не-нет. Снайпер как раз подставляет. Потому что снайпер как раз... Он из пистолета все равно на овервочке никакого урона этому гаду не нанесет. Но в идеале нужно просто гренку правильно кинуть. Дай поближе. Не должны сейчас дойти. Помним, что они еще стреляют. Блин, как я волнуюсь, а. Смотрим клеточки. Пока не видим никого. Отступаем. Точно нигде? Да нигде, нигде. Давай в угол, чтобы нас еще не простреливали, а. То есть снайпер сюда один так. Хэвик ориентировочно так. Штурмаж не добегает. Штурмаж сюда. Снайпера подставляем. Фален, подчеркивание, и темплар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша видел. Миша пожил. Гринку в баферов положил. Спасибо за саппорт. Миша видел, Миша пожил, гринку в баферов положил. Смотрим, где они. Нет их рядом, капец. А я боюсь ведь. Направляюсь на точку. Поняла? Еще подождем. Буду на чеху. О, битер, команданты. Сканирую. Кажется, мы здесь не одни. Они застряли где-то, ё-моё. У них уже невидимость должна была пройти. Достали. Смотрим. Как? Ну, это четвертый пак сиктоидов. Ладно, это гринка, это ранн'ган. Но, блин, тут же еще эти гады. Надо очень быстро минусовать. Прям очень быстро минусовать. И при этом как можно больше овервоча оставить. Так, положим гринку так, чтобы одного и второго. Стенки только. Да, вот так вот лучше. Мы и стенку сможем снять у своих. Ну, вряд ли, кстати. Убьем одного. Убьем укрытие у второго. Снайперам, соответственно... Каким снайперам? Придется... Перейдется двумя снайперами. Да их нет, этих нет рядом. Просто стреляем два раза. А этого на овервоча вставляем. Поехали. Раз и два. И один овервоч этот. Только его надо завести. Вот сюда вот куда-нибудь. Чтобы он мог прикрывать. Если на нас обоих. Вот этих вот всех, короче. Есть одна граната. Они, кажется, идут. Вот по звуку вот этот. Бум, бум. Да. Они рядом. Они идут. Это они. Это они с инфо-соточка. Где вы, гады? Рядом со снайпером, что ли? Нет. Вот здесь вот. Похоже. Или я просто туда не добегаю. Да, здесь один. Один здесь. Так, давайте отталкиваться от того, что здесь один, и мы в него гренку в любом случае кидаем. И второй, если в рейнже, то надо понять... Оп. Нет. Второго рядом нет. Второй правее, говорят. А, да, он на труппсиктоида. Ну, все тогда понятно с вами, гады. Главное еще, пакс на голову стелепортируется. Не понял. Только одного он задел. Добиваю снайпером раз. Ну, есть и выше, говорят. Понятно. Проявился. Правее и выше. Такие вы молодцы. Где правее, где выше? Попал снайпер. Главное, чтобы он сейчас с ванга не стрельнул. Не хватит, не хватит. Нет, нет, нет. Живет Дмитрий Михайлов. Капец. Какой он красавчик. Какой он красавчик. Ранение, конечно, но, блин. Какая воля к жизни. Снайпер стреляет. Раз, там раненган. Есть еще. КГшечка. Блин, получил ранение. Но миссия такая сложная тоже. Капец. Просто. Сейчас два ловлапа у снайпов. Общий вид. Школа офицеров. Три звания. Еще Дмитрий Михайлов. Восемь дней всего. Отлично. Держись. Тактическое щите. Защита. О, защиту, да. Защиту за каждого противника. Может ввести без снижения меткости ответный. Или на овервочах. Слушайте, а он овервоч 85 меткость. Я хочу, конечно, чтобы Дмитрий Михайлов жил. Но с флангой сейчас бы это не помогло, конечно же. Овервоч очень классный. У него пушка сильная. У него точно отличная. А, ее еще критануть может. Овер, конечно же, да. Два снайпера. Соколик меткость 85. Девятку дали на левел. Девятку почти максимум. И Женечке дали Капрала. Ей восьмерку дали. Нифига себе снайпы. Уже 97 у одного. 97 меткость со скоупом. Мастерскую можно построить. Мы видим все. 95 и 97 точность. 9 говорит максимум. Там сила воли 83. Вообще класс. Да, сейчас мы сделаем школу офицеров. Конечно же. Я в шоке. Так как трайк, конечно. Полные эмоции просто. Мне нужны лейминги, пацаны. Уже заранее их нужно брать. А денег на леймингов нет. Сейчас четырех штук возьмем. Мне вот эта тарелка зря улетела. Совет просит вашего внимания. Совет. Пришел вызов по защищенной сети. Это кажется... А, это ученые-инженеры. Леймингами сходить что ли? Что у нас по времени-то вообще? 11 жестче, рано. Можно взять четыре лейминга и пойти. Мало вероятно, что я там убью. Стоп, а у меня Дмитрий Михайлов не вернулся случайно? Я бы тогда... Нет, нет, не вернулся. Короче, скипаем. Это не приводит к снижению паники. Дима Михайлов вернулся до миссии. А вот теперь внимательно, ребят. Внимательно, потому что мы сейчас либо уже ГУФ, либо в одном шаге от ГУФа. 2-2-8. Аргентина, Россия или Мексика? Аргентина, Россия или Мексика? Ой, почему Аргентина и Мексика одно и то же? Что это за чушь? Я не то прочитал. Аргентина, Россия и Мексика? Серьезно. В двух регионах это, кажется, халяло вообще. Аргентина, Россия и Мексика. Так, оперативный штаб, запуск спутников. А нет, Аргентина и Мексика же разные. Если я игнорю Мексику, только Мексика выходит. Если игнорю Аргентину, выходит только Аргентина. Если я игнорю Россию, ничего не выходит. Россию игнорим. И... Слушайте, а паника не снизится, если я в Аргентину слетаю? В Бразилии, случайно, кажется, нет. То есть нужно просто выбирать между Мексикой и Аргентиной. Мексикой и Аргентиной. Вас понял. Мы посмотрим, что это за контакт. С Аргентиной и Бразилией связаны. Да я понимаю, просто Бразилия-то все равно выходит. Паника снижается только на терроре, говорит Фоллэн. Понятно. Ну, тогда ориентируемся просто по... По... По пору... По попам. По сложности, по награде. Мексика, Аргентина. Аргентина чрезвычайная. Мексика чрезвычайная. Тут бабло, а там ученые. Ученые нет, а бабло 228 по перосим. Мы возьмем для школы офицеров. Значит, как раз бабла нет. Такая вот логика. Ой, господи. Сейчас два снайпера с общим видом. Сейчас Дмитрий Михайлов живой, здоровый, хороший. Такой ух-ух. Красавчик. Штурмовик пусть будет с медикитом на всякий случай. Сейчас главное вообще не торопиться. Лучше штурмовиком идти, агрить, потом сидеть Дмитрием Михайловым в ханкердауне и тупо отстреливать снайперами двумя с общим видом. Потому что у этих парней уже 97 плюс 95. 9 киллсов у одного, один с у другого. Сейчас с богом. Дробаш оставлю. Помогает. Да, точность надо переименовать. Это забуду. 62, 85. 62, 85. И это как бы начинающий еще снайпер. То есть только-только вошли во вкус. Ох, не похоронить бы их, а. 60, 87. 60, 87. Внимательный, не торопиться, прислушиваться. Паки какие. Очень внимательно. Очень, очень, очень внимательно, Миша. Очень внимательно. Здесь овервоч, не забываем. 85. Приспособленец. Не мажет. То есть 85 на овервочах, хэвик тоже стреляет. То есть вперед идет главным образом штурм. Остальные спокойно стоят на овервочи и не промахиваются практически. Работаем. Ой, господи. Садимся. Теперь отправляемся в Аргентину. Что-то я не помню эту штуку. А, помню. В большом городе хаос и паника. Там пришельцев открыто. Да, это прачечная сразу. Штаб, ответьте рейнджеру. Мы на точке. Так. Прошу разрешения выброску десанта. Вас понял, рейнджер. Десантирование разрешаю. Во-первых, уважаемые. Часто пак здесь. Часто паки тут. Все это, в общем-то, может быть прострелено снайперами. Но, к сожалению, к сожалению... Так, надо не спулить сначала пак слева, гипотетически, вот здесь вот. То есть, подходить не сюда, а подходить сюда. К сожалению... Нет достаточного отступа. То есть, снайперы там немножко подставляются. Вижу, я их не увижу. Не должен увидеть. Раз. Два. Овервотч, 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 овервотч. Сектоиды, летуны. И все. Так, не так плохо. В принципе, здесь можно либо рокетом, либо гренками. Хэвику бы поближе подойти, но он, кажется, спулит. И отсюда, и оттуда. Так, штурмовичком сначала так подойдем. Ага. Хэвиком будем сюда подходить. Ага. Ни один снайпер не на... А добивать, возможно, придется. Я такие вещи вообще-то так перестраховываюсь. Блин, ну тут каждая миссия их... Прям пух. Да-ра-да-ра-да. Пак, скорее всего, там есть. УИС-СО. Подходим, штурмом. Возможно, пулем уже. Не пулем, это очень хорошо. А вот тут ты спуришь, скорее всего. Давай тогда вот так, вот у нас следующий ход. Да, там, пак. Можно даже гренку туда закинуть слепую. И так будет правильно, кстати. Ха-ха, два сикера. Зря я потратил гренку на них. Так. О, они уже здесь. Один здесь, другой здесь. Чё вторую грену тратить? Получается так. Да, ты не потратишь вторую грену. Так, а давай попробуем распределить снайперов таким образом, чтобы один видел только одного, другой видел только второго. Это сложно, Миш. А если штурмаша, вот так вот, чтобы он видел только одного и на овер его. А не факт, что он и видит этого. Главное, штурмаша не подставлять. Блин, сожжут же, а. Сожжут же, Хэвика. Пять ранения. В идеале, конечно, надо сделать так, чтобы разные овервотчи были. То есть, штурм, предположим, стреляет по этому, а снайперы должны, например, стрелять по тому. Но тема в том, что они... Им тут не подойти так, чтобы увидеть только одного. Так, а по ним крита нет. То есть, мне винтовку лучше не убирать. Нет, давайте я сделаю вот так вот. Один подойдет сюда, потому что он все равно не на линии, переключит пистолет. А тот будет на овере сидеть. То есть, овервотч, овервотч, овервотч. С богом. Раз. Один появился. Двое вроде стреляют. Отлично, минус один. Так, снайпер, сними второго. Там снайпер с винтовочкой. Хорошо, давай, давай, давай. А, второй не подошел просто. Не нападают они так. Второй вот здесь вот лежит. Ну тогда изи просто. Подводим второго снайпа. Включаем пистолет. И овервотч. Да хрена с два, он там съест меня. Нападай давай. Ну? What? Чё-то я не понял. У него паника, говорят. Мне не нравится этом. Что у него паника. Я беспокоюсь за него. У него два хита. Любой овервотч. Главное, чтобы он не всплыл и стрелять с фланга не начал. Клетка справа, говорит, пустая. Клетка справа, пустая. Клетка справа, пустая. Теперь рядом со штурмом, говорит, стоит. Так как со штурмом, если тут клетки все? Нет его рядом. Опа. Опа. На снайпера решил напасть. Изи. Так, хорошо. Одна граната. Значит, я сюда, наверное, буду подводить хэвика. Сюда выводить снайпера. Возможно, хелпану... Мне бы послушать еще, ребят. Мне бы реально послушать, что там да как у них. Не надо так всеми перезаряжаться. Ну где, где, где? Слева, прямо, справа, где? Нет ответа. Где мой? Так, давай лучше так. Раз мы все равно туда будем перегруппироваться. Мне бы узнать, слева-то есть кто? Нет. Ну, звук. Не говорят. Снайперы здесь просто хреново стоят. Их нужно на открытую выводить. На крышу заводить. Ну, как-то... Короче, я подожду еще. Прислушаюсь. Справа, справа эти летуны. Ой, а это неожиданно. Кажется, мы здесь не одни. Ой, это вообще не очень. Так. Они в соседнем здании. Я их не хочу пока пулить вообще. Ну, может быть, придется. Ё-моё. Так, давай хейком подстрахуем. Пусть там штурм стоит, один слушает. Я тут хотя бы под рокет, под следующий. Сектоиды, ну где? Справа. То есть слева можно спокойно заходить. Я понял тебя. Ну, не хочется снайпом это делать. Вы поймите меня правильно. Литун и... Посмотрим лучше, чтобы убедиться. Раз. Никого. Хорошо. То есть, я спокойно вывожу пока сюда снайпов. Они будут и вниз работать с общим видом, и по всей вот этой вот длине. Правильно? И буду двигаться хейвиком сюда. Жесть, может не стоит их там игнорить, а? Они на крыше могут быть. Прямо надо мной. Штурмовик там не всему. Что я знаю? Что я знаю? Я знаю, что где-то вот в этом направлении летуны, скорее всего, на крыше. На этой вот где-то. Я знаю, что здесь шумели летуны. Если кто это далеко. Я полагаю, мне нужно забивать на эту дверь вообще. И идти всеми здесь. Потому что если они вылетят сейчас сзади, а у меня штурмовик будет не при делах, это будет провал. Но главное три овервотча, конечно. Черт. Все, выхожу штурмовиком и иду вперед. То есть, хэвик пока прикрывает. Да. Может реально их сначала зачистить, а? Давайте их зачистим реально. Раз слева никого нет. Просто эти барсуки могут в любой момент выйти. Снайперы вроде стоят на линии. Хорошо. Я смогу и рокетом там пострелять, и туда. Да, давайте сначала решим эту проблему. Не стоит так близко. Сектоиды. Да вы издеваетесь. Основка действительно меняет, мешает снайпам. Плюс мне нужно еще контролировать слева. Потому что сектоиды могут выйти. Блин. Надо одних выбрать, ребят. Нельзя сейчас... Распыляться. Поехали. Раз. Два. Я решил летунов брать. Да там вообще, там я сразу с пули. Так, не хочу пулить с Дмитрием Михайловым, потому что у него ракеты. Надо, как я планировал, делать это штурмовиком. Или все-таки зайти вот так вот, чтобы можно было где-то с рывком. Лучше поближе, конечно. Да, лучше поближе, просто потому что... Они могут быть дальше. Сектоиды за машиной могут ворваться. Но, в принципе, здесь рокет-то есть. Че, подходим? Тут везде полуукрытие. Везде просто. Надо к углу жаться. Жмусь. Так, снайпам там больше ничего не мешает. Второму может мешать, кстати. Вообще нет, не должно. Ладно, сюда перейди просто. Я сильно перестраховываюсь, я понимаю. Просто сейчас такая тема, школа офицеров, там все дела. Только-только общий вид, бла-бла-бла. В общем, страшно. Подходим. Так, ну ты же отсюда рокет вообще никак пускать не можешь. Из-за того, что стенка там выгнута так. Хреновая позиция. Да-да-да, они там. Либо задуман, но, скорее всего, внутри. Ты же не сможешь рокет сюда пустить никак. Не сможешь. Ты я про тоже. Пулишь, что ли? Нет, Вася, ты никого пулить не должен вообще. Ты должен стоять так, чтобы смог хоть как-то нормальный рокет кинуть. Вход, когда... Короче, мы выманиваем штурмовиком. Надо пистолет поменять у снайпера. Все, вот теперь, я думаю, увидим их. С богом. Ну, задуман, наверное, да? Или на крыш. За углом могут быть. Но я бы их увидел, если бы они были за углом. Да. Пак Летонов. За домом, за углом. Один влетает, но это снайперы вроде должны работать. Да, отлично. Оба снайпера работают. С критом Женечка стреляет раз. Ой, умница. Умница моя. Соколик. Меткость 55-75. С критом, пожалуйста, второго. Чёртова имба. Два хита, правда, снял. Тут, в принципе, можно и рокет. Было бы, если бы был обзор. Хэвика подвожу в ханкер. Сейчас оба в ханкере будут. Ханкер и ханкер. Давайте, ребят. Обойти не смогут. До снайперов не дойдут. Стрелять могут. Укрыть и могут убить. Телепорт. Это халява. Так, а второй-то где? А, вижу. Ну, снайперы продолжают. Соколик. Раз. Два хита. Ё-моё. Женечка, 99. 79. Лучше 99, конечно же. Пытаться ближнюю прострелить. Да ё-моё. Так, что я хочу? Там на овервотче дальние, скорее всего. Я хочу ракетам убить дальнего точно. Нифига. Точно никак. Точно никак. Так, что за вероятности? 71, 48. Фигня. Горенкой ближнего можно, да? Нравится мне там. Штурмоша, пистолет не забывай. Да. Сейчас особо не важно. То есть этот просто стелепортировался. Он без овервотча. А вот дальний с овервотчем. Это проблема. Ближнего-то я хэвиком с хорошей вероятностью убиваю. Да я гранатой её убиваю. А вот к этому могу подбежать, конечно, с Run'n'Gun. Да я не хочу этого убивать, потому что ханкера не будет. Он меня прострелит, учитывая то, что у него десятка бонус-так, десятка бонус-так. Это будет 55%. Он точно в меня попадёт. Так, этот опасный. Мне всё равно. Мы его гранатой ориентировочно лупим. А к этому просто подбегаю леммингом, чтобы прикрыть и гуфнуть его с Драбаша. Да, так и сделаем. Горя, наближенный ваше штурмо-ханкер. А он подлетит просто и будет по хэвику стрелять. Мне это удовольствие тоже не нужно. Понимаешь, я сравниваю две вероятности. 55%, что попадут кого-то из моих, ну, в хэвика в данном случае, либо то, что он на 45 попадёт в бегущего в него штурмовика. Там же овер штурм не добежит. Но я же с рывком минус 20 к точности, плюс ещё овервоч штраф на двадцатку. То есть, там будет вероятность не 55 на его попадание, а на 45. поэтому тут как бы с богом, короче. Овервоч срабатывает. Попадает на тройку. Блин. Тут 66 уже меткость, беда. Мажем. Мы прощаемся со штурмовиком. Но он спас хэвика. Сравнительно так спас. Так, не паникуем, не паникуем, всё нормально. Отсвечиваем гады, убиваем его. Ребята, убиваем. Давай. 79 мимо. Ну тут ханкер. До снайперов он не долетает. Стрелять будет, скорее всего, или на овер встанет? На овер встал. А где он, ё-моё? Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Так, три овервоча сделаем. У меня такая мысль. Потому что хэвик не промажет и два снайпера с хорошей вероятностью. Потому что бежать я не хочу. Он может быть за стенкой, и это будет трындец. Ну. А, он облетает. Опасно. Надо валить и перезаряжаться. Не. Overwatch, Overwatch, Overwatch. У него два хита там осталось. Ну, давай. Слева, гад. Слева. Скорее всего, он за стенкой на овере. Скорее всего. Ну, если он... Дверь вроде закрыта еще. Начинаю наблюдение. Я подожду. Может быть, дверь откроется. Да, он обходит меня вообще. Так, это хуже. Потому что здесь у снайперов сбитый такой... Лид, не факт, что попадут. Ну, посмотри, гады. Блин, как же ты меня бесишь. Перезарядка одна пошла. Надо налево уходить. Тем более, он так обходит, кажется. Может, дверь зайти. Главное, чтобы он к снайперам в тылу не вышел. Это ключевое. Блин, он может выйти в снайперам в тылу. Как опасно я тут стою, а? Смотрим. Никого. А, он по крыше, судя по всему, обходит. Или... Не, может быть, и за домом. За домом, похоже. Давай, выходи, скотина. Так, а снайперы будут работать? Ни хрена они не будут работать. Снайпов в угол. Наверное, надо ханкерить вообще этим хэвиком. Потому что снайперы его сейчас не прикрывают. А но уверен, он может сам не справиться. Так, я его не вижу. Какие опасные все-таки противники. Сейчас будем двигаться хэвиком. Или на крыше. Или в дом. Или за домом ходит. Я не знаю. У меня нет просто разведчиков халявных, которых сейчас можно вот, типа, отдать. Я сижу пока и боюсь, что лезть на него, особенно если он на крыше. Это такое. Он за домом, скорее всего, да. Может, в дверь тогда заходить? Ну, выйдет он в дверь. Один овервотч будет. И давай подходи лучше сюда. Снайперы стоят. Хорошо. Если он из угла на одну клетку выйдет, то мы его увидим. Блин, тут фланги. Капец. Нельзя. Ну, надо хотя бы так. Снайперы, если что, выручайте. Но он из-за угла может по мне пострелять. Капец. Риск. Тоже риск. Черт. Ой, неужели на полуукрытие подходить, а? И тут эта хрень мешает. Потому что если он там стоит на овервотче, я не подойду к углу, я попаду на овервотч. Блин, нереально нужно возвращаться к этому. К двери. Это более безопасный способ. Более безопасный, поверьте. Потому что там я уже рискую изначально. Лучше... Возможно, сюда снайпа нужно на помощь отправить. Можно Рокет, конечно, забубенит. Но а вдруг он на крыше окажется? Это будет такой провал. Снайпера я одного подведу. А почему не двоих? Почему не двоих? Ну, типа он может обойти. Но он вряд ли успеет. А, он стоит там за дверью. Короче, снайперов сюда ставим. Хэвиком подходим к двери. В двери помним, что есть стекло. Лучше полуукрытие, но зато... Но зато... Ой, я слева бегаю опасно. Стекло, которое просвечивается. Не торопись. Не торопись, не торопись. А лучше заходи внутрь. Раз. Два. Два хита у этого упыря. Два хита. Подходим. Овервотч. Открываем дверь. Есть возможность рокетом шмальнуть. Есть возможность, скорее всего, игренку кинуть. Снайперы, может, даже постреляют, если стенку снимем. Подходим. Меняем пушки. Воздушки. Ракеты. Мы не знаем, что он там. Он может вот здесь сидеть. И тогда я профукаю ракету. А там еще пак сиктоидов и, скорее всего, пак этих кальмаров. Открываем, короче. Нет его здесь. Ну, я не вижу, по крайней мере. А вот такой пробег мне уже будет стоить овервотчем. Жесть. В другую дверь. Да, а он подходит к краю и стреляет под снайпом, которых видит. Может, реально шмальнуть ракетой одной. Да не факт, что он там. Уже не факт. Ход прошел. А, на одну клетку же можно. Не вижу, что я вон там. Отступаю, короче. Отступил по-царски тоже вообще. Ни к селу, ни к городу. Я не понимаю. Он уже на крыше соседнего здания, что ли, или что? Капец. Так, ладно. Думаем о том, как действовать дальше. У нас есть снайперы. У нас есть снайперы. Пака еще два. Гипотетически? Гипотетически, блин. Мне снайпов нужно вывезти куда-то сюда. Чтоб они контролировали всю вот эту вот длину. А на практике мне тупо страшно подходить. Да не, нормально. Как раз вот сейчас уже можно. Я полагаю. Сейчас попробуем хэвиком у стенки стоять, улыбаться. Снайперами попробуем обойти. Ой, риски все равно. Опа, вот он. Он в соседнем здании. Ну, тем более тогда. Тогда мы просто заходим Снайперам раз. Скорее всего, никого нет. И вообще можно выходить вот сюда вот им. Для начала. Хотя он и так дверь простреливает. Да, давай вот так вот сделаем. Он может из двери выйти, он может с крыши попробовать спуститься. С крыши будет спускаться, скорее всего. Вот он. Давай, давай, попади, Дима Михайлов. Я знаю, что сложно. Я знаю. Кеп. О боже, как это классно. Я знаю, что там был штраф. Я знаю, что овервочный не штрафуется. Дима молодец. Блин. Так, не расслабляемся. Пак сиктоидов. И еще какой-то четвертый пак, но скорее всего кальмары. Летуны и еще один пак. Еще один пак летунов. Провожу снайпера на длину. Он никого не видит, это очень хорошо. Второго снайпера, скорее всего, пока вот так вот. Слушаем, где он. Ну и еще сиктоиды были. Летуны слева. Ну как мне с ними снайпами сражаться? Ну хэвик, понятно, он подходит к двери. Открывает, типа. И готовится гренку кинуть. Ну а снайпы, этот дверной проем, они особо не простреливают, понимаете? Да, и сиктоиды, два пака осталось. Два пака, две ракеты. Как-то их надо выманить на открытую, на открытую пространство. Может быть даже крышу занять. Но крыша это так рискованно, а? Стенечку ракеты убрать. Да жалко ракету, там два пака, понимаешь? Мне в идеале нужно один пак одной ракеты убить, другой пак другой. Иначе как бы может... Снайперы тут просто на этой... Я не вижу вот пользы от них сейчас. Сплошная стенка, но в принципе может быть и правда. Может быть кайтануть просто. То есть открыть дверь, увидеть где пак или паки. И просто на фулл ход отступить. Теми же снайпами вот сюда вот заранее отступить. Дмитрия Михайловым выкатить нам, скажем, вот сюда вот их. Он спрячется там каким-то макаром. Кстати, отсюда не удается ему спрятаться. А так тоже не удастся. Ну хотя он полностью бежит. Да, наверное так стоит сделать. Потому что, сами посудите, там внутри два огромных здания. Я снайперами через эти двери стрелять не смогу. Смогу только с угла, но это чушь. Короче, я их буду кайтить. Я отступаю вот таким вот образом и кайчу. Просто кайчу. Покайтесь. Обходи с крыши, запрыгивай к сиклу. Там шесть человек. Любой десант я числом просто не возьму, понимаешь? А спрыгивать и ракету не сделать. То есть я спрыгну и с пистолета постреляю. Вот это забава, конечно. Интересная. Ну что, выводим сразу сюда. Да, пожалуй, так. Надо сейчас расширить состав. Школа офицеров, все дела. Сейчас нет, нет, нет. Давай об этой миссии думай. Думай об этой миссии. Итак, снайперы у тебя стоят нормально. Простреливают, по крайней мере, дверь пока что. Открываем дверь, смотрим. Никого, я-мое. Overwatch, Overwatch, Overwatch. Снайперы же тоже на Overwatch могут увидеть. Ой, господин. Так, давай вот так вот лучше. Мне нужно подойти к тому углу как-то издалека. Ага, они уже справа. Ну тогда я к этому углу должен подходить. Да? Получается так, ну спулишь. Я в курсе. Да. Два пака сразу. Передаю привет человеку, который десантам предлагал лететь. Да, да, да. Кайте идти на рокет. На сектоидов забиваем. Главное, от летунов убегаем. Вопрос, куда убегать, е-мое. А вот сюда вот лучше всего. Меня здесь не заметят. А потом по прямой побежишь, да? Или сюда? Нет, сюда не можем. Сюда еще можно, но это... Меня уже будут стрелять. А так, может, и не достанет. Все. Overwatch, Overwatch. С Богом. Шесть человек. Сектоид перекачивает хп. Надо было точно запомнить расположение этих летунов. Так, я никого не вижу. Блин, Димке сложно. Скорее всего, надо подходить вот к этому углу, чтобы был вижен и отступил назад. Дальше снайперы должны работать. Есть, одного видим. Снайперы не видят. Ёп, РСАТ. Как так? Да как? Реально не видят. Из-за чего? Из-за мелды, скорее всего, фулового. Ну что, в ханкере и на двух овервочах? Он может, конечно, пострелять. 87, я его убью. На Димку жалко. Ракеты жалко. Там сейчас двое полезут. Ханкер на овервоч. Два снайпера на овервочах. Справится ли? Семь клеток. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Это уже капец. Ханкер тебя не спасет. Ты должен стрелять. Дима, ты должен стрелять. Стрельба и два овервоча. Давай, убивайся с критом 87. Хорош. Ой, убрал препятствие. Господи, сейчас двое полезно. Точно. Опа! Летоны обходят. Все кто это заливает? Никого. Так, вижу сектоида. Знал бы, где они. Крокет, конечно, стеночка и все дела. Ох. Наверное, я сюда уже уходить буду. Да, я снайпера в угол уберу на этот ход. Главное, чтобы овера случайного не было. Снайпера в угол. Да, потому что... Почему, кстати? Нет причины. Ой. Справа могут обойти. Ну, хотя он, скорее всего, в том доме остался. Он не мог оттуда выйти. Там дверь далеко. Он не вылетал. Смотрим. Есть. Отличная цель. Два снайпера видят. 75 метки с критом. Сразу же, естественно, второй летун. Блин, мимо. 75. Ну, ёпро СТ. Давай, Женечка, Женечка. 79. 79 так же с критом. Давай. Умница. Умница. Ханкер или овер? Ханкер или овер? Ханкер. До снайпов вряд ли дойдут. Один летун, три сиктоида осталось. Не вижу. По анимации что? Анимации-то не было. Может, три овера сейчас забубеним? А давай. Ну, там фулл кавер. И подсветят сразу под остальных. Сиктоида щебечет. Ну, я из двери жду всех остальных. Чё там? Выход один. Давайте, выходите. Я слышу, что вы идёте. Я знаю, что вы хотите. Е-е-е, пошёл баф. Вот он. Надо хэвик переводить. Сначала сюда, а потом за угол. Снайперов тоже переводить надо. Уже опасно. Снайперы здесь не будут работать против сиктоидов. Вообще, им, наверное, нужно вместе двигаться. Хотя он может отсюда пойти? А может, ты прям пойти туда? Ну и где ты, гад? А он там и стоит. А, там их двое. Ну, это подрокет. Надеюсь, они ещё там потупят. Тут никого. Тут я перевожу снайпов лучше. Как-то слишком уже палевно без укрытия стоять. Две ракеты есть. Сейчас можно спокойно ракет вдвоих разменивать. Изи. Баф, пошёл отлично. Он может сейчас выйти. Оп, овервотч. Дмитрию Михайлову, без штрафа, давай. Один хит. Русская рулетка. Из хэви один хит. Капец. Сейчас может попасть 35. Хотя он может сейчас... О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. Мисс, 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 мисс. О, да. Короче, это киллз изи для снайпера. Не изи вообще ни хрена не видит. Ни один, ни другой. Вот вы даёте. Ну что, рокет тогда получается вдвоих. О, боже ты мой. Да я понимаю. А может быть я достану потому всё-таки, кто бафает. А нет, угла нет вообще обзора. Так что нам пришлось бы в любом случае стрелять сюда. Шедр или обычный? Шедр, увы. В смысле, обычный, увы. Потому что мы бафающего не убьём. Ой, промазал, но попал. Только так, Дмитрий Михайлов. Только Дмитрий Михайлов так может. Я, в принципе, могу снайперами подойти с пистолета, пострелять, попробовать. Вот здесь вот. Вот отсюда вот может будет Вижн. Есть. Нет подходящих целей, только по общему виду есть. Фигня. Блин, у меня ещё одно ухо, что-то перестало работать. Как же мне лучше сделать-то? Так, чтобы и так, и так. Давай овервотч на снайперке. Может быть, ты увидишь, когда он будет перемещаться. Опасно, опасно, опасно. Беги, не отстреливайся. Есть овервотч, но это только пистолет на овервотч. Надо было второго под пистолета ставить. Ой, рискую. Ой, рискую. Только не под... Димка, ты герой. Ты герой, ты лучший просто. Самый лучший в мире вообще. Так, два сектоида, один литун остались. Причём сектоид, который бафал остался. Так, ну здесь мы... С винтовочками, точно. Общий вид есть, с двумя винтовочками. Давай. Лучше двумя снайперами, а тем... Блин, что ж ты делаешь-то, ну... Давай, 55. 55 попадёшь и бьёшь. Ех, умничка. Умничка, соколик. Так, здесь делаем овер или ханкер. Я думаю, ханкер. Не надо выпендриваться, потому что до этих не дойдут. А там сектоид, который может к углу и пострелять по мне. Справа кто-то. Сектоид, кажется. Вот он. Ах ты, скотина. Снайперы как? Никак. Ну, можно шредером, конечно, забубенить. И мне кажется, это правильно, потому что... Да, нафиг, нафиг, нафиг. Я знаю, что там литун, но это... Или у него не может быть ходов? У него не могло быть ходов. Не, могут быть. И там же ход целый прошёл. Он на увервочи может сидеть. Зараза, стреляю. Нет, не туда. Дима, умничка. Всё равно убил. Всё равно убил. Ой, какой ты красавчик. Так, литун остался. Литун один. Опачки. Дима божит просто. Ханкер. Тут пока на линию веду. Раз уж мы опять в том направлении пошли. Чтобы вижен был. Перезарядись. Слышу. Понятно, он в здании остался. Да, я понял. Давай ты перезарядись, тебе нужно. Ты овер уже сразу. Ты подходи. Перезарядись. Зря так надо было в ханкере ещё сидеть. И перезарядиться с дальними снайперами. А он правее. Либо на крыше. Либо он в правую часть дома как ушёл, так и не выходил оттуда. Ну там здоровый, да, литун ещё. То есть он не коцанный вообще ни в какую. Как страшно-то, а? Так, проверим сначала тыл на всякий случай. Нифига. Подойдём сюда. Да, овермочем. Он стоит на овермочи, скотина. Здесь так не хочу подходить, вы бы знали, а? Может реально сейчас от двери отталкивается оттуда и звук? Ну снайперы, надо их хотя бы сюда довести как-то или на крышу поставить. Иначе они там с пистолетиком задолбаются стреляться. В закрытых помещениях. Хорошо, вот ещё там сидит. Так, я подхожу к углу здания. Там уже половина здания как коровы языком. Слизнула. А, я понимаю, что риск. Поэтому по одному снайперу подвожу, чтобы второй, если что, на овермочи стрелял. Вот гадина, а. Так, тут фулкауэр. А может стоит хэвиком просто... Да, он во втором здании. Он во втором здании, пацаны. То есть снайпера вывожу сюда. И попробую хэвиком выманить его на двух снайпов. А зачем я вообще тогда снайпов убрал-то? Ну ёшки-матрёшки, ну что ж ты делаешь? Что за чушь ты делаешь? В прошлый раз же нормально отстреливали. Тут ханкер. Обходим слева. Да, надо просто показать, что я его вижу. Оп. Харена с два. А тут у меня угол нормальный. Ну как нормальный? Если он выйдет из двери, то да. Чёрт, он не выходит. Снайпов на крышу хэвиком вытягивает. В том-то и дело... А, слушайте, я сейчас могу зайти за угол. Кажется, сейчас у меня есть возможность зайти за угол. Но не по такой траектории. Сейчас мы подойдём аккуратненько к дверному проёму. Обычно, когда остаётся один человек из пака, или, ну, последний там человек, они сидят на Overwatch'е и всё. Смотрим. Никого. Капец. Крыша, что ли? Не дай бог крыш. Нет, он дальше просто в этом здании. Наверное, надо снайперов реально на крышу заводить сейчас. Это опасно, потому что подъём на крыше вот здесь вот. Хотя, наверное, с этой стороны где-нибудь можно забраться. Хрен из два. Ну, можно, но далеко там оббегать. Ну, а чё далеко? Это вопрос трёх ходов. Не, я ещё раз проверю. Вдруг он движется там. Не движется он там. Ладно, побежали снайперами. А что даст мне крышу? Вот что даст мне крышу? Я также смогу стрелять только когда он выйдет с этого. Только с точностью плюс, там, 20, плюс 30. Ну, я ещё буду поближе на случай, если надо будет его пулить с той стороны. Да, нужно двух снайперов на крышу сажать. Побежали. Главное, чтобы там Дмитрий Михайлов выжил. Он же один там остался. Нельзя тянуть. И он стоит ещё так. Опасно весьма. Не, так нельзя. А вдруг он на второй крыше шумел? Вот так вот. Блин, как же ему-то быть-то. Всё опасно, понимаете? Всё опасно. И с той стороны может обойтись. И с той. Лучше видеть, где он, чем убеждаться в том, что он не обойдёт меня с этой стороны. Какой валидола. Близко. Забираемся. Раз. Забираемся. Два. Тут тоже надо в полхода идти. Хотя нет, на рыбке можно. На крыше, судя по всему, его нет. Так, проверяю ещё разок. Чтобы он справа не обошёл меня. Я его слева могу, но только тогда, когда снайперов подведу. Ну чё, снайпер на овер. А дверь эта закрыта. Дверь эта закрыта. Это хорошо. Риск есть. Приказ получен, командир. Надо было сначала проверить. Надо было сначала хэвиком, блин, проверить здесь. Чёрт. Фух, повезло. Так, следующий ход. Какой? Давай ханкер. Две винтовки, два овервотча. Хэвик обходит слева. Пулит его. И отступает. Снайпом. Это раз. Овервотч, овервотч. Да, мы сейчас его видим с угла. Опа, вышел. Стекло разбил, он тоже слышит. Он такой умный, блин. С богом. Оп, фланг. Фланг, есть фланг. 85. Можем в один выстрел. Если не в один, фланганёт? Не фланганёт. Да, надо. Дмитрий Михайлов по-другому не умеет. Хорош. Шикарно. 11 скиллсов. Потратили только одного лемминга. Все остальные не получили. Героним, ничего. Вообще гаража. Посмотрим на левелапы. Два левелапы. Два снайпера левелапаются. Господи. Точность 91. Плюс 6 точности раз. Ха, приспособленец. Овервотч без штрафа. Искритом. Такая имба. Блин. Все. Сокол не мажет овервотча. Запомнили это. Женька. Было. Ей дали 9 точности. Наверное, разгрузку надо брать, конечно же. Сканеры, если появятся, дальше будет попроще. Но точно не крепкое здоровье. Тоже 106 точности. Блин, какие снайпы. А какие снайпы. Медали дали. Трупов навалили. 2-2-8 дали ещё. Школа офицеров 7 дней. Ох, как бы не завалить. Что у нас там? 15 апреля. Ну, выходит, 3 страны. Я не гув в этом месяце. А в следующем мы... Поезд. То есть, проща, поезд и дредноут. Вроде всё по плану. Пока. Сохранись, говорят. Ага, да, блин. Так, лазерное оружие. 15 дней. Успеваем лазерки сделать, хотя бы винтовки. Но у нас не хватает леммингов, на самом деле. У нас тупо не хватает кадров. Уже нужно двое на следующей миссии. Есть там хотя бы 65. 35-65. Ну вот есть средний 57-60. Если будет второй тяж, то как бы... Вообще, такие все упыри. Да нет, лучше взять леммингов несколько. Я понимаю, что сейчас у меня офицерская построится. Мне деньги тратить нежелательно, но хотя бы четырёх я возьму. Да, террор же ещё будет. Точно, капец. Паника, паника. Новобранцы. О, малый скаут. И он лежит. Это денег много дадут. Так, маленький, который лежит. Это у нас три пака. Три пака. Поскольку по два, кажется. Три пака по два. Три пака по два. Много элериума, много сплавов, много всего. Новобранцы успели прийти? Нет, не успели. Вот, пятьдесят пять, шестьдесят пять. Лучший. Пятьдесят пять, шестьдесят пять. То есть, точность ниже среднего, но мораль самая высокая. Три полных пака, говорят. Как полных? А может, и полных. Медали дать надо реально. Одну. Никогда не паникует. Кто? Дмитрий Михайлов. Никогда не паникует. У него там и так мораль, как бы, вообще. Дмитрий Михайлов герой сегодняшнего дня. Да и, в общем-то, и Женька, и Сокол настреливали. Они втроем вообще все тащат. На себе. Надо сейчас озаботиться тем, чтобы... Так, во-первых, давай посмотрим, что по киллсам. По званиям лейтенант, сержант, сержант. Нужно сейчас и три киллса желательно дать хэвику, но он и так возьмет три киллса, чтобы отряд до шестерых. Женечка, тринадцать киллсов. Соколик. У него прозвище Бобер. Смотрите, это совпадение. Я не знаю, как так. Да. Позывной Бобер. Автоматически игра дала такой позывной. Может, это майкером надо назвать. Раз уж такое прозвище дали. Так, берем, значит, Лемминга Маккея. Убеждаемся в том, что здесь других больше нет. Лемминг Маккея, скорее всего, возьмет себе медикит, которого нет. Потому что ценность трех других товарищей выше, чем простота киллса этого самого Лемминга. Поэтому Маккею даем медикит. Ну что, полетели. Так, помним про то, что... Сокол не промахивается на Overwatch. Никогда уже. Просто не промахивается на Overwatch. Он всегда попадет. Еще критануть. А там всегда крит, потому что не в укрытие. Такая читерская штука. То есть, реально, человек начинает бежать. Он не в укрытии. У сокола меткость 111. Штрафа за Overwatch нет. То есть, он всегда попадает. И при этом он еще критует. Это просто дичайшая вещь сейчас будет. А, кроме летуна, да, летающая цель. Так, тут кренки. Приспособленность тоже есть без штрафа. Ну что, с богом, пацаны. Миссия непростая. Я там отдавал народ, но денег дадут много. Как раз под школу офицеров, под энергостанции, под модули спутниковые, под все-все-все. А, у него 101, а не 101. Сори. Я говорю, желаемое за действительное. Как обычным. Ой, начало первого, мы же закончим уже, а. Так не хочу губиться, вы бы знали. Угол снизу. Лемминг на разведке есть. Укрытий нормальных я поблизости не вижу. Такая жесть. Так, тарелка прямо по курсу. Мед прямо по курсу. Тарелка вся простреливается. Снайперами надо либо вот сюда вот вообще уходить. А тут пак может быть. Ну, маловероятно. Либо оставаться на местах. Я предлагаю подойти... Я предлагаю никем не подходить просто. Не, ну, хэвик надо подойти. Все. И Леммингом. Обожаю телефон. Overwatch, 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 Overwatch. Ну, возьмите трубку кто-нибудь. Ребят, в часики. Я еще не услышал, какие звуки были. Да блин, твою... Блин, вот очень-очень сейчас важно. Хорошо, что я подошел. Звонок. Вы знаете, кто звонит на Жене телефоном? Аня, девятый подъезд, коты. Это группа, видимо, коты. И Аня, девятый подъезд. Это гениально просто. Не зря, не зря звонит. Надо обязательно телефон с собой... Опа, стоп. Thing Manny. Я зря тороплюсь, ребят. Я вот реально зря тороплюсь. Не зря. Да твою... Если сбросили, то зачем ты звонишь-то снова? Они все психи. Выключить. Так, я, во-первых, не хочу снайперами так стоять. Я хочу их отвезти от гипотетического пака. Тут и так все простреливается. Главное, чтобы сейчас не вылезли. Thing Manny. Летуны. Thing Manny и Летуны. Ну, я Леммингом чуть-чуть подхожу. Хэвиком за ним. Мне до фулл кавера бы добраться. Я если добегу сюда, то с пулей сразу же. Пулить вроде как хэвиком надо. Не, хэвиком не надо пулить. Вообще никем не надо пулить. Не надо. И не спулил еще. Хорошо. Значит, Thing Manny, Летуны и непонятно кто, да? Ну, хоть кого-то, но... Даже к самой тарелке подошел. Нет. О, Летуны. Справа Летуны. Оп, да, давайте овервочим. Четыре овервоча. Дождались. Три. Сейчас снайперы начнут. Раз. Один мимо. В смысле, один умер. Хорошо. Это и Гренко, и Рокет, и как угодно, в общем. Снайперы. Один с общим видом. 61, да? А ты кого видишь? Того же или другого? Того же, 68. Я предлагаю сюда Гренко закинуть просто. Что мы тогда гарантированно одного убьем. И укрытие снесем у этого. И ХП снесем. Короче, вот так вот Гренко пошла. Раз. Леммингу бэкилз. Но лучше на чем-то более простом. Ну, он сейчас попробует стрельнуть, кстати. Чем черт не шутит? 45 процентов. Ну, куда им до снайперов, да? 81 раз. Блин. Опасно. 88, 2. Женечка. Фу, хорошо. И то на последних. На лалах. Сынмены. Это из тех, кого слышим. Чередую перезарядку Overwatch. Прямо по курсу Thing Man. Из тарелки, скорее всего, выпрыгнут. Вот они. Есть соколик на Overwatch, который не мажет. Михайлов, Димка ведет ответный огонь. Тоже убивает. И туда же контролечка пошла. Но тут дверь открылась. Один справа. И еще пак. Сикеры. Ой-ой-ой. Блин, они там остались или нет? Они продвигаются или нет? Мне кажется, продвигаются. Так. Черт возьми. Может лупить сюда Рокки Рокетом. Снайпер видит двоих. Соточка. Раз. 86, 2. Шикарно. А поэтому вообще не промажет с Критом. А по кому Женька с бонусом? Как раз по правому, к сожалению. Да, давайте все-таки Рокет сделаем. Я постараюсь задеть его и побольше вот сюда вот. Вот так вот, короче говоря. Так мы снайперами двумя точно с левого с... Нет, это там. Не было их там. Очень плохо. Ладно, ну я под фулл укрытием с одной стороны. Здесь лучше перезарядиться на самом деле. То есть этим сначала попробовать попасть. 88, 55. Давай с Критом. Женечка. Единечка урон не докинула. Можно попробовать 55 Лемминга прокачать. Хорош. Один килл сделали. А снайперам, пожалуй, я все-таки перезаряжусь. Потому что им придется... Они на этот ход не должны успеть долететь. Рядом их нет. Сейчас будем... Ой, долетели. Как успели, капец. Жу, Дмитрия Михайлова. Есть медикит. Подходит второй. Снимаем. Раз. Ранение есть. Где второй? Где этот второй гад? Я так не увижу. Здесь, да? Нет, не здесь. Вокруг тебя нет. Вокруг тебя... Нет. Ну, может быть, он, конечно, дальше. А, один сикер был с Рокетом. Да ладно. Фален, подчеркивание, и темплар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Да, согласен. Совет Бобру. Разводи снайперов хотя бы на 4-5 клеток, чтобы разносить овервочи и углы стрельбы. Я, пожалуй, подойду сейчас к Хэвику. Тут только один овервоч от Женечки, понимаете? Ну, Хэвик тоже стрельнет на него. Не, надо подходить леммингом. По мне могут стрелять. Не было минуса из Рокета. Ну, вот я тоже не помню. Там только одна шестерочка вылетела. Так, ладно. Подходи вот так вот. Лучше пофиг. Раз, два, три. С Богом. Идет. Слышите? Топ вот этот вот. Пом, пом. Ну, сейчас лечу лучше. Два снайпера на овервочи. Главное, чтобы рядом со снайперами не было, блин. Вот это вот самая подстава будет. What? Нет, нет. Со снайперами нет. Рядом со снайперами нет. Но, может быть, дальше. Надо их разнести. Реально разнести. Чтобы винтовочки, по крайней мере, без штрафа были. Вообще, нужно всеми собраться. Ну, как тут соберешься-то? Два пистолета поставишь сейчас, тебя гуфнут, скорее всего. То есть, ну, не гуфнут, а ранят кого-то. Надо подождать один ход. Еще на овервочах. Учитывая то, что рядом со снайпами никого. Хэвик у нас все равно точный. Вот он, есть, есть идеальная ситуация. На Лемминга нападают, все это прикрывают. Сейчас снайпера добьет. Сокол точно. Бах-бах, оба попали. Красавцы. Не дали сажать Лемминга. Дмитрий такой красавчик просто. Так, ну что, еще один пак и аутсайдер внутри. Кто? Тингмены вроде бы уже были, да? По звукам. А нет, Тингменов же я убил. Слушайте, я, получается, всех убил. Летоны были? Летоны были. Я всех убил. Три пака. Только внутри осталось. Нифига себе, я хорош. Неожиданно. Это маленькая ложка. Я предлагаю следующее. Вывести снайперов. Они и так выведены. То есть можно их, конечно, сюда закинуть. Это будет вообще отлично. Причем одного сюда, а другого куда-нибудь тоже повыше вот сюда. Ну, не как повыше. С разных углов, вот так советовали. Здесь ждем, перезаряжаемся. Леммингом. Пулем этого гада. Там дверь открыта просто. Я спалюсь сразу же. Дмитрий Михайлов может ракетой страховать. Конечно, лучше ему чуть поближе подойти, но боюсь, тут уже наши полномочия все, окончены. Я проверю все равно. Релот, овервотч, овервотч, овервотч. Попробую вот так вот бочком пройти, чтобы меня не спалили. Там и справа палятся, и слева палятся. Правее надо чуть-чуть зайти, слышите по звуку. Это будет делать Лемминг. Класс. Снайпер, конечно, отрабатывается у русских. Правда, я повышение, кажется, не заработал никем, кроме Лемминга. Да, я понял. Подходим. Ой, опасно. О, хорошо. А давай. Ну так я смогу Игоренку докинуть. Если я добегу до угла, то это будет вообще гарантированно все. Такая уже опытная бригада, более-менее. Так, к углу раз. Тут аккуратно. Тут как ты... Все хорошо, не торопясь, не торопясь. Что это? Двадцать. И следующий ход мы его пулем. Хэвик стоит хорошо, в принципе, ну туда и туда Рокет может закинуть. Если не получится, то Гренку может Грейженую закинуть. В общем, все у него замечательно. С какой стороны лучше? Да с этой лучше. Так, ну один снайпер его флангует, насколько я понимаю. Стараемся ничего не разрушить, потому что это деньги. Гренки и Рокет оставим напоследок. Рокет же достреливает. Ну как достреливает? Он достреливает, конечно, но все не убьет. А здесь еще не фланг, причем. 75, угол очень острый, с критом. Бобер-соколик стреляет. 75. Ну, блин, а может сейчас наоборот снести? Давайте я лучше снесу Шедер Рокетом часть, потому что что-то у меня есть подозрение. Не, лучше Гренкой. Лучше Гренкой Хэвика отвезти при этом. Хотя бы вот так вот за угол. Да потому что я лучше Лемминга подставлю, чем Хэвика там буду. Поехали. Сейчас мы стреляем. И снайперам гарантированно добиваем. Ну как гарантированно? 98%. Хорошо. У Лемминга даблкил. Женя, короче, тут срочно звонила эта из группы Коты, 9-й подъезд, Юля. Вот. Очень срочно. Очень. Два раза. Дмитрий Михайлов получил капитана. И опасная зона, конечно же. Сила воли 90. А, Аня, Аня звонила. Аня, Коты, 9-й подъезд, запомни. Давно? Там ЧП какое-то, явное. Нет, недавно. Еще один штурмовик. Нет, не ЧП. 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 Офицеров 2 дополнительных слота. Слушайте, сейчас вот мы на основе этих трех героев можем такую бригаду и должны быстро прокачать вторую бригаду. Мне хотя бы один хэвик нужен, дополнительный страхующий. Хотя бы один. Денег прилично. И надо сейчас аккуратно по менеджменту уложиться. Сейчас у нас 18 апреля. Нужна школа офицеров 5 дней, новобранцы. Я думаю, надо, во-первых, линд для начала сделать, чтобы время не терять. Построить электростанцию здесь одну. Ну, на самом деле, лифт не столь важен. То есть, я могу и без него. Модуль спутниковый сюда помещается, электростанция сюда помещается. В лаборатории 13 дней лучевое скоро будет. Так, на базу прибывают экскомовцы. Есть, пришли. Давайте толковых, классных. Ну, 50-70. Блин, где же вы все вообще? Только один 50-70. Где 75, где 80, где оно все? Да, отлично. Посмотрю, чтобы не вышли из проекта страны. Ну, кстати, это возможно. Но, вроде как, в этом месяце уже террора-то не будет. Ой, наоборот, террор-то будет. А вот, миссии уже не будет. Это вторая была. Точка стик. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша. Береги Димку. С такой волей псиоником будет. А если сляжет под реанимацию, то воля навсегда упадет. Ммм. Я понял. Давайте же обновим сейчас. 65-91. На 6 поднялась точность у Соколика. Женечка. Женечка. Меткость еще на 9. 66-96. 66-96. Ребята, какие вы классные-то, а. Без Хэвика тяжело будет. Ну, я Леммингов не беру, конечно. Главное, чтобы миссия была после Школы Офицеров. Пожалуйста, прошу. Нет. Проща. 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 Не, ну что, два снайпера с общим видом есть. Хэвика сейчас получим как раз второго. Блин, как же классно. Такой трай. Блин, такой трай просто. Да нормально, со снайперами это проходится хорошо. Хэвик, конечно, страхует. Ну, мы возьмем просто Леммингов и все. Хотел Хэвика, ну да, оно должно было появиться. Прощай. Снайперы не будут мазать на овервочах. Не будут. Не будут мазать вообще. То есть, у Женьки есть там 9% что на овервочах промажет. А Соколик вообще не будет мазать. Ой, даже не 9. 4% у нее, что она промажет на овервочах. Забыл наградить. Да, одна есть медаль. Выдать медаль к защите в укрытию. Блин, не знаю даже. Снайпам-то не нужно. Ну, хотя и Лемминги тоже такие. Забей. Жалко, не успел я школу офицеров достроить. Берем двух Леммингов. Чепурнову и Макея. Штурмаж. С убогой абсолютно вообще меткостью. Но он, типа, может, да, привлекать внимание. Надо ему дать эту не гранату, а как раз аптечку, чтобы он в Ханке сидел и терпел. А у него так и есть. А Дробаш ему нужен? Нет. А Черпуновой, может быть, даже скоуп дадим. Не-не-не, как раз гренка нужна. Как раз гренка, чтобы вот на всякий случай. Без Хэвика будет тяжело. Дмитрий Михайлов у нас отдыхает. Но, друзья, внизу. Поехали. Сейчас, на самом деле, мне нужны просто толковые там саппорт, например, толковый. Может быть, третий Хэвик. Ну, сейчас второй получим. Вообще, два Хэвика, два Снайпера. Дальше можно штурм САП делать спокойнее все. Так что, может быть, они как раз и... Летим в Китай. Там сейчас неспокойно. Солдер-вит 100 Айм has 70 chance to... Понятно. Почему? Я смотрю, вы дерзкие. Так, смотрите. Снайперы двигаться не могут нормально, да? Поэтому мы обходим... Одним вот так вот. Да и вторым лучше там же подстраховать. Но не получится. Ладно, давай так. Не знаю, откуда у босса эта штуковина. Босс собирался загнать ее под... Уже шесть хитов у снайпера. Пошли. Этого сложнее. Ну и сейчас убьют снайпера его с первого же выстрела. Ой-ой-ой-ой. Сейчас, бах. Слушайте, у меня, кажется, проблема. Я же нахожусь практически вплотную к нему. А это значит, что, скорее всего, меня протравят. Меня протравят. Да, ведь? Или там девять клеток вокруг. Не достанет, говорят. Отлично. Восемьдесят пять меткостей. Семьдесят. Негусто, негусто. Ну, я буду этим товарищем тогда. Не факт, что она... Ну, ей нужно киллс. Хорошо, не потравили. Перезаряжаемся пока. Понимаем, что у нас рокета нет. И в любой сложной ситуации... Короче, мы выставим снайперов на общий вид. И просто будем леммингами ползти очень-очень аккуратно. Так, чтобы снайпы просто унижали, если что. Так, ты тоже перезарядись, пожалуйста. Пока снайперы сюда. Два пистолетных ховер-вотча, но это так, это фигня. Я все равно в этот ход никого не спулю. Краешком идем, пулям лево, убиваем. Потом заходим к правому. Винтовочка, раз. И винтовочка до вас. Ты подходи бочком. Ты подходи бочком. Ага. Ага. Ну, подходи, дегатор. Но когда я увидел, что это за устройство, то сразу понял, оно не должно... Мэйби-рокет в пак скрипанных дыхляков. Какой... какой рокет? Где тут рокет, ты видишь? Поняла вас. Ну, подходи, я начинаю наблюдение. Я оборвал немало жизней. Но сейчас у нас общий враг. Штурм-1. К вам движется противник. Готовьтесь. Ладно, с этим это да. Самое сложное в центре будет. Ребята, работаем. Снайперы возьмут киллз. Женечка получает повышение. Умница. Аккуратно. Я помню, я же уже ее три раза в этом году проходил эту миссию. Блин, что-то не падают люди. Это настораживает. Давай сюда. Он вроде здесь должен упасть был. Ну. Внимание, штурм-1. Сейчас на вас выйдет подразделение чужих. А дальше ставим в дальнем углу снайпов. Чтобы они вот брали тех сектой... О, этих thing-менов всегда был вижен. Женечка-соколик стреляет. Это мажет. Ну, наши не промажут. Бах. Кто первый? Там они на перегонке отстреливают. Пацанов. Молодцы, молодцы. Так бы еще с мутоном справились. Было бы отлично. Так, подвожу. Перезарядка. Перезарядка. Ну, скорее всего, здесь вот я их поставлю как-то на Overwatch. Лемминга вперед. Желательно того, кого будут... Не смогут травить. А, еще же один будет сейчас. Точно, точно, точно. Чуть не забыл. Здесь один будет. А потом уже двое по центру. Потом мутон и сектой. Ой, в смысле, еще один thing-мен. Я, наверное, сразу снайперов поставлю. Им нужен вижен. А второй, наверное, встанет вот сюда вот все-таки. Так, чтобы вижен был всегда. Хотя они друг другу могут мешать. Не, почему это полуукрытие? Как они друг другу мешать будут? Встал и стрельнул. После этой миссии не просто ученые, деньги и инженеры. Главное, что хэвик прокачанный второй будет. Это прям... Ну, подходите. Ну, я не должен спулить, но на всякий случай. На всякий случай. Пистолетики беру. Все, наш ход. Я в пути. Раз. Раз, два, три. Убиваем. Нам сообщают, что в районе замечен противник. Похоже, к вам уже движутся лунатики. А, да. Про второго я что-то забываю. Ну, 4 Overwatch. Лемминги мажут. А эти не мажут. Соколик получает повышение. Вот они настреляют сейчас, я чувствую. 87 меткость. Ну, если что, Гремка и Женька добьет. Если этот промажет сейчас. Блин. Реально промазал. Лёзы гранат тратить, пацаны. Хотя же, подожди, я уже нисколько. 88. Не, нельзя, 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 нельзя рисковать, Миш. Только Гремку, ё-моё. А вот сейчас можно леммингом добить. Им там всё равно киллсы нужны. 67. Добием, молодец. Так, пацан тоже киллсы взял. То есть девочка первым, кажется, киллсы сделала. Сейчас будет самое жёсткое. Сейчас будет пак из двух финменов. Которые... Может вообще снайперов отвезти нафиг. Куда-нибудь сюда. Они всё равно будут их видеть. Я боюсь, что если они до них добегут, это будет провал. Можно, кстати, спулить их на овервотче снайперов. Таким образом, я точно одного убью на пуле. Если снайпер будет сидеть вот здесь вот. Они так же всё будут видеть. Так что ставим. Переставляем снайпов. Потому что реально я в один ход могу не убить. А если фэммены пойдут вперёд... И не дай бог. Не дай бог. Они увидят... Снайпера и попадут. Это будет трагедия. Перезаряжаемся пока. Я реально боюсь, что фэйл с виженом дальнего снайпера будет. Короче, я подставлю снайпера вот так вот одного. Сейчас пойдём. Кем пойдём? Пойдём с чуваком с аптечкой. Овервотч снайперов делаем. Общий вид, все дела. Одного убьём. Да. Овервотч. Овервотч. И пытаемся спулить пак. Нифига. Овервотч. Ай-ай. И пытаемся спулить. Точно сейчас спулим. С богом, пацаны. Нет. Как же так-то, ё-моё. Ладно, подставляю второго лемминга ещё под фулкавер. Овервотч. Тут и пануда пододвинуть, ё-моё. Просто дело в том, что если я их спулю, у меня не будет овервотчем, я, соответственно, не факт, что... Короче, да, нужно снайперами. А этим магрить. Пулить. Да, поехали, с богом. Ну, пацаны, снайпер, снайпер, прошу вас. Общий вид. Есть. По одному уже видят. Соколик. Не промажет, не промажет. И крит ещё, и крит. Давай ему крит. Критулечку. Где крит? Плохо. Надо валить вот сюда, вот, чтобы не фланганули. Раз. Здесь... Она не попадёт всё равно. Овервотч. Нет. Не овервотч. Её надо как раз спасать, как следующего лемминга. Овервотч. О, сейчас будет стрелять, и сейчас будет убивать. Женька может на овервотчу. Ну, где? Нет. Минус лемминг. Второй подходит. Овервотч. Хорошо, снайперы видят всех. 94 по левому, 78 по правому. 69, 80. Надо убивать с большей вероятностью. И с критом. 94 раз. Давай. Критуй, 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 убей его. Блин, два хита. Что за рулетка? Ну, ёп, РСТ. Левого надо всё равно добивать. Потому что по нему больше вероятности. Ну, слава богу, одного убили. Я могу здесь ханкернуть, на самом деле. Не, надо овервотч. Вдруг он побежит на снайпов. Вдруг он увидит их. Надо овервотч, ребят. И этого прятать тоже. Идём, да? Цены. Господи, не убей, не убей, не убей. Есть овервотч, давай, давай, давай. А, это у этого, упыря. Ну, главное, что он не в сторону снайпера побежал. Хотя, конечно, тяжело сейчас, если его убьют, блин. Овервотч, забей тогда, всё нормально. Снайперы должны прострелить. 61, правда, но... Но у Женьки будет больше. Давай, Соколик. Хорош, умничка, умничка, умничка. Сколько экспы. А впереди Мутона, впереди Thing Man, а впереди ещё 3 человека. И это нас ждёт в следующей части. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо за то, что болели. Увидимся с вами... Ну, я думаю, через месяцок продолжим. Я хочу ФФА катнуть завтра, послезавтра. Потом Том Райдер, серия на дней 5. А потом во второй XCOM. Ну, месяцок. Поэтому... До скорых встреч. Пока. И спасибо за то, что болели, смотрели и поддерживали. Морально. Особенно. До скорых встреч. До скорых встреч. Продолжение следует...